Девушки отдыхают 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 Крутится-вертится шар головой, Крутится-вертится над головой. Руку давай. Продолжай. Чего? Я говорю продолжай. Давай круга. Молодец! Два мороженых, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Не надо. Девушка, не хотите мороженого? С удовольствием. Спасибо. Ой, а вы что, учитесь где-то? Да, на инженеров машиностроительных. Так это я его другу одолжил. Вроде как бродяга. Шарлот, фильм неран глядели? Ну, конечно, смотрели. Только там у него еще усики, шляпа и трость. Усики, шляпа и трость. Похож? Смешно. А Лептина с Крымова? Виктор Артемьев. Артемьев? А вы случайно не родственник директора этого завода? Вагоноремонтного? Мой отец. Да. Ничего себе. Руф, а это Руфина Васильева, моя подруга. А пойдемте танцевать. А, да я девушку потерял. Может, ваша девушка тоже там? А меня сегодня брат, о чем машина водит? Мне так понравилось. А вы умеете? Руф, ну ты даешь. У него же отец директор вагоноремонтного. Простите. Ты слышишь? Не подумала. Не понял. У вас, наверное, машина своя есть. Конечно. Если захотеть, как-нибудь прокачусь ветерком. Хочу, конечно. Добрый вечер, товарищи. Я слышал, вы машину водите? Вожу, а что? Завидую просто. А позвольте спросить, какая у вас машина? Опель Супер-6. Опель Супер-6. Вот бы взглянуть на нее. Хоть глазком. Это ведь не машина. Мечта. К сожалению, невозможно. Машина в ремонте. Ай-яй-яй-яй. И где же она, в гаражах? На Октябрьской? Точно. А когда это, на Октябрьской, построили гаражи? А почему вы, собственно, прицепились к человеку, товарищ? Значит, есть причина. Позвольте представиться. Артемьев, Виктор Андреевич. А вот вас как звать, величай? Скажите, ну вот зачем врать? Вам не стыдно? Вот Артемьев, Виктор. Да? Извините. Шутка оказалась неудачной. Меня зовут Сергей Проскурин. Извините, товарищи. Идем. Это что, все? Сергей Проскурин. А что еще? Я извинился. Это же карнавал. Веселье, шутки. Ты с какого огородного пугала такой костюмчик содрал, Сережа? Оставил колхозное поле без охраны? Чихай. Я сам. Ой, что? Что, товарищи? Отстаньте. Ладьки. Не надо. Убивайтесь. Прекратите, пожалуйста. А ну прекратить! Шокер, пацаны! Вставай! Ты беги, ты дурак! Сам дурак! Платок? Обойдусь. Я хочу с вашей директорской голубой кровью свою колхозную мешать. Обиделся. А зря. На обиженных воду возит. Ну давай, повози. Чё ты такой нервный? Нервный. Документы сегодня подал в институт. Еле успел. И теперь перейдёт бумага из милиции и конец моей учёбы. Всё из-за тебя. А чё это из-за меня? Я что ли тебя заставлял директорским сыном прикидываться? Ну я же извинился. Ну что, нельзя было по-человечески? Согласен, он был неправ. Извини. И спасибо, что помог. Не бросил. Так ты к нам собрался поступать-то? А ты что, тоже в машиностроительном? Так точно. Только у нас тут механика-машиностроительная. Ну да. Вот и я хочу двигатели собирать, автомобили. Ого. Ну да. У нас в детдоме даже полуторка стоял, тридцать третьего года. Так, это ж старьё. Ничего не старьё. Нормальный аппарат. Мы с Петровичем по винтикам собирали, считай. А некоторые детали вообще на станке вытачивали. Там, правда, опор движка слабый. Но я придумал, как это исправить. Сейчас покажу. Да ладно. Посмотри. Представь, что это опор двигателя. Да если тут и тут усилить, то двигатель не будет провисать и нагружать промывал. Я бы уж собрал, да где материалы-то взять. Чудак, человек. Эта опора уже года три, как в производстве. А ты сам допёр. Вот и голова. Ага. И два уха. Получается, велосипед изобрёл. Получается, но ты всё равно молотом. Да. Да. Ладно, давай покемарим. Угу. Ну, давай. Крутится-вертится шерповой. Крутится-вертится на головы. Так если бы он сразу сказал, что ваш сын, мы его не оформляли. Дело-то пустяковое. Да нет уж. Непременно. Непременно надо оформлять. Вот за такое безобразие. Так точно. Прохоров, освободи пирата. Слушаюсь. Пирата? Почему пират? Сейчас увидите. Артемий, я на выход. Лицом в спине. А я? А ты еще посиди. Вперед. Вперед. Хорош. Гусь. Так а кто по молодости кулаками не машет? Пацаны как-никак. Ну а штраф заплатить придется. Быстро в машину. Папа, я тут подружил с кое с кем. В милиции? Да нет, на карнавале я с ним подрался. А он парень оказался отличным. В машинах так разбирается, хоть час к тебе на заводе. Ну да. Мне еще только хулиганов на заводе не хватало. Все, в машину. Люди ждут. Да погоди ты. Он Дедомовский, понимаешь? За него и вступиться некому. Дедомовский, говоришь? Ну? Ну давай, лейтенант. Выписывай еще один штраф. Андрей Борисович, я деньги за штраф обязательно верну. У меня в общежитии есть. Разберемся. Это шемка, да? Угу. Четыре цилиндра, плавающая подвеска, пятьдесят лошадиных сил и вещи. Кумекаешь? Да. Еще ни одной не было, чтоб не смог починить. Молодец. А вот дружок твой все время ломает их. Приимировал меня тут государство, Opelm Super 6. Есть. Так, сынок мой, дружок запорол. Отойдите поглядеть. Вот покопаюсь, малех, может поправлю. А ты думаешь, до тебя не копались? Он правда в механике разбирается, пап. Ручаюсь. А, ну если ты ручаешься, тогда ладно. Виктор завтра за тобой зайдет. Ну, посмотришь, покопаешься. Спасибо, товарищ Артемьев. Ну, посмотришь. Находящий. Пережать, мамашка. Извините. Ой, берег, господи. Мороха. Извините. Извините. На парочку посмотри. О, вот это моя. Девушка, отойдите. Гражданка, у вас сумку украли. Это мояommа. Ты кан portion 삼бк. Это каöh. Посмотришь с этого какая? Это мой. Ставь с ним. О, вот это пауза. Товарищ Александр, давай. Я бы только свя��를 с ним eyelashesалили. И в общем всеiterianное сыгрay. Все, как я с отвер quantify не садился на побел. А куда самое? П pogать? Стало быть, сетка вами, гражданка Куленка, опознана. Опознана, товарищ милиционер. Мое это. Хорошо. Значит, и вы, товарищ лейтенант, факт кражи подтверждаете? Подтверждаю. И как сетку сообщнику передавала, тоже наблюдал. Сообщнику это серьезно. Это уже банда получается. Вот-вот, банда натуральная. Ну, хватит уже. Ну, что ж вы заладили? Банда, сообщники. Сдалась мне ваша сетка. Говорю вам, я ее обратно нес. Мы артисты. Это точно. У меня тут каждый день таких артистов. Хоть свою киностудию открывать. Может, свою фамилию знаменитую назовете, товарищ артист? Меня Шура зовут. Александр Ганнушкин. А это моя однокурсница Любовь Левицкая. Люб, ну, хватит уже. Трусь ты, Шура. Товарищ милиционер, мы студенты театральной студии при нашем городском театре. Я играю главную отрицательную роль воровку Нюру в нашем выпускном спектакле. Но наш худрук Лиханович Клавдий Вендиктович считает, что я недостаточно органична. Вот решила вжиться в роль, так сказать, в естественных условиях. А я играю милиционера. Тоже много о роли узнал сегодня. Вас заливают, а? Так от чего хочет говориться можно? Ну, я, мол, артист. Документы есть, артисты? Нет. Оставили в залог за реквизиты костюма. Да. Да. Так и запишем. Подходящие врут. А-а-а. Придется звонить нашему тирану. Да, ну ты что, Люба, она же нас казнит при вселюбной. Товарищ милиционер, а позвоните вы в театр. Пожалуйста, номер 386. Спросите у худрука театральной студии Лихановича Клавдия Вендиктовича, назовите нашу фамилию. Ну, что вам стоит? Да позвоните уж. Может, действительно артисты, а я курой по баске. Ну, да. Эти артисты сейчас бы ваши харчи за обе щеки уплетали. А еще, офицер, пограничник. Так, отставить! Вот немцы, черти, а. Это ж надо. Независимая передняя подвеска. Поворотный кулак вместе с амортизатором. Ну, ничего. Мы свои советские двигатели изобретем. Не хуже будут. Даже лучше ведь. Э, точно. Куда этим буржуям несчастным с нашим гордым советским автопромом тягаться? Смейся, смейся. Надо тебе одеть как-то покультурнее. А то на тобой даже вон местные красавицы потешаются. Что, где? Ты головой-то так не верти откровенно. Вон. Эй. Я-то уж подумал. Давай я тебе свои брюки подарю. А чего эти-то плохие? Не надо мне ничего. Ну, не надо так не надо. Ходи в своем пролетарском. Ты? Я что, облил? Я не хотел. Что ты делаешь, ты гад? Мне же одеть больше нечего. Я же в этом на экзамен собирался. У меня есть брюки, пиджаки, рубаха. Фартовые. Как раз для экзамена шиты. Могу тебе презентовать. Специально, да? Нет, конечно. Серега. Ладно. Будем считать, что ты так со мной за работу рассчитался. За какую работу? Заводи. Ты, глядя, завелась? Ну, ты голова. Так. Где мои штаны? Так. Эх ты. Это чё, твоя собственная комната? Ага. Эх ты. Ну, ты честно здесь один живешь? Тоже пятером спать может. Честно, честно. Давай, одевайся и будем обедать. Ага. Вот он. Ну, вот другое дело. Ксюш. О, знакомься. Это мой друг, Сережа. Здрасте. Очень приятно. Я такую куру запекла. Вы такой птички сроду не пробовали. Она б сама себя съела, как бы клевать могла. Не надо, я не голодный. А чего не надо? Он испугался тебя, Ксюша. Чё ты придумываешь-то? Чё ж меня пужаться-то? Меня только мотя мой покойный пужался, так он муж был, ему положено. Да не пугайся я никого. Несите вашу курицу. Ну, что? Сестра твоя? Ты чё, какая сестра? Это домработница. А? Кто? Домработница. Это моя мама. Красивая. Она умерла семь лет назад. Извини. Да не, ничего. Она была моим самым лучшим и, наверное, самым единственным другом. А отец? А отец в работе весь. Я ему только мешаю. Мешаю решать производственные задачи. Ну, ладно уж. У тебя батя такой, что у меня… Итюша. А ну, помоги, Борясь. Ты представляешь, Ксюш? Серёга наш опель починил. Правда? Садись, садись. Ничего себе. Они, может, даже ваши заводские инженеры рукой махнули. Ну, так в том-то и дело. Спасибо. Так, мне картошечки. А, давай-давай, ты же любишь. Вот так. Ай, наконец-то, Витюш, у тебя товарищ нормальный появился. А то всё-таки какие-то хлюпики интеллигентские ходили. Ну, ты картошечку будешь? Угу. Да, давай, давай. Девушка, я помогу. Девушка, я помогу. Проходите. Спасибо большое. Мне так неудобно. Поможете? Конечно. Девушка, а можно спросить? Можно. А сколько этот костюм стоит, который на мне? А зачем вы спрашиваете? Вы ведь уже себе купили этот костюм? Я не покупал. Нет, вы не подумайте, я не украл. У меня товарищ дан. Я хочу заработать и деньги вернуть. Ну, тогда вам придется потрудиться. Костюмчик не из дешевых. Кажется, импортный. Рублей сто двадцать. Сколько? А то и сто пятьдесят может стоить. Да и вы вообще пойдите, такой найдите. Стоять. Девушка, давайте я помогу. Да что ж мы с тобой делать-то, а? Ну, давайте, может, у вас получится с ним справиться. Значит, хлеб девяносто копеек, мясо семь рублей, сахар четыре с полтиной, а костюм сто пятьдесят. Я же, где надо работать, чтоб такие костюмы покупать? Ну, вам виднее, где ваш товарищ трудится. Ну, да. Голова отвалилась. Нет, нам с ним точно не справиться. Тихо, 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 тихо. Беги! Помогите! Тихо. Подожди. Ой, все-все-все. О, все-все-все, подожди. Повезло вам, гражданка. Этот бандюга и ваш мог на тот свет отправить. А что это в парень? Он не умрет? Я не доктор, я не знаю. Но рана глубокая, крови на полу много. Значит так, ваш магазин закрывается до окончания следствия. Там улики, так что ничего не трогайте. Заприте дверь и пойдем в участок составлять протокол. Я вас очень прошу. Послушайте, если Сеня надолго посадит, я не знаю, как я буду. Какого Сеня? Кто вы? Это я во всем виновата. Сеня опять уволили с работы и он напился. Я сказала, что нищий отец детям не нужен. А мне действительно детей кормить на ужин нечем. Он так дорванул и сказал, что достанет денег. Я побежала за ним, но уже не успела. Это что, он ваш муж? Гражданка, поторопитесь. Что вы от меня хотите? Послушайте, скажите, что я не знаю, что Сеня приставал к вам, а просто оскорблял, а просто парень вступился за вас. Тогда в Сене может и не дадут. Ну, это же просто драка не пробьешь. Пожалуйста. Как вам не стыдно просить меня о таком? Ваш Сеня человека тяжело ранил. Да я же не ради себя. Я ради детей. У меня двое. Петя и Верочка. Если Сеню посадят надолго, там конец. Гражданочка, задерживаете? Я сейчас. Нас брат и мама тоже сама поднимала. И у этого человека, которого в больнице повезли, может тоже родные есть. Ну, что вы замерли? Пишите. Ворвался в магазин, угрожал колюще-режущим предметом, в скобках ножницами, требовал отдать деньги из кассы. Пишите, пишите. Пишите, пишите. Пишите, пишите. Пишите, пишите. Товарищ начальник, миленький, не губи. Престолбока прошу. Что ж ты с Сенькой-то теперь моим будешь? Вы кто, гражданка? Жена этого балбеса, Семена Угарова. Сгинем и без него. Дети с голоду помрут. Не помрут. Если парнишка выживет и заявление на твоего Сеньку писать не станет, а делается хулиганкой, понятно? Хулиганкой? А как же? А вот так. Изменила продавщица свои показания. Говорит, с испугу перепутала, не собирался он ее грабить, просто вел себя вызывающе, обозвал нехорошим словом, посетитель вступился, завязалась драка. Короче, бытовуха получается. Бытовуха получается. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А я даже не знаю, как вас зовут. Тогда давайте знакомиться, Полина. Сергей, а я вас уже видел на карнавале. Вы были в таком голубом красивом платье. Мы с вами рядом в змейке бежали. Вы простите меня. За что? Я в милиции соврала. Сказала, что тот человек не собирался меня грабить. Зачем? Будущие светила советской медицины доставлены по назначению. Прошу. И сколько же мы вам будущему светилу советского машиностроения должны? Да по одному ласковому взгляду будет достаточно. Переплатила, красавица. Когда за сдачей придешь? А мы всегда в это время обедаем в столовой на Крюшанской. Так что все в ваших руках. До свидания, товарищ Артемьев. До свидания. Понимаете, я не могла по-другому. Детишек стало жалко. Себя вспомнила. Вы все правильно сделали, Полина. Если, конечно, эта женщина не обманула вас, не придумала детей, но не собрала, чтобы… Нет, нет, что вы. Она сказала правду. Я точно знаю. Хорошо. Так, значит, он вас оскорбил, а я заступился. Вы замечательная девушка, Полина. Добрая и чуткая. Все в сборе. Свидетельница Харламова и потерпевший Проскурин. Здравствуйте. Ну что, любитель подраться, рассказывайте, как было дело. Здравствуйте. А я к Сергею Проскурину. Третья палата. Только у него уже целая делегация. Ждать надо. Что ж, ваши показания практически совпадают. Но нам, товарищ Проскурин, придется сообщить об инциденте в институт машиностроения. О чем сообщить? О неподобающем поведении абитуриента Проскурина. Второй привод за три дня. В начале драка в парке. Теперь вообще поножовщина. Что будет дальше? Так он же меня защищал. В вашей жизни ничего не угрожало. Вы сами это заявили. А если это была обычная драка, то виноваты оба. Об уголовной ответственности речь не идет, но от административной, товарищ Проскурин, вам никак не отвертется. Всего наилучшего. Как же это? Я же не знала. Я же подумать не могла, что так получится. Что ж теперь будет? Институт мне теперь не светит. Уходите, пожалуйста. Уходите. Хорош. Извините. Что случилось? Чем вас так обидел мой друг Серега? Это не он. Это я. Я его так подолела. Давайте мы с вами выйдем на улицу, успокойтесь и все мне расскажете. А мы с Серегой во всем разберемся. В каком случае мы все забываем удержать шутки. Можете попить? Да. Проблема. Учем потемки. Учера. Учера. Невероятно. Учера. 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 Вот что теперь будет? Честно говоря, я не знаю. Это как институтское начальство на дело посмотреть. А может мне к этому начальству само обратиться? Я им все объясню. Нельзя. Вы же оба дали ложные показания. За это вообще срок полагается. Можно было бы, конечно, поговорить с моим отцом. Он с институтским руководством в очень неплохих отношениях. Но проблема в том, что меня он не послушает. А вот если бы вы его попросили, вам бы он точно не отказал. Ну, так пойдемте скорее. Мы можем даже поехать. Прошу. Ну-ка. И что, ваша машина? Да. Ну, вернее, как отца наградили. А он мне подарил. И я теперь в ужасе от того, что натворила. Ну да. Вы спасли отца чужого семейства, но подвели нашего общего друга. Спасибо, Сергей Проскурина. Я не знаю, как это исправить. Запомните, Полиночка, меняя чужую жизнь, мы рискуем потерять свою. Честно говоря, я и сам пока не понимаю, как тут помочь. Ладно. Обещаю сегодня же заглянуть в институт. Все, мне пора. Спасибо большое. Рад был познакомиться. А что я говорил, красота спасет мир? Ну, а Полина Харламова, Сергея Проскурина. Пойду провожу отца. До свидания. Ты это, голову нашему парню не дури. Вы о чем? О том. Выбрала одного, о другом позабудь. Ну что, я предлагаю пообедать? Спасибо. Мне уже на работу пора. Перерыв уже заканчивается. Жаль. Я провожу. Витя. Витя. Что Витя? Она голодная, Ксюш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравия желаю! Помните меня? Гражданка, у вас сумку украли! Должен перед вами извиниться, нехорошо получилось. Как вы меня нашли? В вашем городе один театр, а в студии при нем только одна, Любовь Левицкая. До завтра, Любаша! Пока! Пока, девчонки! Вы пришли извинения просить или на девушек глазеть, товарищ лейтенант? Виноват! Извинения просить! Люба, простите меня! Глупо тогда все вышло! Да и к тому же, у вас было не отличить от настоящей злодейки! Спасибо, я старалась! А знак примирения? Вот! Подходящий? Нет, не подходящий. Люба, из-за него наш тиран тебя только что с роли снял. А она ее три месяца готовила! Спасибо! Люба, подожди! Любаш! Люба, подожди! Девушка, это вам! Полина, отдавайте, я вас подвезу, куда нужно. Хорошо. Ну что, куда дальше? Виктор, скажите, вы ведь знали, что Сергея выписали? Каюсь, знал. Тогда зачем вы сюда приехали? Честно? Я хотел провести с вами немного времени. Я же знал, что вы не откажетесь проведать Сергея. То есть, вы спокойно признаете, что обманули меня? Ну, получается так. Вы простите меня, Полина. Хорошо, только при одном условии. Вы больше не будете меня встречать, приносить цветы и закармливать шоколадом. Я постараюсь. Постарайтесь. Всего хорошего. Всего хорошего. Идиота, кусок. Старайтесь. Ну да. Да что же то такое? Опять он. Товарищ Лихоныч, стойте! В чем дело, товарищ лейтенант? Товарищ Худрук, вы и Любовь Левицкая очень зря с роли сняли. Это я вам как человек военный говорю. Она, между прочим, артистка и еще та. Да что вы говорите! И давно вас в вашем военном ведомстве научили разбираться в актерской игре? Ну, а чего тут разбираться? Не высшая математика, как-никак. Ясно. Всего наилучшего. Да вы, да вы не обижайтесь, профессор. Ну, просто мне что кажется? Раз правдиво, значит, хорошо. Ну, так ведь? Вот смотрите. Здравствуй, красная шапочка! Что это у тебя в корзинке? А что ты делаешь так рано в лесу? Ну, как? Отвратительно. Правильно! Потому что я не актер. А Люба очень правдиво воровку изображала. И я ей поверил. И милиционер, понимаете? Ну, он-то уж этой публике насмотрелся. Левицкая очень способная студентка. Но дисциплина есть дисциплина. Раз уж сняли с роли, значит, сняли. Кроме того, этот случай с воровством стал известен директору театра. И он велел наказать. Так что ничего не могу поделать. Директор. Всего наилучшего, товарищ лейтенант. А волка надо играть с душой. С аппетитом! Всего наилучшего! Здравия желаю! Ну вот, не вышло ничего. А вы молодец, смелый. Не ожидала. Вы не переживайте. Все равно роль моя. Я сегодня видела репетицию спектакля. Не успеют они новую артистку подготовить. А директор? Ну, а что директор? Передумает. Ему же надо, чтобы выпускной спектакль хорошо прошел. Подходящее. Тогда, может, не откажетесь от порции мороженого? Подходящее. Кстати, а ваш волк мне очень понравился. Может быть, надо выйти к нам поступать? Ой, а смешно, наверное, на базаре получилось. Ну, что ты о нем так печешься? Ну, тебе что, больше всех надо? Ну, ну, едет и продавщица тебе достанется. Это вообще не твое дело, Настя. Ты куда шла? Мороженое есть? Ну, вон, иди ешь мороженое. Ну, что, выписали? Из больницы, из общаги, из жизни будущей. В общем, есть один вариант, Светлана. Да какой вариант? В техникум тебя возьмут. С испытательным сроком, конечно. Отец уже обо всем договорился. А потом поуляжется все, и поступишь в институт. Что, правда? Сразу на второй курс. Ты у нас фрукт интересный. Вроде детдомовский, а десять классов образования. Ну, батя, у тебя Витек. Значит, место в общежитии тебе выделят. Будешь учиться на вечернем, а днем работать у отца на заводе. Он тебя возьмет с удовольствием. Только это все в том случае, если ты больше никого спасать не будешь, Сережа. Не, не, все. Спасать ли я уж наигрался. Хватит с меня. Да ладно, не переживай, что он здесь сделает. Так, ну, ты не можешь опять без мозга веносить. Что тебе вынесет? Ты же в последний раз, что ли? Горы же не знаю, я свою маму. Давай, не бойся, заходи, нормально все. Здорово, мужики. Здорово. Все, давай, пошли. Знаешь, Ольга? Ну, что сказали? Завтра начнут. Боже, слава тебе, Господи, я целое утро просила Господа услышать, помоги, ну. Услышал, помог? Садись, поешь, садись, потом, потом поспишь, отдохнешь. Ну, сначала мне веревку потяни, и Катю, крестницу занесешь. Сеня, ты же скотина. Ну, ты же выпил, а? Кружку пива. Кружку пива ты же мне обещал тут, а? Клялся. Ой, здравствуйте. Здрасте, дяденька, вы к нам заходите, заходите. А вы, вы, вы товарищ Проскурин, да? Я, да. Ты что, оставился, а? Ты прощения проси. На коленях. Проси прощения. Да вы что, с ума сошли. Встаньте немедленно. Да и вы оба, оба просите у Даники прощения за папку. Простите нас, пожалуйста. Товарищ, простите, я виноват. Да простил я уже. Успокойтесь, наконец. Тетя Поля, тетя Поля. Ой, Поленька, Золотко, мы тебя уже сегодня не ждали. Я случайно. Увидел Семёна, решил убедиться, что вас не обманули насчёт детей. Да, станьте, я тебе говорю. Пойдёмте. Смотри, что я принесла. Ириски. Я тогда на улице подожду, можно? Можно. Так. Ну ты... Спасибо тебе. Полечка. Поленька, где ты взяла-то это? Вы извините. Поленька, ну дай бог тебе здоровья. Так оно положили на место. Ну, ну, руку убрали. Сейчас отожрует и всё. А вот ответь и всё. Ну что, убедились? Что ж у Серёжи такой, Фома неверующий? Виноват. Да просто я всяких людей видел. А у тебя... Извините, у вас такое сердечко доверчивое, доброе. Серёжа, мне кажется, вас обмануть легко могут. Можно на ты. Хорошо. Полина, передайте, пожалуйста, этой женщине. Им нужнее. Спасибо, Серёжа. Я сейчас. Ты мне извини, что я тогда тебя выгнал. Да ничего, я понимаю. Ты же так мечтала об институте. Техникум тоже вещь стоящая. Отучусь. Получу хорошую профессию. Техникум. А потом? Да уж и не есть. Интересно, и что? Невеста есть? Здрасте. Виська, ты как тут? Да я мимо шёл, весь живой. Дай, думаю, поздороваюсь. Ну и попрощаюсь сразу. Давай. Бывайте. Ну вот, мы и пришли. Я, наверное, пойду? Да. Я, наверное, пойду. КОНЕЦ 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 Ты как? Нормально вроде. Помоги связать. Ты сам как здесь оказался? Вот так. Все, и живо. Я за милицией. Браток, отпусти, а не сдавай. Отпусти. Хватит. Пустил уже дружка твоего. Послушай, у меня мамка помирает. Ноги отнялись. Меня посадят, она и недели не протянет. Я же не убивать, я только деньги хотел взять. Увидел, что у тебя есть, малеха. Христом Богом клянусь. Давайте быстрее. А где бандит? Сережа! Красота какая. Правда? Сколько просишь, отец? Дорогая вещица, платье на высшие пробы. Камень очень редкий. Но вам, молодой человек, уступлю. Четыреста. Да ну, Сережа, откуда такие денежища? Пойдем отсюда. Просил пятьсот. Молодой человек. Я тебе жену помогаю. О! А вот это подходящее. Подходящее. Ну ты давай, мерь ее сейчас. Давай так, отец. Вот тебе триста рублей, больше нет. Подай кольцо. Я к вам с душой, мил человек, а вы обидное говорите. А кольцо это, между прочим, с историей. Хочешь эту фифу в шляпке бомбануть? Да верняк, Лёпа. Баба точно в тренингах. Не, с ней фраер военный. А с офицерьем лучше не связываться. Спасибо, отец. Интересная история. Моя сумка! У вас пальчик, барышня. Подходящее. Подходи. 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 Сережка, ну хватит. Ты ж не можешь все время смотреть на меня? Могу. И буду. Успишь еще насмотреться. Гости соскучают. А их должен твой брат развлекать. Кстати, что-то он долго молчит. Так, так, почему никто не пьет? Товарищи, наливаем, наливаем и стесняемся. Товарищи, у меня тоже. Давайте выпьем за Серегу. Он умудрился не только закончить третий курс техникума на отличной, стать лучшим молодым механиком завода, но смог убедить мою замечательную сестренку выйти за него замуж. Серег, за тебя и за новую советскую семью! Ура! Ура! А чтобы не нарушать многовековые традиции, горько! 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 Так, товарищи, давайте я вас всех вместе с молодоженами щелкнул. Давайте, давайте, конечно. Давайте, товарищи, кучнее становитесь! Плотнее, плотнее. Так! Кучнее, кучнее, товарищи! Внимание! А птичка вылетит? Не вылетит! Я ее съел! Витька! Серег, ты молодец! Такую девчонку себе оторвал! А вот ты, Поль, ты не молодец! Ты совершила большую ошибку. Скоро ты это осознаешь, бросишь Серегу и придешь ко мне. Сережка! Я хочу выпить за то, чтоб ты как можно быстрее стала моей женой. А все присутствующие приглашаются к нам на свадьбу. Сереж! Сережа! Совсем сдурел. Что, никто не поддержит? Ну и ладно. Приложение все равно остается в силе. Да! Ну чего встали? Давайте танцевать! Музыку! Да! Музыка! Похожа! Чёрт, ты в чайник разбудил всё-таки? Не ругайся, там масло ещё было. Где? Сейчас принесу. Время. Время. Как думаешь, эта куртка не слишком буржуйская? Ничего она не буржуйская. Из нашего советского журнала выкройка, из работницы. Ну, раз из работницы, тогда спасибо. Так ты завтракай, я на завод. Товарищ Проскурин, между прочим, я эту куртку две недели шила. Так что нечего халтурить. Не опоздаем? Не знаю. Физкульт, привет. Пожалуйста. Павел, красавица. Совестник у тебя. Только позоришь меня. Что? Всё та же причина, всё та же кручина. Пап, давай не будем, а? А чего ж не будем? Я хочу знать, когда это закончится. Вить, ну правда, оно тебе надо? Сколько можно уже сохнуть по этой принцессе? Ну, извините, простите, мне очень стыдно. Да ни черта тебе не стыдно. Вот в чем беда. Не ожидал, что мой сын вырастет таким мямлей. Девушка выбрала другого. Какое горе! Если проиграл, забудь и иди вперед. Я никогда не проигрываю. Работай. Забудь её и работай. Даже не представляешь, чего ты можешь добиться, если захочешь. Очень даже хорошо представляю. Я в конечном итоге стану таким же, как ты. И меня ничего не будет волновать, кроме моей работы. Ради чего ты живешь, отец? Ради завода своего? А я? Да. Мы с тобой разговариваем впервые за месяц. Ты новости обо мне, он от Ксении узнает. Ели из правкома. Еще раз прогуляешь работу, уволю. Ой, только ты не начинаю. А что, пожалеть тебя? Ну, давай вместе поплачем. Как ты думаешь, почему мой отец так и не женился? Из-за работы же? Да нет. Однолюб он. Мать твоя, как померла, так он весь черный ходил. Вместе с себя не находил. Но пить не начал. Потому что мужик собрал свою волю в кулак и переборол свое горе. С головой в работу ушел. А у тебя, ну разве же это горе, Вить? Ну, тьфу. У тебя у молодого, красивого, умного, все спереди. Столько девчонок хороших вокруг, что цвета на той вишне. Любая за тобой побежит, только помани. Любая. А может, я тоже одна люблю? А? Раз-два-три. Раз-два-три. Спину ровнее. Раз-два-три. Раз-два-три. Позвольте. На меня с правой ноги смело. Раз-два-три. 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 Продолжайте, пожалуйста. Очень больно. Как будто утюг на ногу уронили. Ой, я представляю, как тебе все это надоело. Думаю, так же, как и тебе. Раз-два-три. 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 А я-то что? Я вот играю на рояле, и мне большего не надо. А ты актриса. Работаешь учителем танца в доме офицера. Но ты же не об этом мечтала. Не об этом. Я мечтала мир покорить, в кино сниматься. У меня однокурсники уже все по театру. Мне кажется, все отдала бы, только бы еще раз на сцену идти. Раз-два-три. 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 Хотя нет, не все. У меня семья. Это правда. Грех тебе на жизнь жаловаться. Вот муж с тебя пылинки сдувает, подарки дарит. Вон, пальцы все в кольцах. Да это одно колечко только и есть, в старьевчика купленное. Ты что, и тебя не боязно? Ну, говорят, примета плохая. Чужие кольца носить. Всем спасибо. На сегодня занятие окончено. Жду вас завтра и прошу не опаздывать. До свидания. До свидания. Ах, гляньте, какие красавцы. Ну, какой тут театр? За ними глаз да глаз нужен. Здравия желаю. Здравствуйте. Любаш, как всегда, красавица. Лариса? Да. Разрешите обнять любимую жену? Сережка, а где Антон? Ты же его из Ясли должен был забрать. Подходящий. Я думал, мы вместе. Опять напутал. Побежали скорей. Увидимся, соседи. Жасто... Опять ты ведешь. Ну... Сережка, я все спросить хочу. Валяй. Скажи, тебе старик ничего про это колечко не рассказывал? Просто говорят, чужие кольца носить примета плохая. Ну, я особо не помню. Ну, кольцо это брату старика от их матери досталось. Она как бы клад нашла, и оно среди золотых монет было. Брат, когда на войну уходил, своей жене его подарил. Потом его снарядом разорвало, а у жены что-то с сердцем случилось. Тоже, видать, померла. Вот так оно и попало к старику. Любаш, не забивай себе голову ерундой. У каждого своя судьба, никакие кольца на это влияние не имеют. Прости, я, наверное, в бабе небылице заигралась. Скажи, что у тебя с отпуском? Ну, Стюфляев обещал через месяц. Здорово. А давай заедем к тете Ире по дороге? Угу. Ты предлагаешь заехать к твоей тетушке в Ярославль по пути в Пятигорск? Да, а что? Ну, как тебе сказать? Это далеко не по пути. О, видать, у кого-то двойка по географии была. Лейтенант Михайлов. Ну, все, все, все. Хорошо. У нас особенная география. Путь на Кавказ лежит через Ярославль. Знаменитый театр. Зайдем? Сереж, ты у меня самый лучший защитник государственной границы на свете. Подходящая. Кузьманов, знаешь, как это называется? Наглость. У тебя в этой одежде еще на танцы идти. Вот молодежь. Смену отрубил, потом еще и на танцовки. Дядя Коля, я весь год по вечерам в технику. А теперь там каникулы. Зато на заводе все вторые смены мои. Вот я палилку не могу ни в театр, ни в кино. Только танцы остаются. А что? Танцы – это дело. Дядя Коля, как бы что ни вышло. Нормально. Поговорят и разойдут. Как дела? Как Андрей Борисович? Ксюша? Да, нормально все. Ксюша ворчит. А батя на работе постоянно. Ты его, наверное, чаще меня видишь. Увидимся. Здороваемся. Серега, прости меня за сто выходку на свадьбе. Не в себе я был. Я понял. Я выпил прилично и… Стыдно в общем. Я все сказал. Забыли. Мир. Мир. Пойду я. Здравствуй, Полина. Здравствуй. Я говорил с Сергеем. Извинялся. Вот хотел быть перед тобой тоже. Ты извини меня. Я ты меня. Да тебе-то чего извиняться. Будем друзьями? Будем. Может зайдете как-нибудь в гости? Может зайдем. Ответа на приглашение не будет. Оля. Ну наконец-то. Ну что, идем танцевать до утра? До утра танцевать? После смены я не выдержу. Ну серьезно. Шучу, шучу. Пойдем. Устала? Есть немного. Да ничего, завтра воскресенье отоспимся. Уже сегодня. Ты знаешь, мне так хорошо, что даже страшно. Чего бояться-то? Жизнь долгая. Мы танцуемся еще. Обещаешь? Обещаю. Только ты мне в следующий раз предупреждай, что это не просто танцы, а соревнования. Ехать по тренировкам. Если бы я знала, что так будет. Не сдаваться же. Проскурины не сдаются. Пора заканчивать. И у нас наконец-то определился победитель. Это пара номер семнадцать. Подойдите сюда. Вот, держите. Поздравляю вас, поздравляю. Мы обязательно напишем о вас в местной газете. Спасибо. Ну, а сейчас пора спать. Всем спать. Скажите, сколько мы протанцевали? И вообще, который час, товарищ? Вы продержались четыре часа пятьдесят девять минут. Ну, а сейчас... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот зря мы вчера с этими танцами. Суп не сварим, продуктов нет, а уже почти полдень. Да ничего. Зато у нас грамота есть наградная. И вымпел. Вот так вот. Собирайся. Едем на завод. А что вы на таких будут? Война, Чеша? Война, Ксюша. Вот чего я сейчас точно не нужно, так это радовать. Саверином с вами. Ну, малыш, потерпи. Не плачь, мой хороший. Что случилось? Не знаю, наверное, живот подвело. Ну да, я думаю. Остановка многим не помешает. Война, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стоп машины! На оправку две минуты. Пошли! Как она? Плохо, Ваня. Плохо. Ну, ничего. Главное, жива. Быстрей, быстрей, быстрей! Ого, черт! По машинам быстро! По машинам, сказал! Быстро все по шину! Быстро! Ваня, Ваня, Ваня! Любой с Антоши нету! Поехали! Куда поехали? Ты же Сереже обещал позаботиться о них! Сейчас к чертовой матери! Вообще всех перестреляю! Нет, Ваня! Люба! Стой! Стойте! Подождите! Подождите! Стой! Так у вас, товарищ Артемьев, бронь! Какая бронь? Что за ерунда? Артемьев, Виктор Андреевич! Так откуда у меня бронь? Я что, ученый какой-нибудь? Временно не подлежит призыву, как работник железнодорожной отрасли. Понятно? Наша страна сейчас как никогда нуждается в специалистах-железнодорожниках, товарищ Артемьев. Да у нас в вагоноремонтном каждый второй специалист. Почему я… Ничем не могу помочь. Следующий… Я требую, чтобы меня отправили на фронт. Я не хочу отсиживаться в тылу! Так и напишите, Артемьев отказался от брони. Да ты что думаешь? Бронь – это конфета. Хочу-беру, хочу-нет. Если страна сказала, что ты нужен тут в тылу для работы, значит, будешь работать как меленький. Или я тебя прямо сейчас под трибунал. По законам военного времени. Ты меня понял? Я не слышу. Понял? Понял. Следующий. Значит, мы друг друга поняли, Андрей Борисович? Следуйте согласно инструкции, мы никакой самодеятельности. Разрешите? Извините, я зайду позже. А мы уже закончили. Это кто? Это товарищ из… ну, не те же машины. Ага. А что, в министерских тоже бронь? Тоже в тылу отсиживаться будут? Ты зачем пришел? Поблагодарить вас хочу, Андрей Борисович, за то, что пользуясь своим служебным положением, оставляйте меня в безопасности. Что это? Ты ничего не хочешь мне сказать, отец? Это не честно. Я молодой, здоровый. Отвечай, что это? Бронепоезд. Какая-то старая модель. Видимо, времен Первой мировой. Или Орел, или Сибиряк, я не знаю. Это Орел. Никто из твоих коллег не смог определить эту модель по чертежу. А ты смог. И ты останешься здесь. И не потому, что ты мой сын, а потому, что ты отличный инженер. Нам нужно модернизировать этот бронепоезд. И как только мы справимся с этой задачей, я снимусь с тобой. Договорились? Хорошо. Ну что? Завтра с утра на призывной. Ясно. Не переживайте. Служить будем вместе, так что забраться на твоем я посмотрю. А за тобой? Кто присмотрит? Так, отставить слезы. Вот, ровно через месяц мы вернемся, побьем немца и домой. Так, братишка? Так точно. Ну, вы тут прощайтесь, я и пошел. Николь, ты куда? С ребятами повидаюсь. Все. Ну чего тут? Сережка, мне так страшно. Никогда еще так страшно не было. Полечка, не волнуйся, все будет хорошо. Тихо, не волнуйся. Так. Ну, ты, 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 ты! Хозяева! Есть кто? Держи, держи, мой хороший. Держи, мамоньки. Тихо, 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 тихо. На, малышка, не хочу. Держи. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Есть кто живой? Оборот избавь, подавишься. Вовремя мы с зоны дропанули. Война. Дурак теперь искать будет? Дурак ты, малый. Мы вертухая завалили, а это ручка. Нам надо лахи скинуть, документы нарисовать и зырить в оба. Понял? Да. Главное, сейчас на мелочи не спалиться, а там как фарт будет. А может, мы здесь заночуем? Я на лежанке лягу, ты на полу. Не борзи, слышь. На лежанке я переночую, а ты на дросках там перекантуешься. Че там? Вон честное. Баба с рынкой в самом соку. Я б попробовал сейчас. Дай сюда. Дай сюда. Тихо, тихо. Не порежься. Ты малые слюни подбери. Решать их надо. Я бабу заболю, а ты малого. А, ну. Пять шняк свидетели не нужны. Ну, ничего. Чай не последняя баба. Стоять! Стоять! Топор брось. Ты че, Батья? Брошай топор! Все, все. Вот топор баба жители. Ты че? Вот. Дай сюда! Танька! Танька! А потом самолеты на нас напали. Мы заблудились, убежали, ваш дом нашли. А потом эти… Будь здоров. Спасибо, сестричка. Спасибо. Здравия желаю, товарищ капитан, разрешите обратиться? Позже поговори, меня в штабе ждут. Как там мои… Товарищ лейтенант, тут такое дело. Я тебя до дороги довезу, а там уже как-нибудь на попутке доберешься до Минска. Спасибо вам большое. Как ты мог, мразь! Послушай, Михайлов, началась бомбардировка, там было много женщин и детей, машина не могла ждать. А моя жена, а мой сын, ты убил их, тварь! Машина не могла ждать, да ты просто за шкуру свою испугал! Уйди к себе, лейтенант! Пойдите, остыньте. Мне действительно очень жаль вашей семьи. Жаль? Ты убил их, ну а тебе жаль, да? Так ты у меня за трибунал пойдёшь! Серёга, остановись! Стой! Приехали! Стой! 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 Пошёл! Давай, будь здоровым! Спасибо! Давай, будь хорошая! Спасибо! Люба! Люба! Мамочка! Мамочка! Ой! Маленький! Господи, я смотрю, ничего не поймут! Ты и не ты! Да вы откуда здесь? Сейчас всё расскажу! Хорошо ж ты такая! Пойдём! Что это на тебя? Пойдём! Идём, идём! Пойдём! Ты только вернись! Обязательно вернись! Обязательно! Если с тобой что-то я не смогу без тебя жить, так и знаю! Я вернусь! Обещаешь? Обещаю! Серёга, пора! Береги себя! А я туда и обрату, да? Ты меня только жди! Лёбушка! Может, всё-таки завтра поедете? А то с дороги не отдохнули совсем! И не поговорили толком! Нет, мать! Пусть сегодня едут! Нам спокойней будет! На словах тете Ире что-нибудь передать? Нет! Я ей всё написал! Пап! Надо все вместе ехать! Держи! Хватит из пустого в порожнее! Мы с матерью никуда не поедем! Здесь наш дом! И никакая мразь меня отсюда не выгонит! А вы идите! Идите быстрее! А то на поезд опоздаете! Ты береги себя, доченька! И вы с папой! И вы с папой! Началось! Бомба убей уже скорей! Давай! Давай! Уберите! Уберите! Падай! 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 Давай! Падай! Падай! Что ж вы стареете? Фигуал! Падай! Пώ Favorite! Падай! Все закончилось. Уходим, товарищи. Да что же это такое? А ты мой маленький, иди к ним. Да что же это вы? Что же это вы? Так же можно и ребенка потерять. Он же у вас маленький. Что же вы не следите за ним? А родители погибли. А теперь-то вы куда? В дом снаряд. Папа. Вот что. Знаете что? Я в Ярославль. К тете. К тете. Здравствуй, Полин. Здравствуй, Вить. Ну как ты? Как и все. А Сережа ушел на фронт. Я знаю. А ты как? У меня бронь. Да ты не подумай, я просто здесь, на заводе нужен. Дело одно важное сделаем, и я тоже на фронт пойду. Да я понимаю. Да извини, мне надо идти. Здрасьте, ребята. Здрасьте, товарищ Венком. Гражданка в Росковье. Вы меня преследуете? Ну что вы? Прошу отправить меня на фронт. Вы что, не работаете? Я отпуск взяла. Ну вот и идите домой, читайте романы. Товарищ Венком, у меня на фронте бывший брат. И я никуда отсюда не уйду, пока вы меня туда не отправите. Ладно. Завтра утром пройдете медосмотр, потом зайдете. Ага. Я выпишу вам направление на курсы санитарок. Закончите? Тогда посмотрим, что с вами делать. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Родные мои приехали. Ой, какой же ты большой уже. Я уже всякую надежду потеряла. Говорят, поезда бомбят, люди гибнут. Ага. Поезда переполнены. Нам просто повезло. Родители-ка. Чего с вами не приехали? Держи, Михайлов. Знаю, вроде не положено, но я и сам за семью даже генералу зубы пересчитал бы. Спасибо, братишка. Но я не курю. Тут одна шкура продажная сидит. И что? Сегодня вроде придет решение по трибуналу. Расстреляем. Бывай. Воды дай. В ведре. Не бойся. Я не предатель. Не замараешься. Спасибо. Что увидеть на мне хочешь? Говорю же, не предатель я. Да я не потому. Мы раньше встречаться нигде не могли. Могли. В Минске. Ты, лейтенант, у меня девушку увел. Был лейтенантом. А теперь рядовой. Слушай, так ты, Шура Ганнушкин, а Люба погибла. Ее одна сволочь на дороге под бомбежкой оставила. Я его потом встретил и... Врезал. А тебя разжаловали. И под трибунал. А мой взвод под обстрел попал. Все погибли. А меня землей присыпало. Немцы мимо проходили, не заметили. А я ночью к нашим пробрался. Меня в шпионы записали. Уже неделю сведения выбивают. Поскорее простреляли. А то нет сил эти пытки терпеть. А! Все подрены! Не вижу! Давай сюда! Давай, артистик, пойдем раненым. Нет, я Владимир Борженика. Я сам по себе и сам для себя. Слушай, ты! Пойдем, я сказал. Иначе что? По законам военного времени? В руки я тебя марать точно не буду. Сам сдохнет. Давай еще! Нет раненых! Все в порядке? Я могу идти? Вполне. Спасибо. Беременность пять-семь недель. Беременность? Как беременность? Что значит как? Ты же замужняя женщина. Небось знаешь, откуда дети берутся. Вот тебе направление и придешь на осмотр через два месяца. Держи. А на курсы меня возьмут? Какие сейчас курсы? Ты о ребенке думай. Питайся хорошо. Спи побольше. И мужа напиши. Обрадуй. А я так и не решил, чем хочу заниматься. Мать мечтала, чтобы на юриста пошел. Но я ей пообещал, когда умирал. Даже на юрфак поступил. Ну ничего. Вот война закончится. Доучишься. Станешь этим. А кем того становится? Да я не знаю, кем я хочу быть. Ты мечтаешь машину создавать. Маленьке нравится одежду придумывать. А я так и не разобрался, что мне по душе. Бывает. Рядовой Проскурен, рядовой Харламов, что у вас здесь за диспут? Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Говорите, рядовой? Да может третий день тут окопы роем. Надоело, если честно. Да? А знаешь, чем отличается солдат в окопе от солдата в чистом поле? И как нет? Я так и думал. Солдат в окопе живет дольше. В разы. Исполняйте приказ, рядовой Проскурен. Есть исполнять приказ. Сережа, любимый, родной, ты даже не представляешь, какая у меня для тебя новость. Помнишь, ты говорил, что мечтаешь стать отцом? Что ты постараешься вырастить своих детей самыми умными, самыми красивыми, самыми-самыми. Так вот, я ношу под сердцем твоего ребенка. И я очень счастлива. А вдруг зря роем? Может, погнали уже немцы, и до нас очередь воевать не дойдет? Да неплохо бы. Я бы тогда даже жалеть не стал. А что зря копало? С другой стороны, хорошо с войны героя вернутся. Будут в орденах, все девчонки твои. А тебе это незачем. Чуть незачем. Для любимой жены тоже охота героем быть. Сережа, я очень надеюсь, что ты вернешься еще до того, как родится наш малыш. Я почему-то не сомневаюсь, что у нас будет именно сын. В бою! Ребята, в бою! Карлану занять медицину! Раскурен на план! Серега, держись! Пусть Ванюшка еще не родился, но он уже очень ждет твоего возвращения. Возвращайся скорее. Хорошо. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Игорь, а где Серёжа? Игорь, где Серёжа? Нет. Нет. Этого не может быть. Я тебе не верю. Он же обещал мне. Он мне слово дал, что вернётся. Как же так? Как же это так? Я его накрыла прямым попаданием. Почти рядом со мной. Он обещал мне. Он мне обещал. Он же обещал мне. Обещал. Обещал. Поднимай его. Аккуратней. Тащи давай. Да куда убитый он? Давай! Говорю, убитый. Зря тащим. Зря, не зря. Не твоё дело. Хоть похороним по-людски. Не каждый могёт встать под пулями и вперёд. Я смотрю, ко взвода осень идёт прошила. Идут крик. Ура! В атаку! Кто такой, кумехаю, герой? Глядь! Это Серёга. Вперёд бежит и смерти не видит. Жаль парня. Пришёл на войну летёхая. Погиб рядовой. Мать честная, живой! Живой! Михаилов! Я тебе говорю, тяни! Бестолковая ты башка! С возвращением тебя, герой! Поехали! Сейчас поужинами спать. У меня поезд в пять утра. Ты ешь, я не буду. Что значит не буду? Будешь как миленькая. Старшего брата слушать надо. Я не могу есть. Я не могу жить. Без него. Я дышать не могу без него. Значит так. Слово я забуду. Теперь только вы, и ты, малыш. У тебя долг перед мужем воспитать проскоренную младшую. Война закончится, я буду вам помогать. Во всём. Чтоб Серёга смотрел на нас сверху и думал, какие молодцы. Какого правильного парня воспитали. Он обязательно будет похож на своего отца. И тоже будет любить автомобили. Стоим-то известным инженером и может даже изобретёт какой-нибудь необычный двигатель. Ты правда так думаешь? Разве может быть иначе? Только так. Держи. Ну что? Опять не пустили. Говорят, ты здесь в тылу нужен. А зачем я здесь нужен, Игнат Петрович? Ну зачем? Ну бронепоезд понимаю, мы его построили. Он воюет уже. Ну на кой я здесь нужен, Игнат Петрович? Мужики! Директора арестовали. Как? Сам видел, его в наручниках вели. Ты что несёшь? Ты что несёшь, гад? Да ты гад. А то и враг народа, как твой папаша. Всё, хватит, распетушились. Петька, толком говорю, что случилось? Сказали, директор диверсант. Бронепоезд, который он строил, никуда не годный оказался. Что за бред? Что за бред этого быть не может? Я сам работал над этим поездом с отцом, я сам. Так может это ты нам расскажешь, как вы здесь с отцом предительством занимались, а? Ты тихо, тихо! Руки не распускай. Кому надо во всём разберутся. Не виновен, так отпустят, а виновен по закону военному времени. И ещё, я тебя от инженерной работы отстраняю. Походишь в рабочих, а там разберёмся. У меня брат рукопашкой погиб. Цепился с зубами в горло немца и погиб. А я? А я здесь при чём? Узнаю, что Фрисом помогал, я тебя своими руками предушу. Товарищ капитан, рядовой Михайлов по вашему приказанию прибыл. Вольно рядовой. Ну, как самочувствие? Нормально, товарищ капитан. Я везучий. Военврач сказал, другого убило бы, а у меня лёгкая контузия и пара царапин. Я подал рапорт на представление о вас к награде. Служу Советскому Союзу. А товарищ капитан гадательствует о восстановлении вас в звании. Шансов немного, но они есть. Почему не приветствуете старшего по званию? Виноват. Здравия желаю, товарищ капитан. Это от вашей жены. Они приходили на адрес нашей прежней части. Судя по штампелям. Живы? Оба живы. Спасибо вам, товарищ капитан. Ты меня как будто с того света. Спасибо. Ну, читай, читай. Дорогой мой Серёжа, как ты? Почему не отвечаешь на мои письма? Я не знаю, где ты и всё ли у тебя в порядке. У нас всё хорошо. Мы живы и здоровы. Нас приютила тетя Ира и помогает во всём. А я продолжаю искать работу. Антошка уже богатырь. Много гуляет и хорошо кушает. Давай. Вот, молодец. Я очень скучаю по тебе. Иногда просто не могу найти себе места. Помни, главное, мы любим и очень ждём тебя. Возвращайся. Целую. Твоя Любаша. Идите, идите. Давайте. Дальше, дальше. Это хлеб для вас, свиньи. Отставить, я сказал! Что? 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 Фамилия? Рядовой Иванов. Значит так, рядовой Иванов, берёшь хлеб и раздаёшь каждому под два куска. Понятно? Ну, понятно. Давай, потом разберёмся. Мы же, люди, ребята, ну… Торшинодела, говори! В очередь! Да. Вот, держи. Спасибо. Рядовой Сергей Проскурин. Торшина Артём Кухарьков. Откуда будешь? Кременчук. Ну, а я с Алтая. Будем знакомы. Так, в плен попал. Ранили в бою. Очнулся в госпитале. Немецком. Откуда? Потом сюда забрали. Сам бы ни за что не сдался. Лучше бы сдох. Не пари горячку, боец. Мёртвухи без тебя хватает. А ты пока живой. Надежда есть. Вот чтоб мне не говорили, я себе знаю. Андрей Борисович не враг. Такого человека хорошего посадили. Вот как им не совестно? Вот, ей-богу, была бы моя воля, я бы такой скандал закатала им. Их скандалами не удивишь. Ксюша, сядь. Чего? Меня разжаловали. Я просто рабочий, и зарплата у меня другая. В общем, платить мне тебе больше нечем. Если надо, ты оставайся, живи. Но убирать и готовить больше не нужно. А ну, не делай мне нервы. Пусти, Виктор. А ну, пусти. Удумал. Вы ж моя семья. Спасибо тебе, Ксюша. Только я все равно на фронт уйду. Броня закончилась, я не инженер больше. Пойду в военкомат и буду сидеть, пока направление не выдадут. Окей. Ой. Здравствуй, Полина. Здравствуй, Вить. Ничего, если я тебя провожу. Давай, я помогу. Меня отца арестовали. Я слышала. Я не верю, что Андрей Борисович враг. Многие не верят. Спасибо. Правда, спасибо. Ну, а как там Серёга? Что пишет? А Серёжа погиб. Витя, нет ничего страшнее, чем терять близкого человека. Я это точно знаю. Понимаешь, он погиб в первом же бою. Он ведь даже ничего не успел. Я не понимаю, почему. Почему, Витя? Я не знаю, Полинка. Я знаю, что знаю. Что моё отношение к тебе не изменилось. И если я вдруг… Если такое возможно… Это невозможно. Ясно. Спасибо, что проводила. А отца твоего обязательно отпустят. Вот увидишь. Разберутся во всём и отпустят. А, чёрт. А ну, тихо. По глазам вижу ничего хорошего. По глазам вижу ничего хорошего. Ну, а в театре работы пока нет. Зато у меня для тебя есть кое-что. Дорогая моя Любаша, я получил все твои письма. Такое счастье, что вы с Антошкой живы и здоровы. Когда мне сказали, что вы погибли, я чуть с ума не сошёл. Поэтому дурак такое не писал. Я очень скучаю. Каждую свободную минуту думаю о вас с Антошкой. Мысль о том, что мы скоро увидимся, что я вас обниму и прижму к себе, греет мою душу и не даёт ей зачерстветь. У меня всё в порядке. На опасные задания нас не посылают. В основном сидим в окопах и ждём боя. Поэтому не волнуйся, милая моя. Скоро мы победим. Я вернусь домой. И мы больше никогда не расстанемся. Твой рядовой Сергей Михайлов. Живее, живее, свиньи! Герпеткер, вам не обязательно было проделывать столь длинный путь. Мы могли сами прислать их вам. В прошлый раз вы прислали мне сплошных коллег, дорогой Йенс. Этот. Лучше один раз прокатиться сюда и отобрать материал самому, чем снижать темпы производства. Этот. Этот за троих сойдёт. Берём. Внешне он, конечно, хорош. Но что он может с таким ранением? Двенадцать секунд. Неплохо. Его я не возьму. Его ранение мне не нравится. Не возьму. Вдруг он уже инфицирован. Нет, последний. Этих на погрузку. Остальных расстрелять. Слушаюсь. Пошёл, пошёл, пошёл. Поп, 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 поп. Янс, извините, господин Петке. Жаль, такой экземпляр пропал. Ладно. Этого, который раненый! Ко мне! Проверим этого еще раз! А этих расстрелять! Вперед! Вперед! В первые дни сентября немецкие войска начали активную подготовку к форсированию реки Днепр в районе Кременчуга. Был взорван железнодорожный мост, а сам город постоянно подвергался бомбежкам и обстреливался артиллерией. Силы были неровны, и советские войска вынуждены были отступить. 9 сентября 1941 года фашисты вошли в Кременчуг и установили в нем жесткий оккупационный режим. Виктор Андреевич, вы не очень торопитесь? Ну, во-первых, привет вам от отца. А во-вторых, давайте пройдемся, есть дело. Дыши, 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 моя девочка, дыши. Ну, Дуду. Хорошо, еще, еще. Умничка, умничка. А ну, давай сильней, сильней души. Давай, давай. Тушься, тушься. Давай иди. Вот так же. Дыши. Хорошо, еще, еще. Умничка. Пама! Просыпаемся, мамаша? Молодец. Хорошего парня родила. Скоро кормить будешь. А чем? С собой, дуреха. На сережку похожа. Ну, ну, не плакать. Молоко перегорит. А малыш от тебя чайник соленой водички ждет. Скоро война закончится. Вот и вырастешь ты в стране такого парня, как был его папка. Хороший. Хороший. Маленький. За всякое судействие большевика и за причиненный вооруженным силам рейха Ушчев, виновные будут подвергнуты смертной казни. Что скажете, Гирхан? Способны мы с этим оборудованием решить поставленную задачу? Не уверен. Станки устарели. И квалификация персонала вызывает сомнения. Странно. По нашим данным, бронепоезд «Богатырь» был выпущен именно этим заводом. И совсем недавно. Пригласите того, кто работает на этом станке. Кто есть работал, эта машина подойдет. Вы будете наказаны. Всякий второй из вы, если не подойдет. Я прошу прощения, на этом станке мы еще не работали. Неплохой немецкий. Кто это мы? Мы — это я и мой отец. Я был инженером на этом заводе. А отец — директором. Моего отца большевики обвинили в подготовке диверсии и арестовали. Интересно. Пойдемте со мной. Пойдемте со мной. Оставить ребенка здесь. Что? Оставить ребенка здесь. Но еще три дня назад мы не разрешали держать сына у себя. Я его не оставлю. Я посмотрю за ним, не бойтесь, я умею. Иди, мой дорогой, иди. У нас тут пока вываленные порядки поменялись, а этот вообще второй день здесь. Давайте мне. Его Ваня зовут. Я знаю, когда кормить. Через час. Я принесу, идите. Спасибо. Здрасте. Чехлы шьем для их машин. Они нашей зимы боятся. Они моего мужа убили, а я им чехлы буду шить. Мужа убили, а ты живи. Сколько раз можно говорить? Живи ради самой себя и ребенка. Он же без себя не сможет. А шить все равно найдется кому. Так что давай работаем. Подтягивайте. Добрый вечер, Коленька. Отработала? Добрый вечер. Да. Ой, тяжело тебе. Это этой. Гальке, про фурсетке. Работать ей не надо. Здрасьте. Добрый вечер. Кобели с Аней. Прокорм тащит. О, зараза. Ну куда? Ну куда пошел? У нее ребенок маленький. А, 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 а. А на тебе надо? Я же лучше, да? Это мне? Как милая. Обожаю шоколад. Маленький. Маленький. Катерик, сыночек, мама что-нибудь придумает. А кто у нас тут такой фердитый? А, ну не надо. А ну не ругайся. Не ругайся. Опять температурит. Посмотри, что он. Ну я же иду. Жить? С продовольствием у нас, собственно, беда, подружка. А тебе мальца кормить надо. Словом, вот, шоколад. Держи. У меня муж на фронте, поэтому я буду немецкий шоколад съесть. Ну и дура. Ты вот что, ребенка в госпиталь неси, пока не поздно. Говорят, там еще несколько врачей наших осталось. Поверьте, что делают те русские. Добрый день, господин инженер. Мы с вами так толком не познакомились. Я новый директор завода. Майор Петер Краузе. Виктор. Очень приятно. Виктор, я еду в госпиталь навестить брата. Его ранило во время штурма города. Не хотите со мной прокатиться? Мне нужно работать, господин Краузе. Ничего страшного. Я попрошу главного инженера не наказывать вас за отсутствие на рабочем месте. Какой фашист? Какая же мразь, как его папаша. Придет время своими руками, задушу гниду. Буду откровенен. Поначалу вы мне не понравились. Мне показалась вы выскочка, который хочет сохранить свое место при новой власти. Но потом я навел справки. Ваш отец посвятил этому заводу всю свою жизнь. А с ним обошлись по-свински. Вы должны ненавидеть власть большевиков. Ее многие ненавидят, господин Краузе. Да. Потому как ожесточенно сопротивляются ваши солдаты, этого не скажешь. Солдаты верят тому, что говорят их командиры. С тех пор, как эта власть арестовала моего отца, я не просто ее ненавижу. Я буду мстить ей до конца своей жизни. Я рад, что у некоторых своя голова на плечах. А скажите, друг мой, не хотели бы вы стать заместителем главного инженера? Фактически, вы будете руководить производством. Доктор? Что случилось? Нет-нет, ничего. Я потом поправлю. Ждите меня здесь. Хорошо. Ну что же делать? Горячий. Ну все маленький, все. Мама сейчас придумает что-нибудь. И чтобы он не говорил, не больше пяти кубиков. Вы меня поняли? Доктор, помогите, пожалуйста. У меня сын заболел. Тише. Давно у него жар? Со вчерашнего вечера. Горло смотрели? Да, очень красное. Похоже, у него ангина. Нужен стриптоцит. У вас есть? Нет. А у вас? Помогите, пожалуйста. Я, я не могу вам его дать. Стриптоцит подотчетный только для немецких солдат. Давайте ему побольше теплой воды. И если есть трава, лаванда, ромашка, бузина, есть? Лаванда? Я не знаю. Доктор Терентьев, пациенты вас ждут. Быстрее, пожалуйста. Простите. Не плачь, не плачь, пожалуйста. Благодарю вас за оказанную честь, господин майор. Я сделаю все, что смогу. Вот и хорошо. У вас будет приличная зарплата. Автомобиль. Водитель. В общем, все, что положено. Охотно приму все, кроме водителя. Я, знаете ли, сам люблю крутить баранку и копаться в моторе. Вот что значит настоящий инженер. Иногда с посторонним человеком чувствуешь себя комфортнее, чем со старым другом. Вы не против, если мы будем чаще общаться? Просто. По-дружески. Вы окажете мне этим большую честь, господин Краузер. Очень хорошо. Подождете меня, друг мой? Это займет не более двадцати минут. Хорошо, господин Краузер. С вами приятно иметь дело, господин заместитель главного инженера. Мне не нравятся эти симптомы. Когда будут готовы анализы, мы сможем уточнить диагноз. Что там такое? Что вы здесь делаете? Кто вы такая? Извините меня. Я случайно зашла. Я думала… Как ты тут оказалась? Сюда ход строго распрещается. Моя новая пассия. Первый раз в госпитале. Я все понимаю. Но в следующий раз я ее просто прикажу расстрелять. И правильно сделаете. Вы понимаете, что вы творите? Уходите немедленно. Простите меня, ну что же мне делать? Убирайтесь вы к чертовой матери. Из-за вас нас могут расстрелять всех. Тихо, тихо. Полина? А что ты здесь делаешь? У Ванюшки ангина нам нужен стриптоцит. А его дают только немцы. Стриптоцит? Виктор! Пойдем со мной, мой друг. Мне нужно бежать. Но я что-то придумаю. А! Вась, она, она может. Ух! Ватюшка! Ватюшка! А! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень выносливый солдат... Самое интересное, что ты в лагерь пришел, и много ранений, и очень быстро зажило... В чем секрет? Не знаю... Всегда так было... Все они так говорят... Интересно... Никогда не болят... Очень хорошо... Очень хорошо... Итак... Едем... Все в машину... Все... Быстро... Все... Что тебе нужно? Все... 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 Что это за машина, на которую я тебе приехал? Какая машина? Нет там никакой машины? Ксюша, давай ужинать! Ладно? Кого там нелегкая? Виктор, друг мой! Мне решительно не с кем разделить эту выпивку! Не составите мне компанию! С удовольствием, господин Краузо! Добрый вечер, фройлен! Уютно у вас! Вас что-то тревожит в последнее время! Что вас беспокоит? Что случилось? Это личное, господин Краузо! К работе отношения не имеет! Тогда... За вас! За ваше продвижение по карьерной лестнице! И за решение всех личных проблем! Данке! Спасибо, господин Краузо! Извините! Ксюша! Погоди! Ты куда? До себя, у деревни! И что это на тебя нашло? Ночь на дворе и вообще-то война! Война... Вить, ты же меня знаешь, дура! Я то, что думаю, то и говорю! А то кривить не приучено! Я тебя не понимаю, Ксюша! А что ты теперь на фрицах работаешь? Как там они кажут? А то все дырзань! Погоди, 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 постой! Вить! Вить, прошу тебя, иди до дома, сейчас простудись! Погоди! Признайтесь, Вики! Ваши проблемы связаны с той молодой женщиной, которую вы встретили у госпиталя? Да! В какой-то степени! Это был ваш ребенок, Вики? Нет! Нет! Хотя... Мне бы этого очень хотелось! Если хотите, мы можем заставить ее! Заставить быть с вами! Говорите имя, фамилию, где работает! Спасибо, господин Краузе, но... Петер! Вики! Вне работы! Я для тебя Петер! Хорошо, да? Петер! Но никого заставлять не нужно! Почему, Вики? Ты знаешь! Я для своих друзей готов на все! Потому что эту женщину невозможно заставить! Сейчас ты начнешь говорить мне о загадочной славянской душе? Да? Нет, нет! Давай лучше выпьем за победу, Петер! А это прекрасная идея! За победу! Петер! Петер! На меня! Итак, вирусная инфекция спровоцировала менингит! Стоп! Давайте следующего! Пошел! Давай! Шевелись! В стене! На меня! Итак, создание универсальной вакцины для борьбы с инфекционными заболеваниями выходит на новый уровень! Организм этого пленного легко справился с введенным нами вирусом! Итак, на этот раз я введу двойную концентрацию вируса! Посмотрим, как его организм на это отреагирует! Итак, начнем! Организмом! Организмом! Вернин! Олень, лучше бы тебе с Ванькой ко мне переехать! И хозяйка бы в доме появилась! И условия там, и в пример этих! Ты же понимаешь, что это невозможно? Но в этом нет ничего предосудительного. Здесь все-таки коммуналка, сквозняки, люди разные. А у меня отдельная квартира. Вот именно. Ну все, маленькие. Полин, я иногда целыми днями дома не бываю. Да и могли бы жить в разных комнатах. А что я на работе скажу? А ничего не надо говорить. Просто увольняешься, и я тебя оформляю как домработницу, и все. То есть это я с Ванечкой целый день могу проводить? Ну да. Доброго денечка. Ох, запахи у вас какие. Да военные. Приходите, Лидия Никеевна, к нам. Будем борщ кушать. Благодарствуем. Мы чайком. Чего уж там. Ух ты, тушенка немецкая. А что же ты шоколадки мои обижала? Или на симпатичных мужиков принципиальность не распространяется? Не говорите глупостей. Я воль, хэр инженер, я ухожу. Ой, Господи. Ты, Полюшка, не серчай на меня, если я лишнего сболтну. Но не гоже за консервную банку душу продавать. Это с нее, как с гуся вода. Она еще до немца свою душу заложила. Господи, стыдно-то как. Не приходи больше, пожалуйста. Зиквид Хаген, Мальмстрем под парами и готова вырваться на свободу. Во многом благодаря тебе, Виктор. Не буду скромничать. Я действительно приложил к этому руку. Командование очень рассчитывает на эти поезда. Наш контрудар по русским, советским войскам будет ужасен. Наши поезда устроят ад в тылу врага. Да. У нас получились хорошие машины. Каждый может без захода домой вести бои два месяца. Я не могу вручить тебе железный крест. Но у тебя есть моя дружба. И вот эта бутылочка настоящего шотландского виски. Только не спрашивай, откуда она у меня. Дальнейшую работу мы, ты и я продолжим на заводах Круппа в Германии. Такого я никак не ожидала. Я горжусь нашей дружбой, Виктор. Я тоже, Петер. Когда едем? Дня через три. Можешь пока отдохнуть и собраться. Спасибо. Майор Артемьев. Хай, Гитлер. Хай. Гитлер. Гитлер. Ну, что я говорил? Феноменально. Вы хотите сказать, что мы сможем создать вакцину для лечения инфекционного менингита? Вот именно, коллега, вот именно. Но не только это. Со временем мы сможем победить многие смертельные инфекции. Проведем контрольный эксперимент. И если результат будет такой же, тогда я буду готовить шею для железного креста. Итак. Вы можете гордиться, быть солдатом, гордиться. Вы работаете для немецкого Великина. Ваша кровь помогает немецкий солдат, не умирает от смертельных болезней инфекции. Гуд. Все гуд. Терпеть. Терпеть, солдат. Терпеть. 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 Кузьма, хватит курить за мной. Глянь, рожа какая довольная, пупыль фашистская. Руки сейчас с опрекундочить будем. Ничего, скоро наши придут, там ему стенка. Да. Хорош! Что это? Вовтором Зигур, Ванула! Вовтором Зигур, Ванула! Девчонки, девчонки! Господи, перерезай. Филиза, Филиза держи. Надо руку перерезать. Батый, неудобный. Да, да. Давай. Что он будет? Бронепоезда немецкие. Три штуки. Клочья. Электрика убила, двоих наших ранила. Немцы стрелять начали. Всех задерживают. То смолк убежал. Говорят, сынок Артемьева диверсию устроил. Его уже ищут. Как думаешь, ангелы нас примут? А? Бабка говорила, что все, кто за родину умер, все в рай попадают. А мы ж за родину… Да тихо ты, не каркань. Живо пока. Давай сейчас через ворота на задний двор, а там рукой падать. А это что такое? Еще вчера его си снимала. Стоять, Артемьев! Руки вверх и медленно поворачиваемся. КОНЕЦЕЛЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кореш Масенька-то цепил. Увидел, что ворота не заперты, решил, что непорядок. Старший полицей рвется. Говорит, немец старые грехи спишет и в новую жизнь на усваивать выдаст. Сенька, это который мелкий? Ему Серега Проскурин однажды уже выписал путевку в жизнь. Он и тебя, гнидуб, пожалел. Молчать. Руки, руки не опускать. А Серега твой хорош, кореш. Правильный. Нету его больше. Нинца убили в первом же бою. Лицом к стене оба. Живо! Шнелло, шнелло! Быстрее, быстрее! Абискат. Изрядно молчишь. Мы знаем, что Артемий Франелий поздно сюда придет, и мы его возьмем. А тебя, с твоим подстрелом, мы расстреляем. Но если ты скажешь, я его найти, шанс выжить у тебя есть. Значит так, в памяти Сереги, о друге твоем. Валите отсюда оба! Не поминайте рыжего лихом. Стой! На, вот пригодится. Ну, рыжий, спасибо. Будь здоров. Пустья, где он? Пустья, где он? Ленах. Готов. Внимание! Германское командование разыскивает преступника и убийцу немецких солдат Виктора Атемьева. Кузьма, у меня дело еще одно есть. Жди меня на выходе из города у разрушенной водокачки. Витька, не дури. Знаю твои дела. Нельзя, к ней там точно засада. Ну чего ты раскудатался? У них пожар на заводе, цеха горят. Ты думаешь, они в коммуналке будут за засаду устраивать? Ладно, пошли. Что значит пошли? А то и значит. Либо вместе, либо никак. Выбирай. Тем более у меня тоже пистолет есть. Убедила. Давай. А как там Татьяна? Детишки уже большие. То, что нам помогало, зато тебе одного спасибо сказано. Мне теперь эти рекомендации требуется. Так что сиди молча и не доводи до греха. Тебе совесть не мучает, Сень? На себя погляди. Вижу и глазом Марлюк не успела, как нового кобеляся завела. Давай. Только не говори. Разбудила? Нет, нет, мы не спим. А, ну, Латышке, коробок спичек дай, и я завтра два верну. А то моего Ромео зажигалка сломалась, а он-то курить хочет, что уже наше матом ругается. Сейчас, погоди. Спасибо. Спасибо. Молодец. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Идем на улицу. Гулять. Ах, этот вечер. Давай. Давай. Это ты сдала Артемева? Божий диванчик. Какая же ты, мразь! Имена. Адреса. Явки и пароли. Кто тебя завербовал? С кем ты выходишь на связь? Какие еще диверсии готовили? Хватит. Прекратить. Выйди, Вольф. Я тебе доверял, как своему другу. А ты предал меня. Почему? Теперь меня вызывают в Берлин. Там будут решать мою участь. Хорошо, если все закончится отправкой на фронт. И это все из-за тебя. Выграйся! Что это? Ты это понимаешь, свинья? Бей этого русского. Пока он нам все не расскажет. Давай. 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 Ести'я! Ести'я! Угу. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наклималась? Сеньку хотела на тот свет отправить, да? Стрелять научись, дура! Ничего, сейчас мы тебя с твоим кобелем в гестапо доставим, они вас там быстро в чувства приведут. ГОВОРИТ ПОЛЬЮЩАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ ПОЛЬЮЩАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ ПОЛЬЮЩАЯ МУЗЫКА Ауа, ауа! Линь, канаты! Чумбина! Бензи, Касили. Погapi, кружок, ordinate! Брось вольца! Пристрелю! Держись! Чего? Пошла! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. Время немецко-фашистских захватчиков победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Как вы себя чувствуете, товарищ Михайлов? Хорошо, спасибо. Вовремя я проснулся. Такая радость. Я вас поздравляю с победой. Кстати, ваша гимнастерка уже совсем никудышнее. Мы вам раздобыли новую. Спасибо. А, вот и доктор. Так, так, так. Ну что же. Так, сколочное ранение средней тяжести, но слегка задит позвоночник. Значит, придется вам еще у нас поваляться тут приличное время. Да, но есть и хорошие новости. Предписание о демобилизации раненых. Так что у нас тут подличность хорошенько. Ну и поедете домой. Прямо домой. К семье, товарищ Михайлов. Ну, кажется, ничего не забыл. Ну что, Калин, давай прощаться. Ну почему? Ну почему ты не хочешь меня взять с собой в Германию, Мишенька? Ну сто раз уже говорили. У меня эту работу тесть выхлоптал. А я поеду не с женой, а с любовницей. Ты себе как это представляешь? Все, Галь, иди домой. У меня еще важная встреча. С мужиком. Не дуйся. Я вернусь и заберу тебя в Ярославль. Обещаю. Все. Все, иди. Слышь, Малыш, жди здесь. Чего, я с тобой пойду? Ты еще права катить будешь? Я тебе голодного подобрал? Дать заработать пообещал? Так вот, рот закрой и жди меня. Входи. Что, вложили тебя, предатель, со всех сторон? Слыхал, слыхал. Ты свои изделки брось. Можешь помочь, давай. А нет, Офидерзейн. Ты кому ультиматумы ставишь, урка? Поможешь в одном архиважном деле, считай, реабилитировался. Нет, завтра же в тюрьму. За сотрудничество с немцами. Уяснил? Уяснил. Ну, вот и лазушки. Теперь, слушай, сюда. Я еду в Германию. Моя задача сформировать и отправить в союз состав с трофеями. Это пока понятно? Так вот. Один вагон должен исчезнуть в пути на нашей территории. Ясно? Ясно. Это что там добро? Ну, это вообще не твое дело. Сделаешь работу, получишь за нее. И, как ты говоришь, Офидерзейн делает непростое. Поэтому слушай и запоминай. Пригородный поезд «Болтава-Кременчук» задерживается на сорок минут. Внимание! Пригородный поезд «Болтава-Кременчук» задерживается на сорок минут. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Серега! Игоряк! Живой! И ты живой, братишка! Как я рад! Где Поля? Поля! Сейчас, я только чайник поставлю! Давай! Она на работе? Нет. А где? Не знаю. Ну, ты можешь нормально-то сказать. Тут такая история. Люди говорят, еще в 42-м ее увезли в гестапо вместе с Виктором Артемьевым. Но ходят слухи, когда их везли, на немцев напали партизаны и всех отбили. И Виктор, и Полинус. С кем? С другими пленными. Она жива? Да не знаю я. Что ты мне душу на куски врешь? Я искал и продолжаю искать. Только мне это все кажется бесполезным. Почему бесполезно? Если никто не видел, что ее убили, значит она жива. Я ее найду. Да негде ее больше искать. Ты пойми, негде. Не хочу понимать. Ты что-то знаешь, мне не говоришь, Игорь. Я ничего не знаю. Я сделал все, что мог. Ты мне веришь? Верю. Я просил всех свидетелей. Пережил все архивы. Все, что после себя оставили немцы, когда в спешке убегали. Прошел путем, по которому шел обоз с пленными. Поговорил со всеми, кто мог их видеть. Ничего. Шансов нет? Шансов нет. Вот ведь как странно человек устроен. Всю войну прошел, Андрей Борисович. Столько горя видел. А сердце радости победы не выдержало. Знаешь, самой большой трагедией для него стал арест тогда, летом сорок первого. Подожди, но ведь это же была часть операции, чтобы немцы тебя к себе подпустили. Или я что-то не понимаю? Да все так просто. Отец тогда в свой адрес столько проклятий выслушал. Очень он переживал, что его предателем считали. Пойдем. Да. И последним финишную черту пересекает двухдверный седан КИМ-1050. Мы поели, мы молодцы. Ступай умываться, молодец. Ничего, что мы его почти в четыре с ложечки кормим. Да нормально. Мой дед меня он до пяти лет кормил, пока отец ему не запретил. Я, кстати, на отца тогда сильно обиделся. Ну, впрочем, я на него всю жизнь обижался. Дурак. Ванечка был очень привязан к твоему отцу. Папа его тоже любил. Никогда не забуду, как мы голодные, замученные, сидели в лесу у костра, а Виктор Андреевич держал его на коленях и пел какую-то свою колыбельную. Мне сразу стало так тепло на душе. Поль, ты счастлива? Да. Миллионы людей после этой войны остались ни с чем. Одинокие, похоронившие всех, без крыши над головой. А у меня все это есть. Благодаря тебе. Ты добрый, сильный, надежный. Экспортная модель. Экспортная модель. Витя. Я ведь о такой мечтала. У меня столько идей и задумок. Спасибо тебе большое. Спасибо. Если папа нам не пишет, значит он скоро приедет. А я тоже так думаю, сыночек. Видишь, у тети Маши из первого подъезда муж тоже пока не пришел. Вот ты так с папой тоже будешь ходить. Да, хотелось бы. А тебя папа на шею посадит. Зачем это? Я уже большой. А знаешь, как папа на войне устал? Мама, мамочка! Все хорошо, сыночек. Сейчас. Сейчас отпустят. Я просто с утра не покушала, голова немного закружилась. Просто страшно мне стало, понимаешь. Опять в лагере, только в нашем уже. Ты им попробуй докажи, что ты не завербован, что ты не предатель, что не сотрудничал. Как я это докажу? Я этих лагерей столько сменил. Уже никого не осталось, с кем я в плен попал. Ну и же мое слово. Ты воевал, и я же знаю, что ты не предатель. Но ты же не виноват, что тебя ранил. Воевал в сорок первом, Игорь. А четыре года где я был? Нигде. Ты знаешь, мне этого не понять. Была война, смерть, страх. Люди в немецких лагерях такого натерпели, что некоторым даже и в окопах напередки не снилось. И что же им теперь судить? Если надо, могу помочь с документами. Чистыми. Нет, я не хочу. Я без Поленьки все равно в этом городе. Жизни нет. Поеду в Ярославль, отдам документы этой жене Михайловой и сдамся к командатуру. В первую попавшись. А там. Вообще-то, многие после проверки вернутся к нормальной жизни. За тех, кто не вернулся. Ты говорил, Полину с Виктором вместе арестовали, да? Ну да, ведь его сначала в нашем городе предателем считали. Он же фрицем на заводе диверсию устроил. Три поезда к чертовой матери. А у них ничего не было, Эль. Не, ты что такое думал? Даже и думать перестанет. А Полинка, она как ребенка хотела. Сколько детей не родилось из-за этой войны. Все, давай ложись спать. Ты на кровати, а я на раскладушке лягу. Какое вероломство! Кто вас покинул? Кто обидеть мог? Или забылся ты? Здесь, сейчас! Позвать священника? Ступай за мною! Уже ли ты расстанешься с женою? С женой? Посмей солгать в ответ! Ты ей супруг! Нет, мой герцог, нет! Стоп! Хватит на сегодня. Люба молодец. Круглов тоже ничего. Я могу идти? Да, можно, душа моя. Игнатова, Катя, это никуда не годится. Ну, ты же любишь Цезареву. Он твоя мечта. А ты разговариваешь с ним, как с дворником соседней улицы. Все, все свободны! Репетиция закончена. Ура. А Любка-то наша молодец. Свалилась не пойми откуда. Место чужое в трупе заняла. Не завидуй, Катерина. Тебе все равно прямой не бывать. На это мы еще поглядим. Любаш! 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 Да, Саша. Давай, куда-нибудь сходим вместе. Ну, там, не знаю. В кино. Или в парк какой-нибудь. Просто прогуляем. Саш, ты забыл, наверное, я замужем. Я помню, но... Что? Он вернется? Я точно знаю, вернется. Так, дедушка, проходите вагон. Скорей-скорей, отправляемся. Поезд Кременчук-Ярославль отправляется с третьего пути. Повторяю. Поезд Кременчук-Ярославль отправляется с третьего пути. Счастливой дороги. Время! А при этом, ёпциозная пятая. Повторяю. До новых встреч! Смотри, симпатичный какой! Я с меня, Девушка. Они подскажутся, как найти пятую железнодорожную улицу. Почему не подскажет? Это сразу за углом. Серый дом, третий. По левой стороне. Спасибо. С победой! Здравствуйте. Здравствуйте. А мама дома? Нет, мама на работе. Проходите. А что же это вы, молодой человек, дверь всем под вред открываете? Я думал, это мама. Я кушать хочу. Кушать? Ну давай, что-нибудь придумаем. Где у вас тут прячется еда? Там же, где я у тебя. На кухне. А ты что, всегда дома один? Нет. Когда-то я с бабой Ирой сидела. Но она умерла. И я начал в садик ходить. Но он сегодня не работает. Почему? Ты что? У нас же коклюш. Ой, прости, брат. Не знал. А где ты так долго был? На войне? Да, на войне. Я так и знал. И маме говорил. А вот мы и попались. Антош, я дома. Мама! Мама! Ну ж папа с войны вернулся! Серёжа! Люба! Вы только не пугайтесь. Я знал вашего мужа. Антон, иди в комнату. Он ранен. Ваш муж спас мне жизнь. Ваш муж спас мне жизнь. Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Сейчас, сейчас. Что ж такое-то? Командир! Помоги, в больницу надо. Так, а я не могу. У меня начальник в царюлю пошёл. Марафет домой. Ну, какой ты марафет? Ты не вешёлая кубовка. Открывай, открывай давай. Ладно, давай. Может успеем? Давай. 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 Мне не нравится ее сердце. Нужно провести тщательное обследование. Если приступы повторяются периодически, это очень серьезная проблема. Мы оставляем ее у нас, а завтра утром мы начнем обследование. Я могу чего-нибудь помочь? Я пока не знаю. Но в любом случае вы должны быть с ней нежным, ласковым. Следите, чтобы она не нервничала. А все остальное постарается сделать медицину. Я могу прийти завтра? Что значит могу? Вы обязаны чувствовать заботу близких для нее, как дышать. До свидания. Всего хорошего. А когда она проснется, передайте ей, что с сыном все будет в порядке. Я за ним присмотрю. Хорошо, передам. А еще я ей скажу, что ей очень повезло с мужем. Антош, ты где? Папа, я тут. Антош, ну ты почему дверь не закрываешь? А наша мама не умрет? Маша? Ну нет, конечно. Ты что? С мамой все будет хорошо. Ты мне больше никуда не уедешь. Правда, папка? Ну, скажи, не уедешь? Она без тебя умрет. У нее сердце слабое. Я знаю. Пожалуйста, не уезжай. Все еще. Опять потери? В общем, какие? Значит, будем переделывать сердечник якоря? Да дело не в сердечнике. Здесь ободку надо менять. Бандаж другой ставишь. Не вон. Миктор Андреевич, пойдем делаем. Играешь. Не играй. Ну, генератор еще не закончили. У нас проблемы со мной. Да ладно тебе с этим генератором. Пойдем. И кассочку оставь. Продолжайте без меня. Пойдем, пойдем. Попробуем еще раз. Просто я тебе перебрасываю на более важную участок работу. Доброе утро. Доброе утро. Да куда уж важнее. Стране как никогда нужны большегрузы. Вить, помнишь, что я тебе сказал, когда мы партизанами? Я сказал тебе, что ты мне понадобишься для решения стратегических задач. Поэтому я сделал все для того, чтобы тебя досрочно одемобилизовали и направили ко мне в Ярославль. Я чего-то не понимаю. Куда вы кладете? Ваша дружная задача техническая. Виктор Артемьев, сын Андрея Борисовича Артемьева способен решать глобальные вопросы. Прошу. Прошу. Проходи, проходи. Директор завода уходит на пенсию. Мне предложили возглавить предприятие. Поздравляю, Николай Васильевич. А ты будешь моим заместителем. Я? Заместителем директора? Ну да. А что тебя так удивляет? Производство, ты знаешь, коллеги тебя уважают. И я смогу во всем на тебя положиться. Ну, я же технарь, я не управленец. Я не уверен, что у меня получится. А я уверен. Что партизан? Как мосты взрывать-то не робел, а тут стушевался. Ну, это другое. Так не пойдет. Все у тебя получится. Начальник им не рождается, ими становятся. Это я по себе знаю. Да, и с понедельника приступай. Есть приступить с понедельника. Виктор Андреевич, вы извините, а тут вас супруга разыскивает, а вы от нее по новым кабинетам прячетесь. Прошу вас. Ого! Какие хоромы! Николай Васильевич сказал, скоро начальником большим будешь. Ну, что-то вроде того. Вот. Дома забыл. Ну, я же не голодающий, Полин. Хотя приятно, если честно. Не знаю, что из этого получится. Советы отца бы мне сейчас пригодились. Ой, как. Все у тебя получится, Витя. У тебя всегда все получается. А вот у меня не очень. Что-то случилось? Витя, я так больше не могу. Я с ума схожу от безделия. У меня столько задумок. Новые фасоны, сочетание цветов, варианты крови. Я все сейчас это могу делать. Может, я в ателье какой-нибудь пойду работать? Может. А почему нет? Хорошая идея. Правда? Да, давай вечером. Все, обсудим. Витя, я за тебя очень рада. У тебя все получится. У меня все получится. Здравствуйте. Добрый день. Ну, как вы? Я вам тут витаминов принес. Мне врач сказал, вы за Антона присматриваете. Люба, вы даже не переживайте. Ваш муж спас мне жизнь. Я ваш должник навсегда. Ясно? Вы лежите. Лечитесь. Поправляйтесь. А мы вас с Антошкой дома дождемся. Добро? Вы только не разрешайте ему голубей кормить. Хорошо. Он высоты совсем не боится. Может, залезть на подоконник и упасть. Я понял. Я понял. Никаких голубей. Спасибо вам большое. Я не знаю, что бы я делала без вас. Люба, я повторяю. Это мой долг. Перед вашим мужем, а значит, и перед вами с Антошкой. Я пойду. Постойте, у меня к вам просьба. Меня завтра переведут в другую палату, а там избебили только кровать. И хранить его будет негде. Отнесите, пожалуйста, домой. Положите в прихожей, в шкатулку, в зеркало. А почему бы вам просто его на пальцы нырять? Носить я его больше не хочу, а выкинуть не могу. Вам трудно это будет понять, да и не нужно. Поправляйте скорее и возвращайтесь домой. Всего хорошего. Повезло тебе с мужиком. И видный, и заботливый. Ты береги его. Такие нынче на дороге не валяются. Папа, смотри, что я нарисовал. Так. Это ты, я и мама. Мы гуляем под дождем, а ты нас защищаешь. Молодец, Антошка. Такой талантливый. Даже как твоя мама. Маша мама. А сейчас дождя вовсе нет. Пойдем гулять. Ну, пойдем. Так. Давай. Здрасте. Здрасте. А меня сегодня папа привел. Присаживайтесь. Назад правды и лев. Благодарю. Люба вас так ждала. Только о вас и говорила. Какой вы герой. Так тут ошибка вышла. Она не про меня говорила-то. Как это не про вас? Ну, в смысле, что в войне все герои. Ну, Родину защищать надо. А в жизни я совсем не герой. Скажете тоже. Фронтовик. Молодой, штатный. Руки, ноги целые. Ну, прямо как с картинки. Кто ж тогда герой? Здравствуйте. Вы, говорят, отец Антошки? А я, Ирина. Мы с Любой иногда с детьми гуляем вместе. Многое о вас слышала. Повезло Любке. А мы своего не дождались. Вы не подумайте. Я не завидую. Я очень рада за Антошку, за ее. Просто... А как вы с Любой познакомились? Она никогда не рассказывала. Так давно это было-то. На танцах. Она там самая красивая была. А актриса все-таки. Антон! Ты куда так раскачиваешься? Ты упадешь. Пам, я уже давно так делаю. Не упаду. Ну, и вообще, пойдем домой. Пойдем. Нам обедать пора. Проходи завтра. До свидания. До свидания. До свидания. Какой заблудливый отец. Счастливая Любка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Можно подождать? Оно точно здесь появится? Ну как же. Ему хата. Его сопружница. Но пару стволов нам раздобыть не помешало бы. Это легко. Сейчас много военных по городу шастает. И все с оружием. Это да. Пап, а давай завтра к маме вместе в больницу пойдем. И покажем ей это. Она обрадуется. Так, Антон. Я хотел с тобой поговорить. Как со взрослым. Понимаешь? Война. Такая штука. Ой, пап, пошли. Я же хотел тебе секрет показать. Секрет? Смотри, я целый мешок крошек насобирал. Когда война была, мы их для себя собирали. А сейчас я ими голубей кормлю. А мама, Надь, что говорит? Мама сердится. Но ты меня не выдашь, да, пап? Не выдам. Если ты мне пообещаешь, что один, это делать не будешь. А мы сейчас их вместе покормим. Так. Антон, сядь. Подожди. Здравия желаю. Мне нужен Михайлов. Сергей Михайлов. А вы сами кто будете? Антон? Антон! Как ты меня напугал. Ты зачем туда залез? Там есть голубь-драчон. Он очень злой. Он у других голубей крошки забирает. Если он узнает, где я живу, он за мной прилетит. Ну-ка, вылезай оттуда. Никто не прилетит. А если прилетит, мы ему покажем, где раки зимуют. Спасибо вам большое. Я чуть сердце не остановился. Здравствуйте, дядя. Здравствуй. А тебя как зовут? Антон Михайлов. А это мой папа, Сергей Михайлов. Он герой. Он только что с войны вернулся. Антошка, беги к себе. Сергей. Герой, значит, Сергей Михайлов. Ну-ну. Давай присядем, поговорим. Думаю, есть о чем. Садись, говорю. Ну и где ты изволил воевать, Сергей Михайлов? Да в разных местах бывал. В начале мая под Котбусом в наших пленных из концлагеря освобождал. Какие же не наши, если немцам в плен сдались? А люди туда по разным причинам попадали. В том числе и за ранений. Все равно они предатели. А ты, значит, ранен был? Там же под Котбусом накрыло. Считаю, полгода в госпитале пролежал с позвоночником. А так до этого за всю войну не царапина. Везучий ты. Только сейчас твое везение кончилось. Я-то точно знаю, что ты не Сергей Михайлов. Я с Сережей с 39-го года служил. Вместе воевали. Он же мне адрес своей квартиры дал. После войны говорил, с женой в гости приезжайте. Я сейчас все... А стихо. Ты же слышал. Малец сказал, злой голый прилететь может. У меня к тебе три вопроса. Кто ты такой? Что ты делаешь в квартире Михайлова? И где Сергей? Здравствуйте. Левушка. Здравствуй. Здравствуйте, папа Клав. Тебя что, уже выписали? Как ты себя чувствуешь? Спасибо, уже лучше. Да и как в больнице лежать, когда за Антона душа болит? А чего тебе беспокоиться? У тебя муж заботливый, внимательный, хозяйственный. Да и красавица. Хоть куда? Муж? Они тут гуляли сегодня. Вот я и познакомилась. Тебе все забей. Иду идут. Я пойду к Антоше, баб Клав. Хорошо? А чего стесняться-то? Муж живой с войны вернулся, а она стесняется. Здравствуйте. Любовь? Это вот Иван. Здравия желаю, Любовь Алексеевна. Здравствуйте, Иван Степанович. Какими судьбами? Где Лариса? Где дочка? Нет у меня больше семьи, Люба. Погибли в сорок третьем под Воронежем. А Сергея в конце войны по разным фронтам разбросала. Вот приехал повидаться. Пересаживайся, Иван Степанович. Я сейчас. Товарищ Артемьев, здравствуйте. Здравствуйте. А вы в курсе, что нашим рабочим детей своих некуда девать? Каких детей? Вы кто? Екатерина Лукина, токарь 6-го разряда профорк. А вы, между прочим, обещали детсад. Я обещал. Ну, не конкретно вы, а руководство обещало. Ну. Наши работницы вынуждены брать своих детей в цеха. А это, между прочим, грубое нарушение техники безопасности. Я понял. Уважаемая Екатерина, я на этой должности всего не чу. Дайте мне время, я совсем не заберусь. Я знаю, Ваше. Разберусь. Куда вы знаете? Мы с вами познакомились только что. Ну и что? Может, скажете, что я не права? Обещают стрекор, а вам выполнять не спешат. Я разберусь с этим вопросом. Обещаю вам. Хорошо. Я вам поверю, товарищ Артемьев. Так. Опустили. Простите. Молодой человек, вы не будете возражать, если я поговорю с вашей мамой? Только недолго, а то я есть хочу. Обещаю. Простите. Это ваша работа? Моя. Но это я так просто попробовала. Ну, юбку я бы немного укоротил, но в целом очень достойная работа. Простите, я забыл представиться. Николай Альбертович Яковлев. Вы? Тот самый Яковлев, директор нашего ателье мод? К вашим услугам. А вас как звать, величать? Полина. Полина. Я читала о вас в городской газете. Да. И в журнале мод. Правда, еще до военном я видела ваши работы. Война заставила забыть о моде всю Европу. Многие дома мод закрылись. Немцы вообще хотели всю индустрию вывезти из Парижа к себе в Берлин. На худой конец в Вену. Вот мы и ходим теперь все. В сером. Да. Но война закончилась. Мы победили. И мне кажется, наши люди достойны того, чтобы красиво и ярко одеваться. Не носить эту унылую, лошиную серость. Вы со мной согласны? Вы совершенно правы, Полина. А знаете что? Зайдите ко мне в ателье. Мы подумаем, как найти применение вашим талантам. Большое спасибо. Рад был познакомиться. Ну что, молодой человек, приятного аппетита. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Идем, Ванечка. До свидания. Вроде все он порассказал. И про свою жизнь, и про Серегу. Светлая ему память. Пойду я. Иван Степанович, вы бы остались. Переночевали, отдохнули. Действительно, Иван. Он остался по-дружески. А я с тобой в одном окопе не сидел. Одну пайку сухарей не делил. Не Серега другом был. А ведь вас он очень любил. Он бы жизнь за вас отдал, не задумываясь. И пацан, он на Сережку, как две капли воды похож. А вы живете, как сможете. Мама, как хорошо, что ты вернулась. Привет. Мы тебя с папой и так ждали. Да, пап? Мама, как хорошо, что ты вернулся. Закурить не найдется? Не курю. И тебе не советую. Шуль! Шуль! Ткани, фасоны, выкройки. Не устала? А ты не устоишь с утра до ночи. Чертежи, цилиндры, двигатели. Я люблю свою работу. Я тоже. Вить, Ванюшку только увожу. Сейчас проснется. Полина, скажи мне, только честно. Может человек без любви прожить? Прожить может. Жить с ней. Ну, а сама как живешь? С любовью? Думаю, что да. Любовь, она разная бывает. Папа, я тебе самое интересное не рассказал. Ух ты, да ты что? Вань, а ты почему не спишь, ну? Мне спится по какой-то причине. Вот я тебе сейчас дам по какой-то причине. А ну, дуйте в постель. Папа, а вы сегодня с таким интересным дядькой познакомились? Да ты что? Нет, ну какой он тебе дядька? Очень уважаемый, солидный человек. Очень интересно узнать, что же это за такой уважаемый, солидный человек. Он самый главный по одежде. Вот. Ну, если он самый главный, то его знакомство наверняка будет полезным. Папа, давай почитаем. Ваня, пора спать. Папе завтра рано на работу. Но мы все равно почитаем, Ванька. Обязательно почитаем. Пошли, лоп! Снул только на третьей сказке. Послушайте, ну вот что вы здесь натворили? Да вы меня простите, я как-то не особо по хозяйству. Да я не о домоводстве. Зачем вы всем сказали, что вы мой муж? Зачем соврали Антону? Я никому ничего не говорил. Мой муж был героем. И мы его вдали. А вы кто такой? Ну, ваши соседи меня сами приняли за отца Антонной. Ну, значит, нужно было сказать, что это не так. Я пытался. Но потом я подумал, что Антоше так будет лучше. Простите, вы правы, я сам уже устал от этого вранья. Я сейчас уйду. Где у вас ближайшее отделение милиции? А зачем вам милиция? Вы что, беглый преступник? Вы кто такой? Меня зовут Сергей Проскурин. Четыре года находился в медском плену. Пытались, ставили эксперименты. Я выжил. В последние дни войны меня спас ваш муж. Да, можно сказать, я преступник. Нарушил законы военного времени. Какой? Закон о фильтрационной проверке военнопленных. Когда наши войска освободили к отбусу и лагерь, где я был, я услышал, как тех, кто выжил в этом аду, называют предателями, изменниками, трусами. Я и не хотел опять в лагерь. Я и воспользовался документами вашего мужа. Что? Вы воспользовались документами Сережи? Простите меня. То есть ты, спасая свою шкуру, украл у Сережи документы? Не крал. Все было не так. Ты сволочь, ты... Ты понимаешь, что ты наделала? Его ведь даже по-человечески похоронить не смогли. Он... Он навсегда остался в какой-то братской могиле. Извините, я не мог тогда об этом. Пошел в вон. Любовь, вам нельзя... Он из моего дома. Ты хуже, чем преступник. Ты... Ты... Просто я ненавижу тебя. Простите меня. Здравствуйте. 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 Просыпайтесь, товарищ. У вас все в порядке, старший лейтенант? Что случилось? До сих пор победу отмечаете? Саша... Ваши документы? Товарищ Саша, лейтенант, документы? У них нет. Я в милицию как раз собирался. Зачем? Признался, решил. Правильно. Руки выше. Встаем. Давай, давай, давай. Вещи. Вещи пошел. Давай, давай, шагай. Добра пустая. Оружие, скорее всего, забрали и документов нет. Ну, сколько было? Удар по голове. Смертельный. Возможно, монтировка. Стоять. Товарищ капитан. Вот есть подозреваемый. На гимнастерке, похоже, кровь. В кармане нашли. Кольцо нашли. Видимо, кранет. Стоять. Узнаешь его? Не слышу. Твоя работа. Товарищ капитан. Он пьяный был. Опять они сами понимаете, как убивают. Наутро ни черта не помнят. Говорит, к нам собрался идти. Уже пришел. Говори. Я не убивал. Как не убивал? Ты ж только что сам признался. Где папа? Этот человек не твой отец. Ты все врешь. Врешь. Ты его выгнала, да? Почему? Где он? Я хочу, чтобы папа вернулся. Антон, садись есть. Не буду. Антош. Антошечка. В машину и в отделение. Пошел. Папку. Папку возят. Бежим скорее. Будем его спасать. Стой! Стой! Стой, кому говорю! Антон! Ну-ка, иди сюда! Ведь будь ком бывает, Любаш. Чек войну прошел. А смерть тут нашел. В мирном городе. Что случилось? Фронтовика какого-то убил. Кто убил? Сергей? Да ты что, господь с тобой. Сергей твой не тот человек, который в подворотне людей убивает. Я знаю. Я жизнь прожил. Папку, посмотрите, пожалуйста, заново. Пойдем. Что это? Что это за вечный серый цвет? У нас что, мышиное царство? Так это же, это же самый ходовой цвет. И данные модели будут смотреться в нем прекрасно. То, что вы говорите, это ужасно. Скоро в стране будет большой выбор тканей. Нужны будут нарядные вещи. Наше ателье должно идти в ногу со временем. Думайте, милые мои. Творите. Я как раз хотела вам предложить. О-о-о. Добрый день. Добрый день, прекрасная Полина. Здравствуйте. Рад, что вы к нам наконец-то пожаловали. А что это у вас? Я вот эскизы принесла. Эскизы? Любопытно, любопытно. Так. Ага. Ну, облегающий в талии, декоративные пуговицы и болеро? Да. А это что? Нет, это невозможно. Это гениально. Это просто и гениально. А? Смотрите, смотрите, что она сделала. Она предлагает даже, видите, петли и прорези клапанов обшить ажурной тесьмой. Дайте я вас поцелую. Так, Лида, бери эскиз, чтобы в конце недели мне был готов образец. Николай Альбертович, это нереально. Что? У меня все закрозчики и швеи все заняты. У нас полно заказов. Простите, я уже сшила эту модель. Только внутренние швы не успела обработать. Вы, вы готовы работать у нас? Да. Ну, то-то. Значит, ты решил его ограбить, но парень оказался не промах, оказал сопротивление и ты его убил. Да никого я не убивал и не грабил. Я же вам говорю, меня там вообще не было. А кольцо это моей… Моей кого? Никого. Ты кто такой? Где твои документы? Где ты работаешь? Нигде пока, вот ищу. Уже не ищешь. Там, куда ты поведешь, работы хватит лет на двадцать. Товарищ следователь, да вы можете меня просто выслушать. Я вам все объясню. Говори. Я… Я долгое время… Борис Петрович, извините, что вмешиваюсь, но, как говорится… Савич, кто-то тебе нужен? Ну, там жена появилась. Чья жена? Его. Говорит, увидела. В окно-ка мы его увозим. И вот принесла документ. Я… Борис Петрович, ну, право дело. Сами ее успокойте. Пусть я… Вьется напролом. Все, Миша с бабами воевать не хватает. Свободен. Сережа, Сережа, прости. Прости меня, дуру. Прости, что из дома тебя выглала, Сережа. Товарищ милиционер, он ни в чем не виноват. Это все я, это я во всем виновата. Отпустите его. Сережа… Вы кто? Я? Михайлова. Любовь Алексеевна. А это… Это мой муж Михайлов Сергей Игнатьевич. Забыл доложить. На гимнастюрке подозреваемого крови не обнаружено. Это красное, крепленное вино. Савик, ты или докладывай вовремя, или иди работать в прачечную. А вот теперь, Борис Петрович, я так и обиделся. Савик. Ну, продолжайте. Что у вас там произошло? Товарищ милиционер, мы ужинали. Немного выпили. Я приревновала Сережу к соседке Клаве. Мы поссорились, а Сережа взял весь мешок и ушел из дому. Это так, гражданин Михайлов? Ну да. Вышел, а идти-то некуда. Вот, сел на лавку, чтобы успокоиться. Уснул. Ну, положим. А в милицию зачем вы собирались обратиться? Да я ж думал, что документы потерял. А куда мне идти до первого патруля? Вышел заявление писать. А я гимнастерку постирала, документы выложила и забыла об этом мужу предупредить. Узнаете? Да. Это наша фамильная. Там еще скол на камушке есть. Я зимой на бровку упала. Что, пропить его хотел бы? Да? Возьмите. Спрячьте понадежнее. А то вдруг ваш благоверный действительно пропьет семейную реликвию. Подождите, пожалуйста, за дверью. Спасибо. Смотри мне. Значит, мы вас сфотографируем. Снимем отпечатки пальцев. Возьмем образец крови. Вы свободны, гражданин Михайлов. Но выезд из города я вам запрещаю. Виктор Андреевич, здравствуйте. А, про форки Екатерина. Рад вас видеть. И вас тоже. А у вас скоро пуговица отлетит. Ходите, я пришью. Я же про форки. Я обязана следить, чтобы ты в Кеве все была надежно. Даже пуговицы. Надо же. Сапожный без сапог. Вы о чем? Да так, ни о чем. Спасибо. Жена дома пришьет. Извините, у меня дела. А детским садиком я занимаюсь. Хорошо. Люба. Спасибо вам, что выручили. Вы потрясающая актриса. И я уверен, у вас большое будущее. Садись. Говорить будем. Значит так. Ты помог мне, я помогла тебе. Мы квиты. Никто никому ничего не должен. Согласен? Да. Я долго думала, как бы я поступила на твоем месте. Сережку моего уже не вернуть, а... Твою жизнь губить вроде как грех на душу брать. Что делать собираешься? Пока не знаю. Тебе есть куда идти? Я когда вернулся, узнал, что жена погибла, а у меня кроме нее никого нет. Пока не решил. Да вы не переживайте, Люба, я скоро уйду. Да хватит выкать уже. Я думал пойти сдаться, слышал, что многих после проверки отпускают. Ты вон во двор уже вышел. Сейчас бы в камере сидел. Ивана жалко. Хороший мужик был. Настоящий. Это ж как бывает, а? Война его не сгубила. Сволочь какая-то подсуетилась. Эта комната в твоем распоряжении. Будешь сидеть с Антоном, пока я в театре. Плату за жилье брать не буду. Договорились? Договорились. Когда все уляжется, я сама скажу Антону правду, а ты уйдешь. Согласен? Спасибо. Папа! Мам, пока тебя не было, папа радио починил. А тебе шкаф. Какой шкаф? Пап, так ты ей не рассказал? Мам, ты еще много чего про нас не знаешь. Интересно, чего это я про вас не знаю? Много чего. Борис Петрович, убитого фронтовика опознать не удается. Ни в никаких зацепках. А что по отпечаткам на монтировке? Ну, точно не этого Михайлова. Я проверяю по картотеке, но после войны там такой бардак с документами, сам знаешь. Пока глухо. Если мы узнаем, кто был этот военный и что он делал возле дома Михайлова, мы сможем ответить на целый ряд вопросов. Да. Что да? Иди работай. Да. Игорь. Все. Надо бегать. Интересный журнальчик. Это откуда у нас такое? Вчера в ателье мужчину предложил. Недорого. Еще двоенный. Не стоит покупать буржуйскую литературу, Полин. Мало ли, где-то мужик ее берет. В любом случае, вот это лучше никому никогда не показывать. Поняла? Разве это литература? Это журнал мод. С выкриками и моделями. Полин. Ну, хорошо. Я открою. Добрый день. Добрый. Яков Ильич Бобриков. Это Николай Альбертович. А кто такой Николай Альбертович? Вы не знаете Николая Альбертовича? Мы не знаем. Помилуйте, он известен всем солидным людям нашего города. Ну, мы сами из заводских, нам солидность ни к чему, знаете ли? А вот это вы зря, молодой человек. Времена меняются. Сейчас на всех важных постах будут требоваться солидные люди, так сказать, идущие в ногу со временем. Да что вы говорите, да. Витя, это ко мне. А вы Полина. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вас Николай Альбертович именно так и описал. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Николай Альбертович, это директор нашего ателье мод. А товарищ Бобриков хочет заказать костюм. А мне уже раздеваться? Пока не нужно. Нормальный ход. Ладно, я на завод. Угу. Витя, портфель. Антоша, я тебя очень прошу, ничего не клянчим. Договорились? Ладно. Все. Так, я пришла. Будь умничкой. Угу. Давай. Мама! Мама! Ничего ты. Побежали. Побежали. Давай, кто быстрей. Давай, Антоха. Да. Вызывали, Николай Васильевич? Проходи, Виктор Андреевич. Познакомься, наш новый начальник отдела режима, Михаил Яковлевич Милькин. Артемьев. Присаживайтесь. У товарища Милькина есть ряд предложений по повышению безопасности на нашем заводе. А что не так у нас с безопасностью? Зачем ее нужно повышать? Безопасность нужно повышать всегда. Это во-первых. Во-вторых, даже при беглом осмотре уже могу сказать. Многое не так. И за это, как я понимаю, отвечаете именно вы. Ну да, если мне больше заняться нечем. Не расслышал, что вы сказали? Михаил Яковлевич, я так понимаю, что теперь у нас все будет на высшем уровне, правильно? Несомненно. Да, кстати, Виктор Андреевич, товарищ Милькин тоже воевал в наших ремичурских краях. Я, правда, не уточнил, где. Ну, я не совсем на передовой был. Я отвечал за организацию обеспечения диверсионных групп. Уже потом, в августе 45-го, меня перебросили в Германию замом по ТУ. Генерал-лейтенанту Корчагину. Это седьмой гвардейский мотострелковый полк. Ну, понятно. Все по хозяйству. Ну что, познакомились и хорошо. А теперь, товарищи, по рабочим местам. Так, смотрим, смотрим в объективчик. Замечательно. Спиночку ровнее. Так, хорошо. Улыбаемся. Улыбочка. Улыбочка. Так, хорошо. Замечательно. Так. Итак, улыбка. Пошли, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Откуда? Замечательно. Замечательно. Антош! Молодцы, ребята. Хорошие. Так, внимание. Смотрим-ка. Товарищ военный. Ну, обнимите все-таки свою жену, а? О боже мой, да? Обнимите, обнимите. Я так бабушку свою обнимаю. Удивительно, что в такой повышенной стеснительности у вас вообще родился ребенок. Итак, смотрим кадр. Замечательно. И... Снято! Ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай. Мама, помоги! Ну, куда вдвоем? Победа! А-а-а-а-а! Так. Всем приятного аппетита. А победителя медаль. Э-э! Так. Хватит баловаться. Ну, держи. Сережа, мать! Очень приятно. Смотри, какая манка. Младший лейтенант Ковальчук, предъявите ваши документы, товарищ старший лейтенант. Подержи, Антоха. Прошу. А почему вы не приписаны ни в одном военкомате, товарищ Михайлов? Война закончилась, а дисциплину никто не отменял. Ну, пройдемте с нами. Товарищ младший лейтенант, я вроде как с сыном гуляю. Куда же не с ним? Пап, там один такой толстый голубь, прям похож на нашу соседку тетю Таню. Так же смешно ходит. У меня такой же шкет дома. Припишитесь в военкомате, товарищ Михайлов. И чем быстрее, тем лучше. Обязательно припишусь. Чуть сам не уснул, пока Антошка угомонился. Люб, мне в Крымячок надо уехать. Ну, я не знаю. Нет. Надо проблемы решить с военкоматом. А как ты собираешься их решить? Тебе из города выезжать нельзя, тебя арестуют. Надеюсь, что нет. У меня там друг есть, он поможет. Когда вернешься? Да я думаю, в пару дней управлюсь. Ванечка, стой, мама спрашивает. Привет! Ой, Василий, пошел. Привет! Спасибо большое. Ванечка, стой, мама спрашивает. Привет! Привет, Валя! Недорого! Серега! Игорь! Вернулся. Ну, совсем? Нет. Ты мне в одном опросе обещал помочь, помнишь? Мне на работу. Проводи меня, поговорим. А теперь это я, Сергей Игнатьевич Михайлов. Демобилизовался после войны, ищу работу. Уверен? Не мучай меня, Игорь, не знаю. Я тут еще в одну историю попал. Так что без документов хоть в лесу живи. Ну, смотри. Чужой человек, чужая жизнь. А своей у меня, считай, больше и нет. Так. Документы. Там внутри фотографии. Это хорошо. Теперь вот что. Это ключ от входной двери, это от комнаты. Я помню. Жди меня дома. Браток, время не подскажешь. Мои стали. Чего ж не подсказать. Плайн третьего. Спасибо. Бывай. Рота, подъем. Вставай, вставай. Сейчас мы с тобой такой царский ужин соорудим. Ты таких огурчиков, наверное, сто лет не ел. Помнишь, тетя Валя на рынке до войны была? Так она и сейчас на том месте с оленей продает. Да погоди ты с огурцами, Игорек. Что там с моим делом? Все получилось? Я же говорю, выпьем, закусим, отметим постановку на воинский учет Михайлова Сергея Игнатьевича. Вот, держи. Теперь ты официально вернулся с войны. Приписался в Кремчугский военкомат. Офицерское удостоверение сдал, получил военный билет с категорией запаса. Вот справка на получение паспорта. Теперь можешь устроиться на работу. Но если кто-то узнает правду, я пойду по этапу в Сибирь. Хотя все архивы НКВД и военкоматы разбомбили еще в 41-м, так что будем надеяться, что никто ничего не узнает. Да, будем надеяться. Спасите, братишка, нет вы должника. Не обижайся, Игорек, я на семь часов поздний поеду. Обижаться не буду, ничего, так спешите. Чужая жизнь ждет. Да, и вещи свои можешь забрать в шкафу. Все, как Полинка сложила, так и лежит. Пойду мясо разогреть. Серег, хорошо ходи, и не чужой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Антош, сынок, я кашу в плед заверну, поужинаешь теплым. Хорошо. Я недолго. Ладно. Ну ты чего такой грустный? Папа скоро вернется. Скоро, малыш, скоро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давайте все-таки провожу тебя. Не нужно. Я на трамвай быстро до вокзала доберусь. Ну, пусть здоров. Когда-нибудь не досвидимся. Радость у тебя есть. Так что, если судьба вдруг занесет в наши края. Давай. Здравствуй, тетюль. Давайте помогу. Здравствуй, Игорек. Игорек, совсем забыла, там тебе утром бандероль принесли. Я расписалась и взяла. Пойдем, заберешь. Бандероль? Откуда? От кого? А я и не спросила. На работу спешила. Здравствуйте, Харламов Игорь Васильевич. Меня зовут Образцова Тамара Михайловна. Я работаю в почтовом отделении, которое находится рядом с общежитием юридического института. Вернее, общежития уже нет. Его разбомбили в сорок втором. Почти все студенты ушли на фронт. Но письма продолжали идти. Я их собирала всю войну. А теперь пытаюсь найти адресатов. Ваш адрес мне дал… Раскурина Полина Васильевна. Сорок четвертый год. Полинка шва. И… Крут дайте еще. Спасибо. Петан, здорово. Здорово. Значит, говорите, до войны токарем работали? Да. Четвертого разряда. Токари нам нужны. А где записано, что вы токарь? Так у меня же во время войны все документы пропали. Ну что, совсем никакой работы для меня нет? Ну почему же никакой? Ну рассказывайте. А че, мам? Так, вы мне тут лисичками не крутитесь. Быстро выкладывайте. Что произошло, пока я была на работе? Глаза закрой. Ну закрой. Давай бегом. Можно? Нет. А теперь… А мне папа велосипед купил. Ну… Интересно, а можно узнать, на какие такие деньги? Я на работу устроился. На завод. Да ты что, инженером? Ну, пока только грузчиком, но с перспективы повышения. А мне… Вот выдали подъемные в виде продуктовых карточек. Обменял? Постой, то есть ты отдал все свои карточки за велосипед? Ну почему все-то? Кое-что осталось. Ну посмотри, как Антошка счастлив. Антош! Раз у тебя такой подарок, может быть ты сегодня все-таки вовремя спать ляжешь? Ну, мам! Не мам! Давай-давай. Ну ладно. Спокойной ночи, папка. Спокойной ночи, Антоха. Пойдем. Давай. Как он? Уснул, еще не дотронувшись до подушки. Спасибо тебе. Он такой счастливый. Да это ему спасибо. Он меня к жизни вернул. Знаешь, я когда в детдоме рос, так мечтал, что у меня будет большущая семья. Дети, жена. Дом, который я сам построил, чтобы обязательно с гаражом. И машина там будет, которую я сам соберу. Но в жизни, видать, другие планы. Поздно уже. Сережа. Да. Ты уверен, что у тебя не будет проблем с венкоматой? Да. Спокойной ночи. Спокойной. Сульжа. Можешь помочь мне волосы на листюжке застряхать? КОНЕЦ Доброе утро. Доброе. Отвернись, пожалуйста, мне надо одеться. Пожалуйста, сдать, а? Ванечка, не торопись. Здравствуйте. Ну что, желаю успехов. До свидания. Веди себя хорошо. Всего доброго. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Майору Ивану Стефляеву за боевые заслуги. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, Сеня, когда на дело? Не терпёшь уже. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бабу я одну сегодня в городе видел. У дома, где одежду шьют. У нас с ней старые счёты. Вы видите, где узнает, первому менту сдаст. Грохнем её. Тогда и на дело можно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Эй, Серега, ты куда? Курить пока! Эй, Серега! Серега! Ты куда? Ты смотри, что творить! Ты аккуратнее, эй! Нормально! Ваня, а ну-ка стой! Стой, я тебе говорю! Ты сейчас здесь все перевернешь! Ох, достанется нам от отца! Попался! Ничего и не попался, я дорожно к тебе бежал! Родные мои, как же я рад вас видеть! Так виделись недавно, еще трех часов не прошло! Да, а мне показалось, что гораздо больше! Рядовой Артемьев Иван, на вокзал встречать дядю Игоря шагом марш! Здесь, товарищ командир! Здравствуйте! 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 Полина, знакомься, это наше профсоюзное начальство Екатерина Лукина! А это, Катюша, моя семья Полина и Ванька! Очень приятно! Виктор Андреевич, нам город выделил землю под строительство заводского дома отдыха! И вот я хочу организовать выезд активистов на место, чтобы разметить участок, посмотреть, что как строить! С ночевкой, костром! Вы поедете с нами? Не знаю, если семья отпустит! Отлично! Я вас записываю! Всего хорошего! Какая энергичная девушка! Да уж! Ну что, на вокзал встречать дядю Игоря? Да! Ой! Что я тебе говорил? Ай, молодец! Толпавый малый, а! Не понимаю, что он грузчиком делает! Димут с его головой, да вы жене эры! Молодец! Спас бригаду! Работаем, мужики! А сейчас давайте выпьем за самого маленького человека в нашей семье! За наше будущее Ивана Викторовича Артемьева! Давай, Иван Викторович! За тебя! Какая же радость, что мы нашлись! А я ведь всякую надежду потеряла! Пишу тебе, пишу и все безрезультатно! Ты знаешь, я обязательно съезжу к этой Тамаре Михайловне Образцову и поблагодарю! Обязательно! Дядя Игорь, расскажите еще раз, как вы поймали дядю украшившего хреновые карточки! Давай, Игорек, по новой! Так, а вообще-то кому-то спать пора! Ну, пап, скажи мне! И нечего за отца прятаться! Ваня! Ну, мама сказала спать, значит спать! Порядки у нас дома такие! Иди поцелуй! Иди! Ладно, я тогда тоже пойду, сестренка проводишь! Не понял, Игорек, так у тебя же поезд только с утра! Да мне товарища одного навестить надо! А с работы отпустили только на трое суток! Тебе что, не могли как-то побольше дней выделить? Людей не хватает ведь! Бандитов развелось, что блох! Ну, Иван Викторович, ух ты, молодец какой! Ну, мы спать! Ну, вот как ты заявишься к человеку на ночь глядя, а? Этот мне и ночью рад будет! Что ж за друг такой, что ты от родной сестры к нему бежишь? Игорь, может, останешься? Сестренка, ты счастлива? Странный вопрос. У меня семья, муж, ребенок. Почему ты спрашиваешь? Так счастлива или нет? Ну, конечно, счастлива, Игорь. Ты чего? Да ничего, все нормально. Пиши, звони, мы теперь не имеем права пропадать надолго. Береги себя. Люба, познакомься, это Игорь, брат. Он мне всегда был как брат. Да. Вы, наверное, голодные, больше будете? Спасибо, не откажусь. Конечно будет. Садись, Игорь. Здравствуйте, дядя. Привет. Я Игорь. А ты кто? Антон Сергеевич Михайлов. А это мой папа. Больше, что надо. Очень вкусно. Спасибо. Хозяйке похвала всегда приятна. Вам, наверное, есть о чем поговорить. Я пойду Антона уложу, заодно Игоря постелю. Пойдем. Который час? Вон караул. У меня же поезд через полтора часа. Так вы оставайтесь, завтра поедете. Правда, старик, оставайся. Хочешь, чтобы меня уволили сразу? Я же в милиции работаю. Там все строго. Иди сюда. Ну, будь здоров, Антон Сергеевич. До свидания, дядя Игорь. Не хочу, чтобы вас уволили. Ни за что. Спасибо за гостеприимство. Приятно было познакомиться. Вы приезжайте к нам еще. Будем рады. Обязательно приеду. Пойдем. Серега. Хорошая у тебя семья. Береги ее. Постарайся. Добрый день. Добрый. Скажите, а во сколько вы выходите на работу? Шесть утра. Антоша! Хватит баловаться. Иди рубашку надевай, мне в театр пора. Антон! Все нормально? Все хорошо. По поводу собрания переживаешь? Есть немного. Вернулись актеры театра из эвакуации. Ну, подумаешь, заберут пару ролей. Зато у меня вон какие тигры дома. Антон! Ты меня слышишь? Так, Антоха. Да что же это такое, а? Пап, а ты знал, что у мамы в театре живой Ленин есть? Только он курит по многим причинам. Антон! Я тебе уже говорила, что это дядя актер, и что все это по наружку. Так, ты такое больше никому не говори, понял? Давай одевайся. Да ладно, успокойся. Все будет хорошо. Хорошо. Антош, давай руку. Привет. Ну-ка. Доброе утро, бабка. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуй, моя хорошая. Старший оперуполномоченный капитан Корж. У меня к вам пара вопросов. Спрашивай, сынок. Чего уж там? Небось, о убитом фронтовике речь пойдет? Не только. Скажите, как вы думаете, что он здесь сделал? Может заходил к Камовым в вашем доме? Да наша баба, вы были только рады, если б к ним пришел такой мужик. А никто подозрительный здесь не проживает? Ну, неблагонадежный с точки зрения закона. Да господь с вами. У нас все люди хорошие и доброжелательные. Мы все друг дружку давным-давно знаем. Но если кого-то мало знаем, так мы за тех и поручиться можем. Вот Люба Михайлова. Прекрасная женщина. Культурная. Внимательная. Подождите, так вы хотите сказать, что Люба Михайлова здесь недавно живет? Ну, как недавно. Четыре года длилась эта война. А кажется, двадцать четыре. Простите, так сколько здесь живет Люба Михайлова? С начала войны, пожалуй. Понятно, с сорок первого. А откуда она приехала, не говорила? Говорила. Что тебе сказать? Из Минска она приехала. Там они, Сергеевны, поженились. Из Минска. Здрасьте. Здрасьте. Динамо, мы с СДК сыграли. Выиграли 2-1. Как Николаев в конце первого тайма с подачи Боброва-то забил, а? А Шура Виноградовна? Я же говорил, что во втором закате. Молодцы, как всегда. Может, по этому поводу сегодня пивнули? О, не-не, мужики, у меня домой дела. Петр Васильевич, просьба у меня к вам будет. Моих из поликлиники заберите. А вот сюда и визите. Это берем в разработку, а это никуда не угодится. Николай Альбертович, вы забраковали все мои модели, а у Артемьевой… Лида, Лида, успокойся. То, что предлагаешь ты, годится для вечеринки плотников на мебельной фабрике. Может быть, тебе стоит снова вернуться на должность швеи? Что? Это невозможно. Почему? По-моему, ты прекрасно с этим справлялась, если мне не изменяет память. Вы же знаете, Николай Альбертович, что… У меня муж инвалид, у меня двое детей, я не смогу на такую маленькую зарплату… Лида, я прошу тебя, не выжимай из меня совесть. Это некрасиво. У нас ателье мод. Мы одеваем лучших людей города, поэтому всегда должны быть на высоте. Ну, я же стараюсь, вы же видите. Так, я даю тебе последний шанс. Ждут вы следующую работу. Все. Разговор окончен. Лида, подожди. Не волнуйся, все будет хорошо. Придумай что-нибудь. Да, тебе легко говорить. У тебя мозги свежие. А мои устали уже. Может, ты прав. Поизносилась я. На, подержи. Что это? Мои модели. Тебе на полгода вперед хватит. Бери. Ты что, я не могу? Держи. Как же ты, я… Не волнуйся, из меня я что-нибудь придумаю. Пусть твоя клава отдыхнет. Потом ты мне чем-то поможешь. Да? Спасибо тебе огромное. Я правда, я не знала, что ты такая… Давай, плячь скорее. Спасибо. Вот поэтому, в связи с возвращением наших прежних коллег из эвакуации, у нас меняется распределение ролей и расписание, естественно. Я надеюсь, вы все ознакомились. С дирекцией все согласовано. Всем, кто лишился роли, я выражаю свое сожаление, искренне сочувствую. Ну, если хотите, могу утешить, как могу. Ну и все такое. Люба Михайлова. Я очень сожалею. Но роль Ирины Прозоровой в «Трех сестрах» переходит к актрисе Валентине Арнольдовне Татаркиной. Ах… А сейчас Валентина Арнольдовна расскажет нам, как в тяжелых условиях эвакуации ей удалось не только выжить… Тяжело подбирать все мастера. Как назад отдавать, а? Корежит. Еще бы. Приезжают с хуторов и впиваются зубами в театры с традициями так, что их потом клещами не вырвать. Мне все к эту масленицу. А то и роли все ей. Сын растет. И муж с войны вернулся. Слезы накатили в мои глаза. Вы знаете… Девчонки, а я даже рада, что у меня роль забрали. С чего это? Боюсь зависти богов. В смысле? Был такой греческий царь Поликрат, которому во всем везло, и он выбросил свой любимый перстень в море, чтобы не раздражать богов. Вот и у меня. И сын, и работа, и муж с войны вернулся, и подруги замечательные. Лучше лишиться чего-то малого, чтобы остальное сохранить. Принимаем, мужики! Здесь подруга цеха. Если хотите, можете пойти вперед, а я вас сейчас через минуту догоню. Я прошу прощения. Одна минута. Давай, держу. Держу. Аккуратненько. Много. Добрый день, Виктор Андреевич. Мое почтение, Платон Степанович. А кто кран вчера? Да есть у меня тут один умелец. Терега! Витя. Витя! Витя. Витя. Живой! И ты живой! Ты как? Как ты здесь? Идем, где потише поговорим. Ты ж надо. Здравствуйте. Вить, а... А ты давно на заводе? Несколько дней. Послушай. Здравствуйте, Валентина Кондратина. А почему грузчиком? Ты же отличный токарь. Заходи. Да уж, токарь. Документы-то во время войны пропали. И как я докажу, что токарь обработал? Трудовой? Нет. Ну, трудовая книжка. Она не партбилет. Мы ее за пять минут восстановим. Давай по капельке. Вить. А где Полина? А я не знаю. Ну, ты ведь жив? И ты жив? Не то. Прости. Я очень рад, что ты жив. Правда. Просто мне рассказывали, что вас с Полиной фашисты вместе увезли. И если ты жив, может быть, она тоже? Ты понимаешь, в чем дело, Серега? Меня тогда очень сильно избили. И я не все помню. Нас когда в Полис увезли, у меня сознание то отключалось, то включалось вспышками все. Я помню, как напали партизаны. Помню бой. А потом, я когда в себя пришел, в лагере у наших, Полины там уже не было. То есть, она могла убежать в суматохе, когда партизаны вас отбивали? Могла. Чудеса случаются. Извини, мне нужно позвонить. Вить. И еще, Серега, я все-таки замдиректора, поэтому на людях, на людях, Виктор Андреевич. Извини. Хорошо. КПП, Артемьев. Здравствуйте, Виктор Андреевич. Здравствуйте. Моя машина уже приехала? Так точно, Виктор Андреевич. Только что. Ваши прошли в управление. Спасибо большое. Ты помнишь, на тебя в подворотне мужик напал, когда мы у дома Полины встретились? Рыжий такой, ты его отпустил когда еще? Рыжий, помню. Так вот, этот рыжий служил полицаем. И когда нас с Полиной в гестапо везли, он как раз был в конвое. Так вот, мне кажется, я тогда в разгар боя на какое-то время в себя пришел. И мне кажется, я видел, как он схватил Полину и поволок в лес. А дальше? А дальше я не помню. Включился опять. А может мне вообще это все? Привиделось. Так, в общем, ты в любое нерабочее время заходи. Хорошо. Спасибо, Виктор Андреевич. Виктор Андреевич. Ты проследил, дело оживет. Не, не получилось. Машина снова твою барышню забрала. Пять синей, посутой, по черному влипла, девка. Влипла, не влипла. Короче, мне или из города валить надо, или кончать я потихо. Семен? И Сергей, ты меня узнаешь? Узнаю. Чего? Потому что? Помоги мне, Сень. У меня приятель твой нужен. Ты его рыжим называл. Знакомь тебе? Нужен. Вот так. Будь другом. Не знаю. Семен, я тебе когда-то помог. Помоги ты мне. Иди погуляй. Скажу. Но если спросят кто, не видел ты меня никогда и не знал. Слово даю. Где Рыжий? Убили Рыжего. За дружка твоего Виктора. Как? Что значит за Виктора? Кто убил? А то и значит. Рыжий ему бежать помог. Немцы его за это и шлепали. Погоди. Как Рыжий помог Виктору? Он мне другой говорит. Кто говорил? Ну, Полину, помнишь, девушка? Она к вам с женой ходила, помогала продуктами там, детям в гостинице. Да, помню. До мной это было. Другой Виктор мне говорит. Что? Он что, тоже тут? Чего, тоже? А кто еще? Ну, ты вот тут. Я? Да. Жизнь так сложилась. Вот. И Виктор говорит, что Рыжий полицай им служил. И он Полину в гестапо вез, когда на них партизаны в лесу напали. Рыжий вез? Ну, да. И потом она с ним в этом лесу пропала. Не знаю. Не знаю. Ну, что еще сказать? Про Полину вашу вообще ничего не знаю. В последний раз в войне ее видел. На том спасибо. Чем мог. Бывай. Приходи. О, вот ты где. Ты же говорил, дел полно. Домой надо. Мужики, извините. Мне и правда домой. Нет, нет. Ты нам компанию не порть. Выпись с нами пивка, потом домой от жене под бок. Все затурканный такой. Мне сказали, что вы мне жену убили. А может статься, что она жива вовсе. Подожди, у тебя ж жена артиста в театре выступает. За другая. Ну, ты даешь. То у тебя одна, то у тебя другая. Сын с Тимоша, давай пивом еще. Да, давай. Спасибо тебе, Витя. За что? За все. Поль, ты счастлива? Угу. Что? Ничего. Все хорошо. Ну, как же хорошо, Поль, как же хорошо, если ты постоянно так реагируешь, будто я делаю что-то сверхъестественное. Просто я сегодня устала. Ты постоянно устаешь. Немножко. А когда не устаешь, ты как будто мне одолжение делаешь. Полин это убивает, ты понимаешь? Ты ведешь себя, как будто какая-то статуя мраморная. Ну, зачем ты так? Выключи свет, пожалуйста. Любашенька. Тихо, тихо, тихо. Прости меня, пожалуйста. Мужиками, у меня ловки. Ну, ничего. Меня на кухню положи только, а то от меня розетка. Грущик. Тихо, тихо. Прости меня, пожалуйста. Любашенька. Ничего, сейчас гадяченька вас кушаешь. Сразу будет хорошо. Извини. Ты при чем здесь? А чего ты постоянно извиняешься? Потому что не могу быть такой женой, которой ты заслуживаешь. Я изо всех сил стараюсь. Но я не он. Я ведь тебе тогда в лесу все честно сказала, что люблю Сергея. Я помню. Что его место в моем сердце вряд ли кто-то сможет занять. Я помню, Полин. Просто я надеялся, что... Напрасно я надеялся. Прости. Милая моя. Хорошая моя. Люблю тебя. Родная. Полиночка. Тебя все равно найду. Полечка. Любимая. Любимая. Милая. Милая. Найдзел. Милая моя. Милая моя. Милая моя. Субтитры делал DimaTorzok Тимох, у Артемьева дети есть? Пацан вроде. Тебе, Серега, зачем? Здравствуйте, девушки. Товарищ Артемьев. Сидите, сидите. Мне бы посмотреть личное дело Сергея Проскурина. Сейчас, минуточку. Так, Андрей Проскурин для тейный цех. Сейчас найду его дело. Нет, не Андрей, Сергей. Сергей Проскурин. И он грузчик. У нас нет такого. Ну как это нет? А вы посмотрите еще раз. Он недавно устроился. А, недавно. Вот дела тех, кто работает у нас меньше месяца. Так вот же он. Ну да, он работает грузчиком в транспортном. Но вы же говорите про Скурин, товарищ Артемьев. А это Михайлов. Ну я же сказала, что его нет. Ну разве? Я буду ждать здесь Виктора Андреевича. Виктор Андреевич, я сказала, что вас нет. Ну ее не остановишь. Вова, познакомься с дядей Витей. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Артемьев. Вот дядь Витя посидит с тобой пока. Мама с папой на работе. Погодите, что происходит? А это сын Лопахиных, Иван и Тони. Они работают в прокатном цеху. И как вы понимаете, с детьми туда нельзя. Как вы себе это представляете? Если честно, пока не знаю. Но вдруг это ускорит процесс строительства детского сада. Удачи. Ну, Катюха. Ну дай пять. Вова. Все нормально, Валентина Кондратьевна. Ну что, будем работать? Ну, пошли работать. Ну вот, вот. Другое дело. Ну дайте бы все. Ну можем. Можешь, если хочешь. Можешь, наленишься. Потрудился немножко. Смотри, какая прелесть. А вот и вами, Полина, я недоволен. Когда это вы, Светоча, и мы их обещали показать новую эскизу. Это на вас не похоже. Работаем, дядьки, работаем. Борис Вендорович, ходи мне аппаратом. Валяй. Отпечатки на монтировке, которую дарили фронтовика. Савик, не томи. Есть совпадение по картонке. Некий Константин Малышев, кличка Малый. Работал в паре с уголовником Леонидом Щукиным. Кличка Лёпа. В начале войны они бежали с этапа, убив при этом конвойного. С тех пор Лёпа куда-то пропал, а Малый засветился. Отсидел он всего ничего. И вышел по амнистии в связи с победами в Германии. И сейчас проживает здесь, в аккурат приписан к общежитию химкомбината. Будем брать. Подождите, Борис Петрович, мы в общежитии уже были, он там не живет. Держина говорит, уже месяц не появлялся. Ну и где его искать? Ищи свищи. А что нам будет, если подскажем? Выставлю из зарплаты. Замет она. У меня в этом общежитии один человечек обитает. Я его слегка прижал. Ну и есть адресок. Можем ехать брать этого малого. Вот и хорошо. Валентина Кондратьевна, Артемьев у себя? Ушел. А мальчик где? С собой забрал. Куда забрал? Станислав Михайлович, а это ведь не работа. Это натуральный саботаж. Да бог с вами, товарищ Артемьев. Какой саботаж? Работаем с утра до вечера. А где результаты? Где результаты? Вы понимаете, что нам этот детский садик необходим, как воздух. Правда, Вова? Да. Вот. Я это понимаю, Виктор Андреевич. Но материалов нет. Специалистов тоже не хватает. Война кадровые вопросы решила по-своему. Дядь Витя, а будут качели? Качели? Будут. Конечно, будут. Какой же детский садик без качелей? Так, садись. Заводи. Только далеко не уезжай. Станислав Михайлович, я близок к тому, чтобы вам и вашим людям вынести выговор с занесением в личное дело. Виктор Андреевич, мы все исправим. Я обещаю. Исправляйте, Станислав Михайлович, исправляйте. Товарищ Лукина, вот, занимаюсь вашим детским садиком. Вижу. Вы меня простите, Виктор Андреевич. Я думала, вы как и остальные только обещаете, а вы на самом деле другой. Ну, может, еще какие проблемы есть? Вы им говорите, не стесняйтесь. Ну, проблем у нас достаточно. Для начала нужно сделать ремонт в рабочей столовой. Потом привести в порядок Дом культуры, чтобы организовать кружки. А кружками что, тоже дирекция должна заниматься? Нет, с кружками мы как-нибудь сами разберемся. А вот еще мы ездили с активистами осваивать место под дом отдыха. А заместитель директора нас проигнорировал. Видимо, не хочет с коллективом сближаться. Почему сразу не хочет? Очень даже хочет. Сближаться, просто времени пока нет. Ну, вы уж и защите, Виктор Андреевич. Пойдем, Володя. Мама с папой ждут. Вовка, прыг, скок. Пойдем. Эй, земляк, ты домой? Садись, подвезу. Спасибо, Виктор Андреевич. Пока, Вовке. Куды ж нам? Скажите мне. Серега, ты извини, что так вчера все. Дело по горло. Да ладно, я понимаю. Куда едем, Виктор Андреевич? Пятая железнодорожная, дом 8. А, я не знаю. Откуда адрес знаешь? Так я ж начальник, Серега. Мне по штату положено все про всех знать. Ты, кстати, почему Михайловым стал? Так, фамилия жены. Второй. Жены? Ты женился, что ли? Ну, а фамилию ее зачем взял? Да понимаешь, какое дело? Жизнь я решил за мной начать. С чистого листа. Чтобы, как это, призраки прошлого не бередили душу. А то так свихнулся недолго. И тут я так не кстати подвернулся, да? Да ладно тебе глупость, ты говоришь. Ты-то как? Все хорошо? Я слышал, женился, сына воспитываешь. Где я слышал? Да на заводе, где же еще? А кто у тебя жена? Петр Васильевич, он там, остановись-ка. Я сейчас. Здравствуйте, красненькие. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Заходите. Поехали. Серега, на, жене передашь. А ты что, не зайдешь? Я не могу. Погоди. Ну, правда, дел по горло. Тогда забери букет. Свои подаришь. Не возьмешь. Вот как ты был упрямым, так упрямым и остался. Ладно, давай топай. Да, я это, спросить-то хотел. Помнишь, ты мне говорил, что Полину в лес полицей вытащил? Ну, Рыжий. Ну? Только мне один человек сказал, что застрелили Рыжего. Фашисты. Из-за тебя, кстати. А кто сказал? Да, неважно, знакомый. Вот я думаю, зачем Рыжему была нужна Полина, если он до этого тебе помог? Может, она жива? Может, она ее тоже спасти успела? А потом его это? Ты понимаешь, Серега, обо мне после той диверсии на заводе столько легенд ходил. Я уже и сам не понимаю, где правда, где вымысел. Вот так и человек твой. Слышал звон, да не знаю, где он. Я же тебе говорю, я во время того боя то отключался, то в себя приходил, то снова сознание терял. Ну, может, я и перепутал чего. Может, это и не Рыжий был. А с другой стороны, если бы Полинка была жива, ну, неужели бы она не связалась со своим родным братом, с Игорем? А я его видел, вот. Фактов нет. Одни домыслы. Ну, да. Да, наверное, ты прав. Ладно. Спасибо, что подвез. Бывай. Давай. Я тоже. Раз, два, раз, два. Раз, два. Ну, что, есть еще? Домочка, добрый вечер. Иностранную полиграфию не желаете приобрести? Есть кое-что новенькое. А где вы ее берете, эту вашу полиграфию? До свидания. Стойте, что там у вас? Отойдемте в стороночку. Так, это мне не нужно. Так, стойте, стойте. Виноват. Времени уже нет. Мне нужно идти. Ну, что ж, нет так нет. Желающих хватает. Сколько за все? Сто рублей. За сумочкой завтра заскочу. Останьте. Ваня, повнимательней. Никому не двигаться, руки ли. Не дергайся. Уголовный розыск. Сядь. Наградной? Он не твой. Есть у меня, Костя Малышев, конструктивное к тебе предложение. Расскажешь, с кем убивал фронтовика, назовешь, кто на него навел, а я похлопочу перед следаком прокурорским, чтобы он твое умышленное убийство заменил на нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности. Сечешь разницу. А если тебе мое предложение не понравится, я и задерживать тебя не буду. Пристрелю, как собаку, при попытке к бегству и поеду ужинать. Не наводил нас никто. Мы так в подворотне стояли. Ждали все равно кого. Бабки шибко нужны были. Фамилии, имена, клички. Вот этого. Видел? Не было его с нами. Гранат! Гранат! Майору Стюфляеву за боевые заслуги. Борь, там родственники Вани до сих пор сидят. Спрошу их, когда можно будет хоронить. Скажи, экспертиза еще идет. Ты и сам лучше меня все знаешь. Иди. Говорят, ну как же так? Война закончилась, а тут... Не знаю я, как это произошло. В одну секунду все. Сам ничего не понимаю. Борис Петрович. Вот. Стюфляев Иван Степанович. Где ты его нашел? В кармане урки этого раненого. Малый который. Почему раненого? Я же его труп видел. Это он только с виду был труп. Живой гад. Я когда стол опрокинул, видать, его от осколков защитил. А пулевые у него несерьезные оказались. Он сейчас в больнице. Я там охрану оставил. Молодец. Допросим завтра этого бандита. Сделай запрос по этому майору. Кто, откуда, где служил. В общем, разузнай все. Есть. Разузнать. Да, и обратись к белорусским товарищам. Пусть поищут данные на Михайлова Сергея. Они вроде как с женой из Минска приехали. Есть. Разрешите идти. Ну вот. Еще немного, и переходник будет готов. И ваш станок снова оживет. А я сам-то, пожалуй, не смог бы без чертежа его вытащить. Ну и голова у тебя, и руки. Да с такими способностями грузчиком работать в переступлении. Спасибо тебе. Да это вам спасибо, что дали поработать. Игорь Михайлович. анкету принесла от профсоюза. Раздайте по своим. Добро, Катюш, добро. Очень хорошо точек. А то. Сергей Михайлов грузчиком работает транспортно. Под моим пересмотром попросился поработать. И вот результат. Грузчиком? Уже возмутительно. Он прекрасный токарь. А я о чем? Ну так взяли бы его к себе в церковь. Ну посмотрим. Товарищ Артемьев. Здравствуйте. Я вас везде ищу. Здравствуйте, товарищ Лукина. Что у вас случилось? У меня, у нас отличный токарь работает с грузчиком. Какой токарь? Какой грузчик? В о чем? А Сергей Михайлович? Он грузчиком работает транспортно. Он вполне мог бы быть отличным токарем. Минимум по второму разряду, а то и по третьему. По пятому. А ведь это очень хорошая идея, товарищ Лукина. Это отличная идея. Ну хорошо. Виктор Андреевич, тут пришел Михайлов грузчик. Вы просили его вызвать. Зовите. Заходите, пожалуйста. Спасибо. Проходи. Садись. Ну что, нравится? Что именно? Грузчиком работать. Нормально. У меня все в порядке. Ну мне-то не ври. С твоими-то руками, с такой головой вагоны грузить. При твоих-то амбициях. Я же тебя знаю. Есть другие предложения, Виктор Андреевич? Представь себе, есть. Но не здесь. А в Горьком. Главный инженер завода, мой хороший знакомый, Василий Теплов. Берет кадры нужны позарез. Ну там и зарплата поприятнее, и работа поинтереснее. Ну и перспективы посолиднее. Интересно? Интересно-то интересно. У меня же семья тут. Жена в театре работает. А ей перспективы переезда в другой город вряд ли придется по душе. Ну а то, что у нее муж грузчик, ей по душе. Знаешь что? Ладно, Серега, ну извини, нервы ни к черту. В общем, вы с женой подумайте, и если да, то я позвоню Теплову. Спасибо. Не слышно. Слушаю вас. Ванька, это папа. Ну как вы там? Пап, у нас все хорошо. Мама чем занимается? Ужин готовит. Ты скоро приедешь? Я выезжаю уже. Скажи маме, пусть накрывает на стол. И Вань, передай ей, что я очень вас люблю. Хорошо. Я считаю, что некоторым нужно сначала играть, научиться, а потом уже претендовать на Чехова. Спасибо вам большое за игру. Вы просто великолепны. Спасибо вам большое. Послушайте, она сегодня не играла. Вы вообще знаете, кто это? Конечно. Это Любовь Михайлова. Она раньше в этом спектакле играла Ирину Прозорову. Великолепно играла. Я очень надеюсь, вас снова увидеть в этой роли. Спасибо. Приходите к нам. Спасибо. Валентина Арнольдовна, вы сегодня так играли Ирину. Ну, вот что значит многолетний опыт. Михайлова, ты чего? Чего? У тебя роль забрали, а ты бегом бежишь, во всем прыгать, вторую щупу подставляешь. Действительно. Девочки, что нам печалится? Зритель сам разберется, где чья роль. Что это она сейчас имела в виду, когда говорила о многолетнем опыте? Что я старая, что ли? Валентина Арнольдовна, забудьте вы об этой дворняжке. Да нет. Она сказала, что я слишком старая для роли Прозоровой. Валентина Арнольдовна, ну... Добрый вечер, Люба. Вечер добрый. Снова письмо отправлял? Да. Полину свою ищешь? А если найдешь? Бросишь нас с Антоном? Люба... Уходи. Уходи! Сейчас. Если мы для тебя запасной вариант, так лучше сейчас. Люба, послушай. Тсс. Не надо. Молчи. Просто. Просто выходи. Да я не собираюсь. Мне не нужен муж, постоянно думающий о другой женщине. Антону такой отец не нужен. Мы не заслуживаем быть на вторых ролях. Мы главные герои. Понимаешь? Понимаю. Хорошо. Доброва. Мне предлагают в Горьке уехать. На автозавод. Антошке пока скажем, что в командировку. Ладно. Как привыкнет без меня, ты ему правду скажи. Какую правду? Что он привязался к абсолютно чужому человеку? Добавил с Горько. Ну,adamente... Звучит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Хорошо Все свободны До свидания Думаю, до скорого Все, уснул Она испугалась Еще не понимаю, куда они делись, все журналы лежали здесь Оля, я их убрал Еще вчера, когда ты ушла на работу, я чувствовал, что добром это все не закончится Витя, ты спас меня, нас, ну прости меня, я не знала, что все так серьезно Куда ты их спрятал? Я их сжег Это уж и не знаю, это уж и не важно, это уж и не важно, Поль, 1-0 Я так тебе благодарю Я открою Я открою Здравствуйте, вашему дому Ксюша, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть, проходи А я тут и проездом, я думаю, зайду погляжу, как Витя мой живет Витя Здравствуйте, Ксюша Когда Виктор сказал, что вас нашел, я была уверена, что вы к нам приедете Здравствуйте Ну, это еще надо поглядеть, кто кого нашел Не прогоните поздние гости Что? Ну, ты, как видишь, у нас не единственный поздний гость, но уж точно самый желанный Все, раздевайся, проходи Ага Проходите, будем чай пить и разговаривать Ну да И прибираться Витя, ставь чайник Войдите Товарищ капитан Там Михайлов, который по убийству Стюфляева, говорит срочное дело Пусть войдет А я узнал, кто начальником нашего райдела будет Ну? Подполковник Кузьмин Фронтовик Штабист Ясно План операций в трех экземплярах Карта боевых действий обязательно красными и синими стрелочками И расход горючки с тремя подписями Зови этого Михайлова Слушаюсь Михайлов, зайдите Здравствуйте, товарищ капитан Мне предложили работу в другом городе Поздравляю А я здесь при чем Так у меня же подписка, а не в выезде Сниму я с тебя твою подписку Как устроишься, пришли адрес Но запомни Если что, я тебя из-под земли достану Запомнил? Иди Спасибо Доброе утро, Василий Сергеевич О, здравствуйте Ну как, пообыкся уже? Спасибо, все хорошо Вот и отлично Мастер тебя хвалит Не понимаю, как Артемьев мог отпустить такого спеца? Спасибо Хотя у нас перспективы больше Да у меня тут Что-то не так А, да нет Я говорю, у меня есть Несколько мыслей, чтобы усовершенствовать некоторые процессы А вот это хорошо Ты со своими мыслями заходи Мы их обсудим Тоня Новикова Хорошая женщина Мужа у нее на войне убили Сама сына воспитывает Понравилось? Да уж что Я просто о сыне подумал Он у меня в Ярославле Скучаю А чего ж ты не заберешь их оттуда Давай, вези Нам жилье организуем С сыном хорошую школу устроим Жене работу найдем А она у тебя кто? Она актриса Ну ничего У нас тоже театр имеется И говорят, неплохой Правда, я туда еще не дошел Спасибо, Василий Теренович Да там не все так просто Ну, ничего Здравствуйте, Василий Теренович Здравствуйте, Тоня Вы к нам подойдете потом? Обязательно Здрасте Здрасте Ребятушки, идемте за мной Ну, хорошо Ты, если что, обращайся Спасибо Спасибо Сережа Мам, а мне папа снелся Мы с ним на лодке катались Я на веслах сидел А он хвалил меня Мы сегодня опять в театр идем Да, у меня генеральная репетиция А мне там не нравится Скучно и все злые Я бы лучше с папой на завод ходил Ну, ты же знаешь, как для меня важна эта роль Давай, марш умываться И завтракать А то опоздаем Ксюша Это мой? Лаванды надо купить Вот откуда она берется Мам, а это что, ты? А кто тут дядя? Знакомый один Учились вместе в техникуме Ксюша, я хочу компота Ну, идем на кухню Иван Викторович Может быть, после репетиции в кино сходил? Не хочу Ну, давай тогда в тир Ты же любишь стрелять Я в тире с папкой стрелял И в кино с ним ходил И еще много всякого А без него не хочу Малыш, папа уехал Я знаю Он из-за тебя уехал Потому что ты Потому что ты Слюка Как тебе не стыдно? Никакой он тебе Не папа Он чужой для нас человек Ясно тебе? Ты Ты Антон Антон Стой Сыночка Он не чужой Не чужой Он мой папа Он воевал Он герой А ты его прогнала Антон Антон Антоша Почему товарищ Артемьев Снял бригаду строителей С детского сада Мы уже пообещали Нашим сотрудникам Что к лету Садик будет сдан В эксплуатацию Что теперь? Екатерина Ивановна Вы не волнуйтесь Давайте выслушаем Аргументы Виктора Андреевича Спасибо Но я никого не снимал Позавчера еще бригада работала на объекте Я там был Бригаду снял я Нам необходимо срочно закончить строительство заводского профилактория А почему я об этом ничего не знаю? Насколько я помню, вопросы капитального строительства Это моя компетенция Значит так надо? Профилактория особый объект В нем заинтересованы и городские власти И даже товарищи из министерства Ну прекрасно Кто-то на охоту, на рыбалку А наши малыши опять под замком дома Значит так Бригаду я верну назад А вас, товарищ Милькин Я попрошу впредь все подобные вопросы решать со мной Позвольте, я буду сам решать Что и с кем согласовывать, товарищ Артемьев Бригада нужна там, куда я ее перебросил Товарищи, товарищи, давайте успокоимся Я думаю, что мы решим этот вопрос И детсад вовремя достроим, и профилакторий Спасибо, спасибо все свободными Спасибо, товарищи Спасибо, товарищи Можно тебя на минутку Спасибо Спасибо вам за свою свободу Ты зачем С Милькиным сцепился опасным человеком? Я немцев не боялся Я должен этого вот Тебе за эту борьбу никто медали не даст Скорее наоборот И я, извини, тебе ничем помочь не смогу Потому что начальник отдела режима Мне не подчиняется Ты сам это прекрасно знаешь Все, иди работай И в следующий раз, прежде чем сделать какой-нибудь резкий шаг Ты хорошенечко подумай головой Ты хорошенечко думай Антош, ну прости меня, пожалуйста Говорила со злостью всякой ерундой тебе Конечно, он твой папа Самый лучший папа на свете И я тоже по нему очень соскучилась Мам, а давай он вернется Мы его очень попросим, и он вернется Мама, мамочка, что с тобой? Ой, сейчас Уже отпусти Все хорошо Все хорошо Да это не мне спасибо надо говорить Виктору Андреевичу спасибо Да, обязательно, обязательно передам Здравствуй, Катерина Я к тебе Всего доброго Да Вот анкеты напечатала, как ты просила Спасибо, но я сама бы зашла Да не за что Но ты подруга даешь Высоко метишь Ты о чем? Ты не понимаешь? Об Артемею Надо же Сам директором роман крутить Я не понимаю, что за ерунда? С чего ты взяла? Так весь завод уже в курсе, что Артемьев из-за тебя с нашим режимщиком сцепился Ты бы лучше за собой следила, а он сколько ошибок в тексте наделала Покейшенки Да Хорошо Хорошо, я все сделаю Хорошо Я к товарищу Артемьеву Да Секундочку Виктор Андреевич, к вам Катя Лукина из правкома Пусть войдет А я отлучусь ненадолго Поручение от директора Хорошо Заходите, пожалуйста Добрый день Виделись уже, Катюша Ну и проходите, садитесь Нет, спасибо, я на минуту Напомню, что в три часа вас ждут в ремесленном училище С рассказом о нашем заводе Это очень хорошо, что вы напомнили Да вы присаживайтесь А вы поедете? Ну, я вообще-то не собиралась Но если вы хотите Хочу Конечно, хочу Я, знаете ли, перед подростками не очень выступать умею И мне нужна поддержка Я вас отвезу и привезу на своем автомобиле Если, конечно, вас это устроит Устроит, спасибо Я хотела вас поблагодарить За что же? Мы за то, что вернули бригаду На нашу с вами стройку Ну, это же прекрасно А то я уже устал смотреть В ваши печальные Бездомные глаза, Катюш Ну, вы же это сделали Ради наших работников Поспорили с Мелькиным А есть еще варианты? Удивительная девушка, Катя Как в вас это совмещается Тигрица Котенок Вы знаете, я таких, как вы, тоже встречала Мне сегодня днем показалось, что мы с вами знакомы всю жизнь И я подумала, что если мы начнем говорить То тема для разговора не закончится до утра И о чем бы мы с вами говорили до утра? О дитё Вовка, опять я сюда бросился В прошлой экскурсии не как забыть А что к дяде Витя, он мне как второй папа Вряд ли я смогу себе это еще раз позволить У меня действительно очень много работы А я с вами пойду В нужный момент буду рядом Ну, тогда, конечно Нам пора Ну, что ж, тогда встречаемся возле моего автомобиля Хорошо, я быстро Виктор Андреевич, я на месте Валентина Кондратьевна, я в ремесленной, на сегодня еще буду Хорошо Я же не очень долго Прошу вас Спасибо Ну, в путь Ну, это же все от нервов, да? Надо просто меньше волноваться Да при чем тут волнение? У вас порук сердца, это очень серьезно Ну, что здесь серьезно? Ну, прихватывает иногда немного Вы можете умереть в любой момент И что мне делать, у меня сын? Надо серьезно относиться к своему здоровью Вы когда должны были прийти за результатами обследования? Ну, я думала, раз ничего не болит, то и... У мертвых тоже ничего не болит Кстати, вы не обращали внимания, вот что предваряет ваши приступы? Может, какая-то закономерность есть? Ну, зачем вы меня пугаете? Я не пугаю вас За этим надо следить С таким диагнозом не шутят Я назначаю вам амбулаторное лечение И вы в течение двух недель Каждый день будете приходить на процедуры Как каждый день? А моя работа? У вас муж есть И сын, насколько я помню Ну, вот Да Семья должна сейчас вас привлекать больше, чем любая работа Добрый день Здравствуйте Я прошу прощения за отсутствие Муж забыл ключи дома Пришлось бежать к ним из завода Нет, это неинтересно Лидочка, тебе уже здесь делать нечего Пусть девочки заканчивают А ты приступай к разработке следующей модели Ага, Николай Альбертович Посмотрите А какую из этих первых разрабатываете? Выбирай сама Все, хорошо Мне предложили две страницы Обложку в журнале МОД Подключайтесь Почему в последние дни У меня такое ощущение, что вы витаете где-то в облаках Ко мне приходили люди Интересовались вами Осматривали ваше рабочее место Они были в серых костюмах В одинаковых А вы знаете, как я не люблю серый цвет От него постоянно какие-то неприятности У меня от этого цвета портится настроение Не теряя аппетит И не поверьте, я даже плохо сплю Я все поняла У вас не будет из-за меня неприятности Я сейчас же напишу заявление по собственному желанию Они хотели, чтобы я написал на тебя донос Я не стал этого делать Давай поработать Публикация в журнале Это наш пропуск в мир большой моды И да Прекрати раздаривать свои идеи Направо и налево Люди редко бывают благодарны Николай Альбертович Что? Вы начали говорить мне ты Ну тебя Мам, а можно я поиграю во дворе? Да, конечно Только недолго Здравствуйте, Полина Васильевна Здравствуйте, Полина Васильевна ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что тебе нужно от моей жены? Ты гнида! Я его пусть сдох! Со свидания за мифтор Андреевич! Милицию за ним! Значит так, я тебе сейчас дам милицию, и получишь ты, падла, по полной со сотрудничества с фашистами. У меня свидетелей достаточно. Закрати драку! Мам, а где твое кольцо? Понимаешь, Антош, я его выбросила. Ну, оно плохое. Ты обманываешь. Ты так говоришь, потому что тебе его папа подарил. Да? Сыночек, ну, как тебе объяснить? Оно беду приносит. Я тебе не верю. Ты папу выгнала. Еще его кольцо выбросила. А я папу люблю. Антош. Мам, ты чего? Чш-чш-чш. Опять сердце? Сейчас, сейчас отпустит, сейчас. Сейчас все будет хорошо. Просто день сегодня трудный. А папа бы тебе обязательно помог, и сердце бы у тебя не болело. Патушечка, а поехали к папке, а? Правда? Правда. Честно? Честно. А как же твоя премьера? Да ну и бог с ней. Пусть ее Татаркин играет. Ура! Алинка, я дома. Тут такое произошло. Папа, папочка, папочка пришел. А мама говорит, что нам нужно уехать. А почему? Так это мы у мамы сейчас и спросим. Почему? Вить, ну, ты попросил, я осталась там за детон приглядеть, по хозяйству помочь, а в своих делах разбираться сами. Ваня, идем цветочки поставим. Давай. Папа. Вот так. Что случилось? Ваня сказал, вы куда-то собрались на ночь, глядя. Не поздно? Может, выспите для начала, а? Полин, ты просто не представляешь, кого я только что встретил возле нашего подъезда. Подожди, Витя. Я заберу Иванечку и переезжаю. Как переезжаешь? Куда? Зачем? Я нашла комнату на время. Еще немного подзаработаю и могу снять целую квартиру. Яковлев обещал их хорошо заплатить за новые эскизы. А тебе тут Ксюша поможет по хозяйству. Погоди, ты можешь толком объяснить, что произошло? Я просто хочу изменить свою жизнь. Ага. А ты о Сене подумала? Ну, может, он не хочет жить без отца. Сонечка, все будет хорошо. Ты сможешь с ним видеться, когда захочешь. Спасибо. Спасибо. Не сердись, Витя. Просто... Просто что? Ничего. Полина, что она тебя нашла? Поль. Я была на заводе и случайно услышала твой разговор с удивительной девушкой Катей. Ладно, и что ты там услышала такого в этом разговоре? Человек просто зашел ко мне поблагодарить меня за поддержку. Все. Я много чего там услышала. Между слов. Ты хороший человек и я тебе очень благодарна. Я не понимаю. Да что тут непонятного? Ты никогда не будешь счастлив со мной, Витя. Полина. Не перебивай, пожалуйста. Ты достоин любви. А я тебя только мучаю. Разве нет? Полина, что такое ты говоришь? Я тебя люблю. Тебя, Ваньку. Вы моя семья. И ближе вас у меня никого нету. Никого. Поль. Я тебе настолько противен. Хорошо. Ладно. Хочешь жить без меня? Живи. Только я уйду. Мам, а куда папа уже? Он скоро вернется. Добрый вечер, Виктор Андреевич. Ладно. Угу. Сейчас я все открою, я все вытащу. Сейчас я открою. А не попал. Ну не попал. Это неправильная скважина просто. Наконец-то, наконец-то, дело в скважине. Наконец-то, Нилочка. Что здесь происходит, товарищи? Добрый вечер. Я Нилочка. Мы здесь Петечки на погону празднуем, так что присоединяйтесь к нам. Мы ждем другие. Я не иду, я некуда. Петя, мне обожалось. Нилочка, Нилочка, идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Виктор Андреевич, вы ничего не видели. Вы меня поняли? А как же заводская охрана? Витюк, ну пусть это тебя не беспокоит. Они у меня вот где все. Ошибаетесь, товарищ Милькин. Не все. Уходим, ребята, уходим. Уходим, 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 уходим. Мотоцикл? Извините, не хотел испугать. Ничего не испугливых. Нет ни мотоцикла. Я Тоня. Сергей. Очень приятно. Ну вот опять. Что опять? Вы рассматриваете меня, как в музее. Не разглядели в прошлый раз? Вы простите, пожалуйста, я ничего такого не... Сегодня вечером в клубе. Не понял. Я говорю, что я прощу вас сегодня вечером в клубе на танцы. Вы извините, Тоня, я по этой части. Ну так живите дальше, не прощу. Хотя нет. Подождите. Давайте с вами поспорим. О чем? Я угадаю, почему ваша подвеска будет неэффективной. Подвеска? Вы же говорили, мотоцикл. Мы же на автомобильном заводе работаем, не на овощебазе. Хорошо. И почему же она будет неэффективной? У вас техническая документация. Милостомер в соленоблоке изготавливается не из каучука. Признаю, проиграл. Что же я проспорил? Сегодняшний танц в клубе. Каучука. Все, поел? Угу. Ну все, давай. Мам, а где папа? В командировку уехал. Чуй мое сердце, что и моя командировка не за горами. Полин, я поеду в свою деревню, я вам говорю. Ксюш, пожалуйста, не уезжайте. Ксюш, ну как мы с Ванечкой без вас? Мам, а Колька Семенов говорит, что мой папа ночует в своем кабинете на заводе. Колька это все слышал, как его папа рассказывает маме. Он же врет. Мам, мам. Понятка? Понятка, гуляться в комнату. Даю вам направление в женскую консультацию. Думаю, вы беременны. Так что не волноваться, тяжести не поднимать, а завтра с утра в консультацию. Голубушка моя, вам сейчас лежать надо. Спасибо. Спасибо. Мам, у меня скоро кто будет? Братик или сестричка? У Кольки Семенова маленькая сестричка уже здесь. Я тоже хочу сильно. Я постараюсь. Мама, мы папе скажем, он тогда сразу придет, да? Здрасте. А товарищ Артемова можно? Спасибо. Звонила Витюша. Он в командировке. Завтра будет. Не звони больше. Я сама завтра к нему схожу. После консультации. Про любовь ничего не говорил. А там, 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 там. Удыхая розы, аромат. День стыдь вспоминаю сад, и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда. Нет, я про любовь ничего не говорил. Ай, конечно, не говорил, дождешься от вас. Это раньше до войны мужики соловьем разливались, любую нашу сестру закадрить. А теперь, когда у вас осталось гульки нос, все приходится со мной. И на танцы звать самим, и сад вспоминать самим, и нежную любовь тоже самим. А вы здесь живете? Да, живу. Сыном и все. Просто с сыном. Хорошо. Тогда я пойду. Что со мной не так? Все так. Просто я женат. Я же говорил, Тань. Сильно женат? Прилично. Сын есть. Ладно. Хоть кому-то везет. И вдруг зажгли вам не любовь. Ушли. И не вернулись вновь. Но слова нежные люблю. Я не забуду. Никогда. Антония Степановна, добрый вечер. Для вас, Сережа, точно добрый. Это вы о чем? К вам же жена с сыном приехали. Я сказала, что вы на работе, как обычно, задержите. Спасибо большое. Таня Степановна. Как вы, как ты решилась? Отвой театр. Уговорилась. Театр здесь есть. Но плохо без тебя. Ну, давайте, целуйтесь уже. Может, вот оно. Пришло наше время. И теперь, наконец, все успокоится. Виктор Андреевич. Катя, что-то случилось? Ничего не случилось. У меня вторая смена. Я уже шла домой. Смотрю, у вас светится. Вы же должны были быть в командировке. Я вернулся поздно, не хотел своих беспокоить. Ты проходи, располагайся. Нельзя же так, товарищ Артемьев. А пойдемте лучше ко мне. Я утром борщ приготовила и пирожки с грибами есть. Ты добрая девушка, Катя. И красивая. Тебе бы жениха хорошего найти. А мне не нужен никто другой. Составишь мне компанию? Борис Петрович. Наконец-то кое-что удалось найти по убитому майору Стюфляеву. Знали бы, товарищ капитан, сколько наш запрос путешествовал по штабам. Стюфляев-то не то, что несколько частей сменил. Он на нескольких фронтах успел повоевать. Вот это раз. Они, оказывается, с Михайловым служили на одной заставе. А потом долго воевали в одном полку. Значит, в ту ночь Стюфляев приходил все-таки к нему. Делаем запрос. Пусть берут его и отправляют к нам. И спеши. Сделай запрос. Кто еще из их полка вернулся с войны домой и стал на учет? Так. Мне нужен живой свидетель, так что наверняка Михайлов от нас никуда не денется. Считайте, сделано. Да. Товарищ капитан, к вам подполковник Кузьмин направляется. Здравия желаю, товарищ подполковник. На кой черт мне твое здравие? Мне работа нужна, а ее нет. Что вы имеете в виду? А то. Я только что в городе для милиции прописочили, как мальчишку. А знаешь почему? Потому что у тебя по делу об убийстве майора Стюфляева, фронтовика и орденоносца. Куча трупов. И ни одного задержания. Мы работаем, товарищ подполковник. Ой, плохо вы работаете, плохо. Ну, покажи мне разработанный план ведения дела. Что показать? Ну, где у тебя документ, в котором четко по пунктам написано, кто, где и когда? Что должен делать? С датами, подписями? Товарищ подполковник, в моей группе работают оперативники, а не штабные писари. Что? Нам некогда. Ты-то на что намекаешь? Значит так, капитан, я отстраняю тебя от ведения дела. Подготовь все документы для передачи. Интересно, кому, не вам ли? Слушай, сюда, умник. В нашем райотделе ты больше не работаешь. И в милиции ты тоже больше не работаешь. И тебе очень повезет, если ты устроишься куда-нибудь, хотя бы ночным сторожем. Все. Ну, и напоследок, давай выпьем за наш завод. Нет. Давайте выпьем за счастье. Почему за счастье? Ну, потому что, если человек счастлив, то ему все ладится. И работа, и все вообще. Вот вы счастливы? Ах, не отвечайте, я все вижу. А ты? Вот прямо сейчас? Ах. Да. Стыдом и страхом замираю, но мне по рукой ваша честь и смело ей себя вверяю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот. Ну, вот таким я видел монолог Татьяны. Естественным, почти что обыденным. Как будто она соседке по подъезду это рассказывает. Так вы меня берете? Дорогая, мы не просто вас берем. Я хочу такую Татьяну. Решено. Будем ставить Евгения Онегина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор Андреевич, пришла ваша жена. Зовите, ну что вы? Пожалуйста. Я только что от врача. У нас будет ребёнок. Иди, давай домой, а? Конечно. Прости меня, пожалуйста. Прости, я перестану жить в прошлом, перестану вспоминать, я буду хорошей женой. Я обещаю. Я верю, Баленька. Подождите, туда нельзя. Ну что это? Это я. Простите, Виктор Андреевич, она так быстро ворвалась, что я не успела сказать, что вы заняты. Всё хорошо, уведоми, Андрей. Простите, я без стука, просто срочная бумага. Ну как вам не стыдно, раз, вы так можете. А мог бы здесь работать? Костян, в театре не работают, в театре служат. Ты не умничай. Чё стал с толпом? Да так, привет из прошлого. Старые знакомые учились вместе. Я думал, её в живых нет, а оно совсем наоборот. Костян, дай денег, очень надо. Дамочка, конечно, огонь от такой башку на раз снесёт, но не советую. Ты денег дай, советчик. Мы завтра работаем. Не проспи. Не боись. Не просплю. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна. Товарищ, папиросу выбросьте. Родильное отделение, тут же дети. Где Артемьев? Я здесь. Поздравляю, у вас девочка. Я сейчас. Я, я вообще не представляю, Лидия Сергеевна, спасибо вам огромное. Вот, что значит, Минская актёрская школа. Наш тиран Клавдий тобой бы гордился. Шура! Да. Ганнуш! Как ты здесь? Да у меня тётка здесь. Люба, я же думал, ты погибла. Почему ты так решил? Ты ни капельки не изменится. Я подожду тебя в фойе. Хорошо. Где? Я устрою просто королевский ужин. Я, я не могу. Шура. Люба, Люба, мы обязаны встретиться и поговорить. Давай в пятницу в два. Хорошо. Хорошо. Где? Здесь, в театре. Хорошо. Ну, Михайлов, твоя супруга — это талантище. Она сегодня была великолепна. Я видел. Потрясающе. Люба, это что, твой муж? Он с вами ещё не знакомый. Сергей. Александр. А вы тоже любим коллега? Нет. Я бывший однокурский. Шур, ты прости, нам пора. До свидания. До свидания, Лидия Сергеевна. До свидания, Толя. До свидания. Михаил? Виктор Андреевич? Он самый. Поздравляю. Вес два семьсот, рост пятьдесят один сантиметр и огромные глаза, как у мамы. Инесса Алексеевна Демьяненко, главврач роддома. Спасибо вам, Инесса Алексеевна. А вы не могли бы ему или кто-нибудь жене цветы передать? Ну, так давайте вы сами её передадите. Пойдёмте, провожу вас в палату. А так можно? Ну, конечно, можно. Вам можно. Пойдёмте быстрее. Какая ты красивая моя девочка. Какой у тебя носик аккуратненький. Леснички длинные-длинные. А ушки маленькие-маленькие. Пальчики тоненькие-тоненькие. Может, ты у нас пианисткой будешь? Она что, у вас одна в палате? Ну, а вы что ж хотели, чтобы мы вашу жену положили вместе со всеми? Вы всё-таки замдиректора крупного завода. Ну, зачем вы так? Мы обычные люди. И Ксюша. Вы герой войны и труда. Что же вы думаете? Мы не понимаем, что вы делаете для страны и для народа. Всё. Идите к ним и ни о чём не беспокойтесь. Идите. Спасибо. Надюша, поздоровайся с папой. А Надюшка? Вить, я знаю, ты хотел честь своей мамы назвать Машей. Но я подумала, давай назовём её Надеждой. Надежда мне нравится. Хочешь подержать? Ты думаешь, я сумею? Смешно это. Что ж тут уметь? Просто берёшь на руки и держишь. У нас самая красивая девочка на свете. Наша Надежда. И всё у нас будет хорошо. Девочки мои родные. Я всё для вас сделал. Прошу прощения, великодушина. Я вижу, вы интеллигентный мужчина. Тебе чего, отец? Вы не желаете со мной выпить? Выпить? Желаю. Но пить буду один. Молодарство. Молодарство. Вот как ты думаешь, а? Левицкой просто везёт на Михайловых? Или тут ситуация по заковыристей? В последний раз. Возвращение, великодушина. Возвращение. Возвращение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Значит так, я свалю, ты стреляешь в воздух, тут менты колеса на мотоцикле подогрегут быстро. Понял? Вот и молодец. Молодец. Сейчас я тебе сделаю, молодец. Здравствуй. А Надюшку не принесли, кормить еще рано? Я знаю. Сейчас принесут и домой поедем. Мы с Ванюшкой больше не можем без вас. А что, уже можно? Можно. Нам все можно. Главрач сама сказала. Гляди, сколько у нас добра. Откуда такая красота? Это мне в Обкомовском распределителе выдали. Гуманитарная помощь от американцев. А вот это Ксюша на барахолке купила. Вить. Что-то не так? Подойди ко мне. Спасибо тебе за все. Я очень тебя люблю, Боль. А вы знаете, что сегодня утром на инкассаторов напали? Нет. Они на хлеб завод зарплату привезли. Я ничего не слышала. И что? Деньги забрали, инкассаторов убили и старика сторожа придачу. Какой ужас. Дружочек, бандитов поймали? Говорят, что своевременно прибывший патруль перестрелял всех. Так им и надо. Папа, Люба, мадам, вы прекрасна. Я приглашаю вас на обед. Выбирай любой ресторан. Шура, у меня сейчас репетиция, а потом спектакль. Ну хорошо, тогда вечером после спектакля поушинаем. Я не могу, мне домой надо. Люба, Люба, подожди. Неужели тебе не интересно пообщаться со старым другом? Узнать, кем он стал, рассказать, как жила сама? У меня нет ни малейшего желания вырожить прошлое, прости. Люба, все эти годы я думал только о тебе. Когда я увидел твою фотографию... Шура! Мое сердце чуть не остановилось от счастья. Шура! Шура! Ты ни капельки не изменилась. Так же прекрасно и талантно, да? Шура, у меня семья. Ты вчера видел моего мужа и сына? Вчера? Ты думаешь, я не понял, что передо мной был разогран дешевый спектакль? Я хорошо помню лейтенанта Сергея Михайлова. Так вот, вчера это был не он. Это был мой муж. Все. Надо же, какое совпадение. И имя, и фамилия бывают так в жизни. Скажи, а хоть отчество у твоих Михайловых разное? Люба, там Гордеев идет и мечет. Иду. Оставь меня в покое. До свидания. До скорого свидания. Словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг у вас. Уже тысячи веков, как земляне носит на себе ни одного живого существа. И это бледная луна. Здравствуйте. Сюда посторонним нельзя. Ну что вы. Я же не посторонний. Я режиссер. Из столицы, между прочим. Правда? Истинная. Вот я же по стране. Ищу таланты. Мама! Серой пахнет. Это так нужно? Да. Дела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни. Александр Ганушкин. Вера Лазарева. Актриса. Очень приятно. Души всех слились в одну. Общая мировая душа — это я! Я! Вот чайку репетирует. Мне там места не нашлось. А вы знаете, Верочка, мне кажется, вы бы намного лучше сыграли роль Нины Заречной. Ваша нынешняя прима Михайлова не очень. Но, если честно, я тоже так кажется. Я переживаю вновь! Её, наверное, по блату взяли. Может, шишка какая-нибудь. Серёж, да что? Он простой токарь у нас на автозаводе. А давно поженились? Я поговорила. Ещё перед войной в Минске. Они оба оттуда родом. А дети у них есть? Да, Душка. Забавный такой, лет шесть. Это их общий ребёнок? Да не знаю, наверное. Но он Серёж папой называет. Я одинока! А зачем вам всё это? Раз в сто лет я открываю уста, что вы говорите, мой голос звучит… Сам не знаю. А знаете, Верочка, у меня к вам будет ещё один вопрос. И вы, бледные огни, не слышите меня? Ну, давайте после репетиции. Он рождает гнилое болото. Конечно. И вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Стоп! Стоп! Что ж такое-то? Я не понимаю. Нет, я понимаю. Это не Пушкин. Это не Шекспир. Но это Чехов. Спасибо, я знаю! Любочка, душа моя, что с тобой происходит? Где ты? Замерись, пожалуйста! Две минуты тебе даю. Всем две минуты, перерыв! Внимание, внимание! Говорит Германия. Вчера под Восток нашли Гитлера с Востоком. Антон вводит! Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Любаш, я дома. Антошку, не пора с улицы забрать? Нет, пусть еще немного побегают. Что-то случилось? Что случилось? Помнишь, вчера в театре к нам подошел мой бывший однокурсник? Александр, помню. Он был знаком с Сережей. С Михайловым. Да и бог с ним. Мало ли Сережа Михайлов на свете. А если он про тебя что-то узнает? Так, ничего он не узнает. А вдруг? Ну почему? Почему именно сейчас, когда у нас все наладили? Откуда он свалился нам надо? Ну все, все, успокойся. Да. Вызывали, Николай Васильевич? Вызывал, проходи. А стаканы и нож у вас найдутся? Радость у меня. Дочка родилась. Празднуем. Это мне уже устроило праздник. В каком смысле? Читай. В слух читай. Замдиректор автозавода Виктор Андреевич Артемьев опорочил звание советского руководителя, проявив свою глубоко скрытую гнилую буржуазную сущность. Что за ерунда? Как ты дальше читай? Палаты городского роддома номер два всегда переполнены. Простые советские труженицы лежат здесь по шесть, а то и по восемь человек. Но есть здесь особенная палата. В ней лежит всего одна женщина. И это супруга заместителя директора нашего автозавода Виктора Артемьева. Он почему-то решил, что стоит выше остальных тружеников нашего города. А он наплевал на… Это обычное недоразумение. Я не просил для Полины отдельную палату. Они сами ее туда положили. Я слово даю. Но вы же меня знаете. Ладно, пока генерируем. Просто так это не закончится. Я получил второй экземпляр, но ведь где-то есть и первый. И поверь мне, в ближайшее время прочитают там наверху. Кстати, нужно Полину перевезти в общую палату. Срочно. Мне уже ее домой отвез. Ну что, давай я твоей дочке пяточки обмою. Ну что, давай я твоей дочке пяточки обмою. Мам, мы пойдем в тир. Ну, пожалуйста. Так пострелять охота. Пойдем. Ура! Ура! Постреляем. Молодец, сын. Выиграл. Так, вставай на ступень. Здравствуйте. Ну что, Ванюшка, уснул? Без задних ног. Набегался сегодня во дворе. Тебе тоже поспать. Устала, вон только одни глаза на лице. Давай, давай. Нет, тебе завтра на работу. Ну и что? Может, Ксюшу попросим? Своего редванка я буду воспитывать сам. Без всяких Ксюш. Это я тебе как муж говорю. Давай, давай. Отложись. Ну давай. Головку держи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А ну, скажи свою настоящую фамилию. Извини, Серёга, я не сдержался, но если бы ты только видел своё лицо, а правда, как тебя на самом деле зовут? Может, ты какой-нибудь Ганс? Я пошутил. Пошутил, у тебя же на лице написано, что ты наш, ты языком следить. Хорошо. Серёжа? А вот она точно, Левицкая. Я зуб даю. Серёж? Во-первых, я не Левицкая, а Михайлова. Во-вторых, что тебе нужно? Я тебе уже, по-моему, всё объяснила. А что ещё может быть мне нужно? Внимание, ласковое слово. Ой, пойдём. Пойдём домой нам, пап. Подходящий. Как говорил один наш с Любой старый знакомый. А вы не расслабляйтесь, товарищ, как вас там на самом деле? До скорой встречи, Михайловы. Это моё. Серёжа, да и когда же это закончится? Он мне уже по ночам снится. Тихо-тихо, успокойся. Да я не могу успокоиться, пока он рядом шастает. Он же как собака, как гнида какая-то роет, выискивает. Я тебе ещё раз говорю, он ничего не сможет доказать. Слышишь? Люба, я что-нибудь придумаю. Я его ненавижу. Серёж, я его так ненавижу, я его опять к этому. Не надо никого убивать. Пойдём домой, пойдём. А я с ним разберусь, я тебе обещаю. А что будет дальше? А если он расскажет, Серёжа? Да я. Ну-ка. Разрешите? Заходи. Виктор Андреевич, это товарищ Клиимов Станислав Михайлович. Член комиссии партийного контроля при ЦК. Добрый день. Кто вам дал право использовать служебное положение в личных целях, как вы посмели требовать для жены отдельную палату? Это недоразумение, товарищ Клиимов. Мою жену перевели без моего ведома. Я пришёл в больницу и был поставлен перед фактом. Вы подумали, каким пятном это ляжет на репутацию вашего славного завода, вашего города. Нашей партии. Виноват. Конечно, мне виноват, товарищ Артемьев. Поэтому вы сейчас напишите заявление по собственному желанию, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я ясно выразился? Ясно. Товарищ Клиимов, пока я директор завода, кадровые вопросы решать мне. А вас, Виктор Андреевич, я временно отстраняю от занимаемой должности. Все срочные дела передадите главному инженеру. Из завтрашнего дня отправляйтесь в отпуск. Посидите дома, дочку понянчите. Пока мы разберёмся. Идите. Идите. Ты что себе позволяешь? Ты понимаешь, что я вынужден буду доложить? Это ваше право, товарищ Клиимов. Но Артемьева я вам не отдам. Он нужен мне. Он нужен заводу. И, наконец, он нужен стране. Искорб. А у меня аллергия. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами. Движенье губ. Движенье губ. Да когда же ты застал? Тихо. Тихо. Я пришёл с Миром. Хочу репетицию посмотреть. Посетить, так сказать, гнездо Мельпомяны. На репетицию посторонних напускать. Люма, ну какой же я посторонний? Я такой же лицедей, как и ты. Кстати, у твоего мужа определённо есть актёрский талант. Не знаю, оценят ли его наши доблестные органы. М? Пойдём. Пойдём, пойдём. Пойдём. Вы совсем ничего не едите, Сергей Геннадьевич? А голодаете совсем? В концлагере вон неделями голодали и ничего. Выжили. В смысле, это мне один знакомый рассказывает. Бывший военнопленный. Так. Здрасьте, Сергей Терентьевич. Приятного аппетита. А, Серёжа, садись. Я так. Можно я вам кое-что покажу? Ну, давай, показывай. Я тут немного доработал. Муфту лёгкого включения. Угу. Если укоротить зубы и венцов шестерён здесь и здесь, то муфта будет более плавно и легко выравнивать скорость вращения баллов. А ну-ка. Интересно. Карл, Матвеич. А ну, глянь-ка. А ведь и правда, толково. Не слишком грамотно исполнено, но в целом любопытно. Весьма любопытно. Давно вы работаете над синхронизатором? Над чем? Это синхронизатор называется. Мы над ним уже больше года мучаемся. Карп Попов. Инженер. Сергей Михайлов. Токарь. Вот за что я наш завод люблю, Василий Керенчич. За то, что у нас простые токари синхронизаторы изобретают, а? А может вам, товарищ Михайлов, в наш институт пойти учиться, а? На транспортно-машиностроительный факультет. У нас есть заочное отделение. Да вы что, правда думать, что я смогу поступить? Ну а что? Мозги у тебя работают не хуже того профессора. Кроме того, ты фронтовик. Так что давай, узнавай, какие документы нужны. Спасибо, Василий Керенчич. Давай. Спасибо, товарищ Попов. Петь, а у нас гости. Здорова, родственничек. Гореха. А я теперь не Гореха. Я дипломированный юрист, старший следователь генпрокуратуры СССР. По особо важным делам полковник юстиции Игорь Васильевич Харламов. Ты сыну-то отдай. А кроме того, член группы по расследованию деятельности нацистских преступников во время Второй мировой войны. Полина, какой солидный человек у нас в доме. Нужно срочно его кормить, поить, а то с такими товарищами шутки плохи. А у меня ничего не готово. Надюшу целый день не отпускают. Вот только уснул, как минут десять. А где ваша Ксюша? Уехала в деревню на пару дней, а я без нее как без рук. Господи, как же мы без нее справлялись. Полина, мы тут побеседуем, а ты когда на стол накроешь, позовешь нас, ладно? Хорошо. Ванька, а ты спать. Папа, ладно же еще. Не охота спать. Ну тогда марш мамке помогать. Ванечка, иди ко мне. Есть, маме помогать. А ну держи. Неси в ту комнату. Сереж, у нас ведь все хорошо, правда? Не могу, устал. Тяжело. Все не мое. Воспоминания не мои. Биография не моя. Прошлое не мое. Хорошее, героическое. Но не мое. Как будто я чужую жизнь украл. Не украл, а продолжаешь ее. Даришь счастье Антошке, мне. Так ли это на самом деле? Конечно. Правда мне иногда кажется, что ты живешь с нами не по любви, а из чувства долга. Перед Сережей. Ты что? Нет. Нет, это не так. Ну и долго этот минионберский процесс длиться будет? Не знаю. Мы свое задание выполнили, ряд материалов подготовили. Теперь очередь за членами трибунала. А у нас и других дел хватает. А у тебя как дела на заводе? У меня нормально все. Да что ты говоришь. Ты, наверное, забыл, с кем дело имеешь. Ну давай начистоту, что случилось. От работы меня отстранили. Кто-то написал анонимку в ЦК. На тебя? На меня. По какому поводу? Нашли повод, Игорь. Мальчики, ужин готов. По ужинам ты мне все расскажешь. Садись. Мам. Не открывай. Я тебе контролю. Счастливому семейству привет. Руки, руки, руки. Спокойно. Спокойно, Рася. Сделай так, чтобы мы тебя забыли. Ну это как пойдет. Чего тебе это сложно? Ну сложно сказать. Может быть денег? Сколько? Называй с собой проваливай. Ты условия мне не ставь. Иначе я всем расскажу о твоих подвигах. Сколько? Две тысячи. Нет. Лучше три. Хорошо. Получше. Сейчас неделю. И чтобы я тебя больше не видел. Лады. В это же время. Старая крепость. Хорошо. Да что ж ты так устал? Ты же был такой талантливый, такой благородный, такой интересный. Не то роль судьба мне предложила. Да и баба взаимности не ответила. За другого вышла. Живет с третьим. Фальшивым. И жизнь не вся лживая. И счастье. Пошел вон. Ну вон так вон. Я вот о чем подумал. Ты когда пришел в роддом и главврач тут же тебя узнала. Тебе не показалось это странным? Ну ты же не артист какой-нибудь. Ни Крючков, ни Утесов. Так я о ней как-то вообще не думал. Я ж тогда просто одуревший от счастья был, Игорек. Да, понимаю. Ну давай за Полинку. Давай. Замечательная у меня сестренка, скажи. Скажу. Она ведаю, скажи завтра к этому главврачу и поинтересуюсь, откуда она так хорошо знает в лицо руководителей заводов. Так мало ли откуда. Я же везде бываю. Мне по статусу положено. Может человек хотел хорошее дело сделать, а кто-то взял и анонимку написал. Да нет, Витек. Сдается мне это все не просто так. Ты подумай, кто на тебя может зуб иметь. Вроде некому. Хотя Милькин, наш режимщик. У нас с ним сразу как-то отношения не задались. Очень неприятный тип я тебе скажу. А в этом ведомстве других не бывает. А что у тебя с ним произошло? Так как сказать. Возникли некоторые разногласия по поводу военного прошлого и мирного настоящего. Хотя какое отношение это может к роддому иметь? Пока не знаю. Но попробую разобраться. Дай мне пару дней. Бери. Да-да, войдите. Следователь генпрокуратуры Харламов. Доктор Демьяненко. Чем могу помочь, товарищ следователь? Я по поводу Полины Артемьевой. А что именно вас интересует? Скажите, товарищ Демьяненко, к вам поступала просьба от гражданина Артемьева определить его супругу в отдельную палату? Да. А в какой форме поступала просьба? В письменной? Нет, он мне позвонил. Очень хорошо. А теперь попытайтесь вспомнить, какого числа и в какое время он вам звонил. А куда вы собираетесь звонить? На телефонную станцию, чтобы получить официальное подтверждение. Вы уже в курсе, что там все звонки регистрируют. Для расследования подобающего поступка товарища Артемьева это очень важно. Не надо. Мне никто не звонил. Вот как. Да, я сама распорядилась оборудовать палату и положить в нее жену Артемьева. Я так понимаю, по просьбе вашего супруга, товарища Милькина, сначала определили в отдельную палату, а потом анонимку в цыкан написали. Хотите позвонить мужу? Не советую. Хотя нет, позвоните. Я думаю, он вам расскажет, что по советскому законодательству злоупотребление властью и служебным положением карается лишением свободы на срок не менее чем полгода. Но это для тех, кто по ошибке незнанию, по глупости. А у вас, я так понимаю, совсем другая ситуация. Что вы имеете в виду? А то, что мы имеем дело не со злоупотреблением, а здесь кредитация власти. А это гарантировано два года отсидки плюс минимум пять лет запрета занимать любую руководящую должность. Но если мы рассмотрим эту ситуацию под более острым углом… Не надо никаких острых углов. Скажите, как я могу исправить эту ситуацию? Очень просто. Напишите опровержение в ЦК от своего имени. Обоснуйте необходимость отдельной палаты для Артемьева. Хорошо, я все сделаю. Тогда всего наилучшего. Я как раз направляюсь к вашему мужу. И сам я ему расскажу о нашей беседе. Василий Терентьевич, здравствуйте, приятного. Здравствуйте, Сергей. Спасибо. Василий Терентьевич, вы мне можете денег одолжить? Могу, почему нет? Тебе сколько надо? До тысячи рублей. Прилично. Ну, тебе повезло. Сегодня как раз хотел положить на книжку. Послушай, а зачем тебе такая сумма? Ну, если не секрет, конечно. Да вы понимаете, у меня жена на зиму совсем раздетая. Да и сын из своего уже вырос. Готовь. Цани летом. Это дело хорошее. Ты после обеда заходи, я тебе дам денег. Спасибо большое, Василий Терентьевич. Я обязательно верну. Хорошо. Да, кстати, а как там дела в институте? Хорошо. Все экзамены на отлично. А вот это молодец. Со временем заменишь меня на посту главного инженера. Ну, Василий Терентьевич, вы у нас незаменимые. И тогда вы струсили. Да-да, испугались за свою шкуру и забежали из поселка, не дождавшись разведгруппы. Хорошо, что ребята все-таки узнали, что операции откладываются. Иначе они попали бы в засаду и все погибли. Но это все ваши домыслы. У вас же нет никаких доказательств. Да, вы правы. Нет. Пока нет. Но я знаю, где их искать, я их обязательно найду. Никакой высокопоставленный тесть вам не поможет. Ну, если, конечно... Что он? Если вы, товарищ Мелькин, оставите в покое Виктора Артемьева. Навсегда. А я продолжу заниматься поисками нацистских преступников. Трусы, подобные вам, мне не интересны. Хорошо. Да. Вызывали, Николай. Вызывал. Садись. Хватит охлаждаться, у нас работа не в проворот. Обвинения в недостойном поведении с тебя сняты. Главврач больницы написал опровержение в комиссию партийного контроля при ЦК. Она сообщила, что у Полины была инфекция, и для того, чтобы обезопасить остальных рожениц, ее положили в отдельную палату. А что за инфекция? А я почем знаю? Так написано. Что опять вранье? Да, нет. Значит так, приступай к работе. И помни, что должность у тебя высокая, а завистников много. Я постараюсь. Ладно, с этим делом вопрос решили. Да, что там у нас с Яс-200? Если мы в ближайшее время не соберем установочную партию, мне голову отвернут. Все нормально, Николай Васильевич. Там были проблемы с коробкой, но уже все наладили. Еще несколько испытаний, и мы запустим серию. Отлично. Иди работай. Вот это что такое? Что это вы улыбаетесь? Заняться не с чем? Работать себе, работать себе. Можно? Вот. СТУК В ДВЕРЬ Катя, не знал, что вы уже вернулись Здравствуйте, Виктор Андреевич Здравствуйте Это же сколько вас не было Год Мне показалась целая вечность Виктор Андреевич, я вас люблю Я не могу забыть ту ночь Я помню каждый взгляд, каждое слово Вы мне снитесь Я ждала, что вы сами меня позовете Не выдержала Я живу одна И если бы вы согласились Это невозможно, Катя Я очень виноват перед вами Я не должен был Не имел права так с вами поступать Понимаете, я очень люблю свою жену И кроме нее Мне больше никто не нужен Простите меня Виктор Андреевич, только от одной анонимки освободились Так ты другую хочешь? Николай Васильевич, я не совсем вас понял Об аморальном поведении Зам директора Артемии в АВА Чего тебя, Лукина, со слезами на глазах выскочила? Я не знаю, мы говорили о работе Точно не знаешь А до меня слухи дошли, что Катерина к тебе неровно дышит Да и ты ей знаки внимания оказываешь Ну это ерунда Николай Васильевич, вы же сами говорили Что должность высокая Завистников много Да А знаешь что? От греха подальше Отправлю-ка я ее в столицу дальше учиться В высшую школу профсоюзного движения Ты как? Не против? Ну и ладненько Алло, Полинка? Ну как вы там? Надежка спит? Нет, нет, все в порядке Я позвонил сказать, что очень тебя люблю, Поль Не спеши, фрейрор Костян? Ты что ли? Тихо, 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 тихо Костян А как так? Ты живой что ли, Костян? Конечно живой Как же я мог помереть Не найдя тебя, тварь Думал, сдашь нас И концы в воду, да? А вы думали, зарежете меня как барана? Вы же об этом с Игнатьем договаривались? Разве нет? Договаривались Костян А я слово держу Костян Костян, Костян, Костян Костян! Костян! Уйди ты! Зачем? А у меня выбора не было Или он Или я Судьба выбрала меня Но если ты думаешь Что я сейчас рассыплюсь в благодарностях Это изменит условия нашей с тобой сделки Какие условия? Ты человека убил Я в милиции Иди! Иди! Заодно расскажи там про настоящего Михайлова Ах ты, мразь Ты выражение-то выбирай А я с тобой пойду Мне самому интересно Куда он делся? Погиб Погиб? А может это ты его убил? Чтобы завладеть его документами Женой, биографией Присвоил себе, так сказать Чужую жизнь Повторяю последний раз Он умер от смертельного ранения У меня на руках Это все, что ты должен знать Забери, исчезни От греха подальше я тебя прошу Уговор есть уговор Я уеду Какие вы все Михайлою благородные Это что, фамилия так влияет? А рядом с любой другим быть нельзя Мне было очень приятно, что ты позвонил И еще Я благодарна судьбе, что мы вместе Какой-то у нас очень Сентиментальный день сегодня К чему бы это? Я тебе доставила столько хлопот Витя Витя Мне кажется У меня появилось совсем что-то новое По отношению к тебе Боль Я так долго ждал от тебя этих слов, Боль Так долго Открой, пожалуй Пожалуйста Я к Надюше Игорек Вообще-то Это из тебя причитается Ну так и быть Продолжим совершать добрые дела Как же я тебя благодарен Ну как тебе удалось? Может пойдем уже пить и закусывать? Пить и закусывать Ты чего не спишь? Все в порядке Шура нас больше беспокоить не будет Сережа Ты его убил? Ты что? Кровь одного из бандитов Шура ножом пырнул У них там какие-то свои разборки И остановить не успел Ты меня обманываешь Ты видел, что я схожу с ума от всего этого И его убил А потом и сочинил эту историю Люба Ты понимаешь, что ты говоришь? Я что, по этому не убит? Я никогда никому ничего не расскажу Я обещаю Я никого не убивал Хорошо Хорошо не убивал Спасибо тебе Спасибо тебе за все Жизнь входила в мирное русло Не забывая при этом боль войны За Нюрнбергским процессом На котором были осуждены 24 нацистских преступника Следила вся страна Была проведена денежная реформа И отменены карточки на продовольствие Что стало возможным благодаря бурному развитию сельского хозяйства Восстанавливались разрушенные заводы Создавались новые отрасли промышленности Набирала обороты автомобилестроения Опираясь на достижения Как народного хозяйства Так и науки За две послевоенные пятилетки Число автозаводов выросло с четырех до пятнадцати Ну давай, Козлик Не подведи Поздравляю Спасибо Спасибо, товарищи Спасибо 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 Сергей Игнатьич Да? Там вас какой-то Харламов дожидается Поздравляю Идемте провожу Вас тоже поздравляю Спасибо, спасибо Ну, как вам наш орел, товарищ профессор? Вы о двигателе спрашиваете или о конструкторе? Ну и про то и про другого, Роман Яковлевич Знаете, двигатель очень даже неплох, Василий Терентьич Ну а конструктор? А конструктор просто молодец Возьмите, пожалуйста Зерега Ну здравствуй Здорово Какими судьбами? Да я тут проездом на пару часов Вот Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны Сережа, моя находка Уверен, наш экспериментальный двигатель Даст Горьковскому автомобилю новую жизнь И знаете, я хочу сделать Михайлова начальником цеха Но через пару лет, главным инженером вместо себя А вот этого не будет Ну почему, вы же сами его хвалили Правильно, хвалил Я у вас его заберу У меня на Михайлова совсем другие виды Не отдал И даже не столько у меня Сколько у товарищей из Министерства автотранспорта Это что значит? А это значит, Сергей Проскурин больше не должен отвечать перед законом за свое пребывание в плену А как быть с подлогом документов? За это кто должен отвечать? Сергей Проскурин или Сергей Михайлов? За это должен отвечать Игорь Харламов Игорь, прекрати это не так Я действовал по закону справедливости, но нет такого закона в уголовном кодексе Ну, все, бывай У меня пояс через час Ну как вы не понимаете, Василий Терентьевич, Михайлов самородок, но ему нужно показать правильную дорогу А у нас значит тут дорога неправильная Ну не притирайтесь вы к словам Ну? Товарищ главный из жене Как вам, Роман Яковлевич? Вдохновляет Спасибо А что скажете, товарищ Михайлов, если вы станете начальником спорочного цеха? Я готов Отойдем на пару слов Я сейчас Василий Терентьевич Вы что же о такой творите? Я вам только что объяснил Перевод Михайлова согласован на самом верху Это мы еще посмотрим Он мне здесь нужен Если надо, я и до министерства доберусь Не тратьте зря Ни сил, ни времени Это мой вам дружеский совет Спасибо Голубчик, зачем вам чахнуть цеху? Наше министерство организует новую экспериментальную лабораторию По разработке и внедрению нашего советского спортивного автомобиля И возглавить его предлагается вам, Сергей Игнатьевич Под моим научным патронатом Пора нам пробиваться в мировой автоспорт Ну что, согласны? Ну конечно, я согласен А где находится научная лаборатория? Пока пакуйте вещи Максимум через месяц вы переезжаете в Ярославль Спасибо Спасибо А ну-ка, постой Да притормози ты! Сережа! Сережа! Проскурин! Живой! Сережа! Родненький! Псюша из дома Артемьевых! Здравствуй! Мы думали ты погиб! Ой, живой, слава Богу! Какой ты видный стал! А раньше-то не видный был? Да кто там помнит, что раньше было? А ты, ты что здесь, как ты? Да вот, позвали разрабатывать наш советский спортивный автомобиль Какой ты молодец, Сережа! Я всегда в Ютюше говорила, что из всех его друзей ты самый толковый Да ну шо ты! Да ну шо ты! Слухай, напиши, напиши адресок, а? Я Витюше передам! Знаешь, как он обрадуется? Он ведь и правду похоронил тебя давно и отплакал и… Да нет, Виктор знает, что я живой Как знает? Давно? Да лет десять, Паде, я же у него одно время на заводе работал А я и не знала А ты… что ты? Семья есть у тебя? Есть, жена, сын А Полинку все равно забыть не могу А сколько лет прошло, как она погибла До сих пор снится Извиняй, Сережечка, я уже пойду, водитель встречает Васильич Ты будь счастлив, Сережа Спасибо Ага, ну… ГОТОРА ПОСКИЕ 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 ИМЕЦИИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый вечер! Здравствуйте! Мне нужно очень быстро шить, очень красивое платье. Полина, кажется, девушка к тебе. Проходите. Ага, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Поля. Галя. Поля, боже мой. Ты. А мы все были уверены, что тебя немцы расстреляли вместе с сыном Артемьева. Нет, это не так. Мы оба живы. И к тому же я Артемьева. Ух ты. Значит, укатал он тебя все-таки. Ну и правильно. Не вяжу тебя во вдовы ходить. Так, что шить будем? Ну да. Смотри, я... Здравствуйте. Здравствуйте. Лида, к тебе пришли. Иду. Галь, я не понимаю. Мне нельзя встречаться с этой женщиной. Один раз она мне уже в волосы вцепилась. Добрый вечер, Анас Алексеевна. Здравствуйте, Лидочка. Ваша платье уже готова. Я его сейчас принесу. Прекрасно. Димьяненко. Это главврач роддома. Угу. А почему? Ну, она жена моего... Ну, ты понимаешь. Ты с Милькиным? Осуждаешь? У меня нет никакого права, чтобы осуждать. Ну и хорошо. Пожалуйста. Сука, ты прости. Знаешь, я ведь с ним давно. Еще с войной. Я ведь связной у него была. Ты работала на наших? Ну да. А ты думаешь, я ради удовольствия с немцами хороводила? Мы работали именно так, как вы хотели. Миша. Милькин, то есть, в прифронтовой зоне руководил нашими диверсионными группами. Постой, ты его откуда знаешь? Он начальник отдела режима на заводе у моего мужа. Ага. Страшно неприятный тип. Но есть немного. Спасибо. До свидания. До свидания. На меня он очень любит. Уговорил сюда переехать. Квартиру снял. Вот. Денег на наряды дал. Выбирай платье. Угу. С удовольствием. Сама рисовала? Да, мои работы. Очень красиво. Вот такое хочу. Не спешите так, Михаил Яковлевич. Поговорить нужно. Семен, ты напугался. Это ж надо. Я тебя ж похоронил давно. Вместе с моей долей, да? А зря. Ну, и где ж ты? Десять лет пропадал. На кичи чалился. И сдох бы. Но мысли о золотых цацках, которые мне полагаются, сильно грело. Так когда расплачиваться будете, товарищ Милькин? Ты о чем? Это вы так шутите, да? Нет. Не шучу. Всего доброго. Э, нет. Так дело не пойдет. Когда я для тебя вагон с Трофельным добром тырил, ты иначе со мной разговаривал. Что должен, обязан заплатить. Слышь, ты гнида. Я понятия не имею, о чем тут поганый род говорит. Пошел вон отсюда. Иначе загремишь туда, откуда пришел. Вон пошел. Ну все, хана тебе, товарищ Милькин. Добрый вечер, Ксюша. А где моя семья? Надежка у подружки уроки делает. Ванька во дворе носится. А Полина звонила, сказала, что задерживается. Они там к какому-то дефилю готовятся. Дефиле. Это демонстрация одежды, Ксюша. Ну да. Что с тобой? Да ничего. Лук злой попался. Голодный, как волк. Ну так садись, все теплое. Витя, я сегодня на улице Сережу Проскорина встретила. Он что, вернулся? Да, недавно. Получается, ты мне врал? И Полине врал? И Сережа про нее правду не сказал? Я не знал, что он жив. Вернее, я узнал об этом несколько лет назад, когда встретил его у нас на заводе. Что ты на меня так смотришь, Ксюша? Что я должен был, по-твоему, делать? Сергей, семья. У нас с Полиной двое детей. Я что, должен был взять, по-твоему, все это разрушить? Я не знаю, Витя. Я не знаю. Но только очень плохо, что ты правду скрыл. Это правда никому не нужна. Ни тогда не была нужна, ни сейчас. Я понимаю, Витя. Я правда все понимаю. Но только и ты ж меня пойми. Не смогу я тут больше жить. Броню ненавижу всей душой. А тебя, Витя, очень люблю. И семью твою люблю. Я не хочу вам портить жизнь. Поэтому я завтра уже уеду. Ну, ты не волнуйся. Я... Я Полине ничего объяснять не буду. Спасибо. 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 Ну, здравствуйте, Сергей Игнатьевич, с приездом. Здравствуйте, Роман Яковлевич, с чего с возвращением? Знаю и все понимаю. Да, признаюсь, я несколько приукрасил действительность, но мне уже очень хотелось заманить вас к нам. Понятно. Роман Яковлевич, когда же оборудование будет? Да вот же. Сегодня токарный станок уже завезли. Ну, а остальное придется вам добывать самому. А сотрудники? Их тоже набирать будете вы. И я помогу, чем смогу. А вы знаете, мне так даже больше нравится. Как говорит моя жена, это прекрасно. Начинать все с нуля. Ну, добрый путь. Оливии несчастной тщетны вздохи. О, время! Можешь только ты одно распутать то, что так заплетено. Прекрасно. Прекрасно и браво. Но, увы, у нас полный штат возрастных актрис. Ну, позвольте, мне не так много лет. И это же театр. Здесь существует определенная мера условностей. Я надеюсь, вы не собираетесь учить меня замтеатральной режиссуры? Ну, что вы. Нет. Ни в коем случае. Знаете, а я изучила ваш репертуар и заметила, что роль двадцатилетней Ирины Прозоровой до сих пор играет Валентина Татаркина. А ей уже... Не продолжайте. Мне теперь все понятно. И понятно, почему мне о вас рассказали столько нелицеприятных вещей. Я даже знаю, кто рассказал. Точнее рассказала. Удачи вам и вашему театру. Ну мы ихgroup ungefähr in the car. Да. Отлично. Давай останавливай. Отлично! Давай, останавливай. Что заканчивает? Пока еще не закончил. Последний курс машиностроительного заочна. Автомобили любишь? Честно. Еще как. У меня отец в первый раз за руль в семь лет насадил. Но про спортивные машины я прочитал все, что смог найти. Подходяйся. Что ж, присоединяйся. Нам предстоит долгий, я надеюсь, плодотворный труд. Коллеги, мужики, новенький, подходим, знакомимся. Василий. Петр. Очень приятно. Василий. Давайте, давайте. Мамочка, мамочка, это яблочная шапша. Откройте, я ее кружку принесла. Хорошо, сейчас, подожди, немного. А быстрее, чтобы они не ослыли. Что их будут? Спасибо, ребята. Занятия окончены до послезавтра. До свидания, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? До свидания. Или за ребенком? Я ищу директора. А, значит, ко мне. Шостакова, Алла Антонна, директор. Любовь Михайлова, актриса. Что вы говорите? Пройдемте ко мне в кабинет, немедленно. Приходите. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Хотите чаю? У меня есть хороший. Спасибо большое. Ну, рассказывайте. Что там у вас? Ребенка хотите устроить? Приводите. У нас много интересных кружков открылось. Спасибо. Я... Я работаю еще. Могу вести театральный кружок танца. Даже хором руководить могу, если нужно. Нужно. Еще как нужно. Милая моя любовь Михайлова, ну вы же мое спасение. У меня как раз нету руководителя театрального кружка. Вот сама и кручусь. А у меня это не очень получается, потому что я специалист по ручному труду. Ну, аппликации, по вимаше. А когда бы вы могли приступить? Да хоть завтра. Можно я тебя обниму, а? Ничего, что я так запросто. Мы просто вместе же работать будем, да? Мам, а к нам Ксюша еще приедет? Я по ее пирожкам так скучаю. Конечно, приедет. Она ведь наша семья. Вот все свои дела в деревне закончит и приедет. Успел, кажись, да? На киножурнал, наверное, опоздали. Пошли. Идем. Ты почему так долго? С дядьки из ДСААВ поспорил. Зачем поспорил? Хотел вас на секцию записаться, а меня не взяли. А чего они взяли? Там только с четырнадцати берут. Давайте, заходите. В мирное русло. Проходите. Дан старт освоению целинных земель. Отечественный автопром стал понемногу набирать обороты. Как стучать? Так приходи. Не переживай. Состоялся нюрнбергский процесс. Вы мешаете. Извините. Это кадры немецкой кинохроники. Они были изъяты у нацистских преступников. Эти изверги проводили ужасные, бесчеловечные по своим целям и смыслу опыты над людьми. Вы видите, как в одном из своих концлагерей фашисты подвергают наших военнопленных чудовищным пыткам. Мама! Все хорошо? Мам, папа пришел. Здравствуйте, мои хорошие. Так, а что это у нас тут за свалка? Да вот решили вещь перебрать, старый на тряпки пустить. Сереж, а можно я эту куртку на тряпки возьму? Она все равно уже непригодная для носки. Не трогай. Это моя память о прошлой жизни. Так. А что это за декорация? Это мольберт. Если на эту фанеру прикрепить рейшину… Что прикрепить? Мам, это чертежная линейка с ортогональной перекладиной. С чем? С большой линейкой с поперечиной. Молодец, соображаешь. Ну так, весь у тебя же ж. А я работу нашла. Хорошо. В Дворце пионеров. Руководителем театрального кружка. Очень хорошо. Держи. Спасибо, что помогли. Да не за что. Вам лучше уже? Да, уже лучше. Мам, может скорую? Я сбегаю. Не нужно. Ванюш, может вы с Надюшей в зал вернетесь? Фильм уже начался. Нет, мы с тобой. Ну идите, хотя бы в снежки поиграйте. Ладно, пошли. Иди. Какие у вас дети хорошие. Спасибо. А вы почему в зал не возвращаетесь? Я племянника в кинотеатр привела. Он в зале остался. А я, если не возражаете, я с вами посижу. Может скорую? Вдруг у вас серьезное что-то? Да нет. Я просто перенервничала. Понимаете, я одного человека увидела. очень близкого и дорогого мне человека. В той кинохронике о немецком концлагере. Я была уверена, что он погиб в первые дни войны. В хронике речь шла про сорок четвертый год. Вполне возможно, что он жив. Вы правда так думаете? Конечно. Вы знаете, я по работе таких удивительных историй наслушалась. Мария Восконян. Сапкор газеты «Комсомольская правда». Полина, очень приятно. Мария, а как вы думаете, есть ли какая-нибудь возможность разузнать что-то об этом человеке? Думаю, да. Но на это время понадобится. Я буду ждать. Я тут ознакомился с твоим личным делом. Значит, говоришь, уволили тебя несправедливо. Несправедливо. Я навел справки. Следа, кто был, что надо. Надоело, небось, в охране? В милицию вернуться хочется. Да. Могу помочь? Что я должен сделать? Помочь мне, я помогу тебе. У тебя остались концы сердец тукачей? Пойдем. Хорошо. Надо выйти на одного мужика. Недавно откинулся. Шляется где-то в нашем городе. Вот. Угаров Семен Доловник. Пробы стоять негде. Узнай, где живет, с кем общается, что замышляет. Ну, Борис Петрович, что скажешь? Сделаем. Добрый вечер, пап. О, привет, сын. Где мама? Спит, наверное. У меня сегодня целый день голова болела. Мы даже из кино ушли. Ты кушать будешь? А что у нас на ужин? Я картошки отварил. Картошки он отварил. Все, давай, дуй спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сергей Игнатьевич. Браво. Все так компактно и изящно. Я бы даже сказал, остроумно. Я показал на кафедре все в совершеннейшем восторге. Сережа, нам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что у вас светлая голова? Роман Яковлевич, так вы же и говорили. Их жаль, что все эти компактности и изящества бесполезны. Бесполезны. Почему? В каком смысле бесполезны? Ну, разработали мы автомобиль. Построить-то его кто будет? У меня пять человек. Пока мы его соберем, года четыре пройдет. Кому он тогда будет нужен? Времена меняются вместе с темой потребности. Потребность? Создание первоклассного спортивного автомобиля будет увеличиваться с каждым годом. Наша страна крепнет, амбиции ее растут. И в автоспорте тоже. Скажите, а в половину сократить срок никак не получится? Роман Яковлевич, ну, вы действительно считаете, что шесть человек смогут собрать автомобиль за два года? А сколько же вам нужны людей? Да в два раза больше. Голубчик, вы же знаете наши фонды. Откуда? Да. Разве что. Нет, это бесполезно. Что бесполезно? Вопрос с дополнительным финансированием мог бы решить председателю горосполкома товарищ Корнеев. Но товарищ Корнеев меня недолюбливает. Вас за что? Ну, я ему много лет назад на экзаменах тройку берем. Роман Яковлевич, что же вы так неосмотрительно? Я и сам до сих пор умаясь. В общем, я с Корнеевым этот вопрос не решу. А почему бы вам не попытать счастья, а? А что? Где наш не пропадал, да? Попытаем. Игорь, хорошо, что приехал. Ты мне очень-очень нужен. Голодный? Еще бы. С утра в роту не крошки. Ну, проходи. Надолго к нам? Как и работа пойдет. Но, думаю, задержусь. Сегодня в общежитии комната получилась. Завтра отдельный кабинет будет. Ну, рассказывай, что случилось. Игорь, тут такое дело. Помнишь, ты говорил мне, что видел, как убили Сережу? Да. Так вот, в тот день он не погиб. Он выжил и попал в концлагерь. С чего ты это взяла? Я видела его в кинохронике. Мы с детьми ходили в кино и перед фильмом показывали журнал. Я видела там Сережу. Скорее всего, ты обозналась. Кленные, особенно в концлагерях, похожи друг на друга. Нет-нет, это был точно Сережа. Игорь, ты же занимаешься поиском нацистских преступников, да? У тебя есть доступ к материалам, документам. Ты бы мог навести справки, покопаться? А вдруг он жив? У тебя суп кипит. Послушай, сестренка, если это и правда был Сергею, вероятность того, что он остался жив, ноль целых одна десятая. Ну, если это десятая есть, я хочу в нее верить. Тем более, что мне одна журналистка сказала, что такие невероятные случаи бывают. Что за журналистка? Сапкоров из комсомолки. Маша Восконьян. Игорь, неужели тебе так трудно помочь мне, а? Да не трудно, Поль, не трудно. Но ты подумала, что тогда? Ну что, если он и правда жив? Что будет с Витей, с Надей, с Ванюшей? Он же Виктора своим отцом считает. Да не знаю я. Но если он жив, я должна найти его. Где бы он ни был. Ты поможешь мне? Я попробую. Ну ты кормить-то меня будешь? Сейчас. Только Вите не говори пока. Не волнуйся, не скажу. Телефон. Я слушаю. Да, это я. Добрый день, Маша. Конечно, через час вполне удобно. Да, есть. Хорошо, я возьму. До встречи. Нет, у меня его в бараке точно не было. А про другие не знаю. Там живешь как с животным одним днем. А вы что, его до сих пор ждете? Я замужем. У меня дети. Двое. А зачем вам все это? Извините, что отняла у вас время. Всего доброго. Спасибо, что встретились с нами. До свидания. Ну вы не обижайтесь на него. Человек столько всего перенес. Я не обижаюсь. Может он и прав? И ни к чему все эти поиски. Нет. Нет, Поля, не прав. Мы с вами обязательно во всем разберемся. Я сделала несколько запросов. Теперь жду ответа. Спасибо, Маша. Войдите. Разрешите? Проходи, проходи. Жуков, ты решил меня похоронить под этими папками? Ну, я-то здесь при чем, товарищ Харламов? Теперь порядок такой. Отвечать на все официальные запросы в трехдневный срок. Открытость? Вот теперь. Я предварительно все разобрал. Но вам решать. Предоставить запрашиваемые сведения или наоборот отказать. Ну, давай смотреть. Вот это отказы. А как же открытость? Ну, открытость не отменяет бдительность. А это удовлетворительно. Вот, кстати, еще одно. А это что? Это запрос по заключенному в концлагере. Это кого? Мария Аркадьевна Восканян, журналист. Восканян. Сапкур комсомольской правды. Так точно. Подготовь информацию, я сам и ответ отвезу. Понятно. Ну, ты же говоришь, что теперь? К тому же я ни разу не был в редакции газеты. Давай действуй, чего стал. Есть. Где ходишь? Вот этого знаешь. Точно. Свободен. Здорово. Человека надо найти. Знаешь? А что? Ладно. Вась, нужно найти этого человека. Ну, я постараюсь, Борис Петрович. Давай вечером. Время. Здорово, Степан Кузьмич. Игорь Васильевич. Здравия желаю. Какими судьбами? Командировочными. Очень нужна твоя помощь. Ну, если нужна, значит, поможем. Вот так сразу? И даже не спросят, что за дело? Вы меня, когда от фильтрационного лагеря спасли, тоже не спрашивали, как я в немецком плену оказался. Почему спрашивал? И твой ответ меня устроил? Ну, считайте, я вас спросил, и ваш ответ меня устроил. А если я соврать попрошу? Ваш грех будет немой. Чего делать надо? Здравствуйте. Меня зовут Сергей Михайлов. Я зав. лаборатория при высшей автодорожной школе. И я записан на прием к товарищу Корнееву. Видите всех этих уважаемых людей? Им тоже очень нужно Корнееву. Девушка. Ну, мне позарез нужно. Вопрос жизни и смерти. Товарищ Корнеев уехал с инспекции на молокозавод. И когда он вернется, я правда не знаю. Спасибо. Миша! Кузнецов! Жиртрей! Сонечка! Ну, прекратите, вам репетировать надо! Получай! Все замерли! Это что здесь происходит, хорошие мои? Кто здесь проказничает? Варя, отомри. Алла Антоновна, меня Куднецов жиртресом назвал. Замри! Мишенька, тебе не стыдно? Отомри. Простите, пожалуйста, я так больше не буду. Все отмираем и наводим порядок. Быстро, лисички, зайчики, скачем! Веселее, веселее, активнее, ребята! Алла Антоновна, я так никогда не смогу. Это же сможешь, обязательно сможешь, только не сразу. А знаешь что? Пойди-ка ты в наше ателье мод. Они мне обещали помочь с костюмами для новогоднего спектакля. Объясни, что именно тебе нужно. Хорошо. Спасибо большое. Давай. Быстрее, зайчики! Мишенька, а вот за домиком листочек. День добрый? Кому добрый, кому не очень. Заглохла родимая? Угу. Ее окаянную давно на свалку пора. Утюму же сразу на свалку. Дашь посмотреть? Дай-ка ключ на четырнадцать. Джи. Ну что, начальника до молокозавода так и не успел довезти? Какое там? Только тронулись, сразу и заглохло. Ну, тогда давай попробуем завести твое оконье. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Спасибо за помощь. Поскрипит еще лошадка. Не хотите поработать у нас в гараже? Нам такие прытки нужны, да и платят у нас хорошо. Спасибо большое, Николай Васильевич. Только работы у меня хватает. Сергей Михайлов, заведующий лаборатории при высшей автодорожной школе. Я, если честно, к вам на прием был сегодня записан, но я так понимаю, что уже вряд ли попаду. Садитесь в машину, дорогие заведующие лаборатории. На все про все у вас десять минут, пока до молокозавода доедем. Понял. Ложусь. Добрый день. Здравствуйте. Я из дворца пионеров по поводу костюмов для детского спектакля. Женщины. У нас тут вообще-то отелье мод, а не фабрика Широпотреба. А наша директора сказала, что вы обещали помочь? Конечно, поможем. Тем более, что дворец тоже идет нам навстречу. У вас будет проходить показ нашей весенней коллекции. Полина. Люба. Руководитель театрального кружка. Очень приятно. Идемте все обсудим. Гляди-ка, Артемьева распоряжается прям как директор. Лида, может, угомонишься? Полина, сколько раз тебе помогала? Ты шпишь на нее, как змея. Что? У вас тут такие красивые платья. Хотите, я вам что-то похожее сошью? Если честно, очень хочу, но мне так неудобно. Вот еще глупость. Сейчас мы обсудим ваших зайчиков и белочек, потом можем снять с вас мерки, а завтра-послезавтра предложу вам модель платья. Скажите, а мы можем с вами встречаться не здесь? Например, у меня дома. Я вас в гости приглашаю. Кстати, у меня остался отрез еще от тети довоенной. Посмотрите, может быть, подойдет. Ну, хорошо. Полин, вы любите варенье? У меня дома вишневое варенье по маминому рецепту. Очень люблю. Тогда можем завтра после пяти. Договорились? Ну что, обсудим новогодние костюмы? Маша, ты еще не ушла? Только к тебе молодой интересный мужчина рвется. Проходите. Здравствуйте, я слушаю вас. Здравствуйте. Я Игорь Харламов, следователь генпрокуратуры. Занимаюсь розыском нацистских преступников. Ого. Мария Восконян. Сапкор газеты «Комсомольская правда» в Ярославле. Я слушаю вас, товарищ Харламов. Вы делали запрос на информацию о Сергее Проскурене? Да. А в чем, собственно, дело? Ну, от меня зависит, удовлетворить ваш запрос или нет. Поэтому хочу вас спросить, зачем вам это нужно? Скажем так, для работы. Хочу написать очерк о судьбах двух людей. А поподробнее можно? Можно. Одна женщина узнала про Скурина в немецкой хронике. Ее зовут Полина Артемьева. Она утверждает, что Проскурин – ее бывший муж. Она была убеждена, что он погиб в сорок первом, а немецкая хроника датирована сорок четвертым. Ясно. А мне вот ничего не ясно. Поэтому я ей сделала запрос. Хочу помочь ей заодно написать отличный материал на полполосы. Скажите, а мы бы не могли пойти куда-нибудь прогуляться? Тем более, насколько я понимаю, рабочий день уже закончен. А следователь генпрокуратуры быстро переходит в наступление. Ну что ж, почему бы и нет? Жду вас на улице. Мое почтение, Борис Петрович. Ну? Нашел я вашего Семена. Так что, допивайте свое пиво и пойдемте. Ох, и нелегко мне было, товарищ капитан. Ох, и нелегко. Вась, Никонич, за тобой должок. Забыл? Так а я че? Я не че. Игорь, спасибо вам за вкусный чай и интересный рассказ. Это вам спасибо, Маша. Вы знаете, такое впечатление, как будто мы с вами давно знакомы. Два часа пятнадцать минут. Маша, у меня к вам просьба. Я бы сказал, личного характера. Я вас слушаю. Полина Артемьева, моя сестра. А вы похожи чем-то. Я знаю, что ее муж погиб. Откуда? У меня есть свидетель. Почему Полина об этом до сих пор не знает? Видите ли, мы с Сергеем воевали бок о бок. У меня на глазах его накрыло взрывом. Я был уверен, что он погиб. Уже после войны я узнал, что он выжил в бессознательном состоянии, попал в плен. А потом в немецкий лагерь и там уже умер. Не выдержал пыток. Вы же знаете, как у нас относятся к военнопленному. Поэтому я бы хотел, чтобы для моей сестры он погиб героем. Почему вы решили, что сейчас она должна узнать правду? Потому что она начала эти никому не нужные поиски. Потому что у нее сейчас прекрасный муж, замечательные дети. Я бы не хотел, чтобы в один прекрасный момент это все разрушилось. Я не понимаю, как информация о бывшем муже, который погиб десять лет назад, может разрушить крепкую семью. Вам виднее, конечно. Это ваша сестра. Так а в чем просьба? Здесь адрес человека, который знает о смерти Сергея. Его зовут Степан Кузьмич Мельник. Отведите к нему Полину. Только не говорите, что я как-то причастен к этой истории. Скажите, что сами на него вышли. Почему? Вы посторонний человек, и я думаю, она вам поверит. То есть у нее есть повод вам не доверять? Надеюсь, что нет. Да, и еще. Не пишите об этом никакой статьи. Пожалуйста. Ладно. Скажите, а вы всю жизнь намерены врать своей сестре? Я не знаю, что будет через месяц, а вы говорите всю жизнь. Так вы следователь философ? А вы считаете, я не прав? Я не знаю. Просто я ненавижу вранье. Мне пора, я обещала племяннику сочинением помочь. Постойте, Маша. Как вы смотрите на то, чтобы завтра встретиться? Никак. У меня очень много работы. Извините. Опа. А мы вот так. И это шаг. Думай. М-м-м. Ну, чего тут у нас? Придумываю костюмы к детскому спектаклю. Никогда еще такого не делала. Ну, я уверен, что это будут самые лучшие костюмы. У нас очень талантливая мама. Я сегодня с одним очень хорошим человеком познакомилась. Люба зовут. Руководит театральным кружком во дворце пионеров. Мы с ней совсем немного поговорили, но через пятнадцать минут перешли на АТЭ. А через полчаса мне показалось, что мы всю жизнь знакомы. Ну, это же чудесно. Наконец-то у тебя появится подружка. Подруга Витя. Подруга. Да, квартира Артемьевых. Мам, тебе к телефону. Я слушаю. Добрый вечер, Маша. Не сдавайся. Да, хорошо. Договорились. До свидания. Кто звонил? Клиентка звонила по поводу платья. И это мат, Ванька. Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце. Ванька. Боже мой. Мишенька. Ты же говорил, что завтра приедешь. Ну, это для жены. Завтра. Нас с тобой ждет прекрасный вечер. Я привез из Тбилиси хорошее вино, сыр и фрукты. Ах ты. Какой ты милый, Мишенька. Как ты тут без меня не шалила? Нет. По тебе скучала. Как красиво. Ну, это зачем? Зачем надо было морочить мне голову? Не перееду, не перееду. Мишенька, не будь букой. Я же уже здесь. Ты платье себе заказала? Наше ателье очень хвалит. Да? А кто хвалит? Твоя жена? Вот зачем сейчас, а? Что это? Вы там с ней встретились? Не волнуйся. Я ее вовремя заметила. Ой, ты знаешь, кто мне платье шьет? Полина Артемьева. Жена твоего директора. Представляешь. Познакомились уже? Миша, я ее сто лет знаю. Я с ним в Кремльчуге в одной коммуналке жила. Я и с мужем ее первым была знакома. Он погиб в сорок первом. И как Артемьев за ней у Крестова наблюдала. Давай-ка выпьем. За то, что мир так тесен. А потом ты мне расскажешь об этой семейке. Все, что знаешь. Потом. Фашисты совсем озверели. Понимали уже, что конец им, а свидетелей им оставлять ни к чему. Расстреливали партиями. И каждая следующая партия хоронила убитых. Господи. Наши уже наступали. Остатки пленных сигнали в барак. Ну, и нас с Серегой. Во дворе поставили пулеметы и давай поливать. Я в плечо пулю поймал. И в ногу. А Серегу насмерть. Спасибо, Степан Кузьмич. Простите, что заставили вас этот ужас вспоминать. А вы уверены, что Сергей погиб именно в перестрелке? Как все было, так и рассказал. Такое, знаете ли, трудно забыть. Ну да. Только мне почему-то кажется, что вы не о Сергею Проскурене говорили. Я права? Не судите. Да не судимы будете. Полина. Вот возьмите. Зачем я пошла на тот фильм? Может, я этого ничего не знала. А вы... Вы его все еще любите? Пойдемте! О! Похоже, тебя ждут. Угу. Угу. Можно подумать, ты не рада вас. Не поверишь, но нет, не рады. Зря. Он ночен даже хорошенький. До завтра. Пока. Добрый вечер. Добрый вечер. Какими судьбами? Это вам. Рядомственная награда за удачно выполненную операцию? Ведь этот сапожник даже не знал Сергея Проскурина. Полина тоже так думает? Нет. Но я считаю, каждый человек имеет право знать правду. Даже если это разрушит его жизнь? Послушайте, Маша, давайте рассуждать логически. Если Сергей Проскурин до сих пор не объявился, либо его нет в живых, либо он не хочет объявляться. Ладно, я понял. Никаких компромиссов. Черное – это черное, белое – это белое. Товарищ Харламов. Игорь. Наверное, вы правы. Разрешите вас проводить? Да. Сеня, надо сваливать отсюда побыстрее. То замерзнем кедреной бабушке. Давай по-быстрому все обтяпаем и ноги в руки. Погодите немного, надобно, Прохор. Такой ляд нам здесь столько ждать. Сколько надо, столько и будем. Пойми, братан, я хочу, чтобы все по-честному было. Баба его ни при чем. Как только она в больнице дежурить будет, вот тогда мы Мелькина к стенке и припрем. Ты лучше глянь, что я сегодня у мужиков на угле чего накрутил. Да, толковая волына. Вот теперь эта тварь, пусть только попробует должок не отдать. И тут мне мама Оленьки говорит, у моей дочери очень богатый внутренний мир, а вы заставляете ее играть. Гриб-мухомор. Ты представляешь? Поль, у тебя все хорошо или ты неважно себя чувствуешь? Все в порядке. Просто устала немного. Ну а что ты мне сразу не сказала? Встретились бы в другой день, у меня ж не горит это платье. Нет, нет, что ты, я так рада, что пришла к тебе. Расскажи еще про свой спектакль. Конечно, придешь и сама посмотришь. Ты же придешь. С удовольствием. Я ведь редко куда-то хожу. Разве что иногда с детьми в кино. А муж вечно работает. Ой, эти мужья, они все одинаковые. Мой может вообще по два-три дня дома не появляться. Он и ест на работе, и спит на работе, и бреется на работе. Мне кажется иногда, что у него жена есть запасная на работе. Люба, я так рада, что мы познакомились. А я как рада. Давай я тебе фотографии свод покажу. Давай. Вот. Это я играла Оливию в «Двенадцатой ночи». Оливия Цезарева. А здесь Татьяна в Евгении Онегине. Ты здесь такая воздушная, что ли? А это мой Антошка. У него как раз тогда был морской период. Сережка ему подарил тельняшку. Сережка это? Это муж. Так вот он подарил ему тельняшку, и Антон решил, что он станет офицером военно-морского флота. Красивый мальчик. Спасибо. Это он маленький. Сейчас ему уже 16, он ростом с отца, и готовится стать инженером. Так же, как и Сереже. А вот здесь мы втроем. Мам, я дома. Сейчас, прости, пожалуйста. Привет. У нас гости? Добрый вечер. Полина. Добрый вечер, Антон. Любаш, ты меня прости. Надо бежать, ночь на дворе. Хорошо, как мы с тобой договоримся? Послезавтра жду тебя в ателье на примерку. Любое время. Я тебя сейчас провожу. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Ну что, помочь? Спасибо, справлюсь. Минута работы. Ну, как знаешь. Я дома. А ты сегодня рано. А ты сегодня рано? Почему это рано? Вообще-то, рабочий день давно закончился. А я смотрю, пока у меня не было к тебе тут ухажер наведывался. Папа, здравствуй. А ты чего так рано? Да вы что ж, говорили все. Душаю я вам, да? Нет. Просто, когда нарушается привычный ход событий, возникают вопросы. Посмотри, какой у нас умный парень растет. Нет, я учу уроки, философ. Так, а теперь признавайся, что за ухажер? Да уж, конечно, заведешь тут с вами ухажера. Всюду глаза да уши. Новая знакомая ко мне заходила. Обещает шить платье. Что за платье? Красивое? Надеюсь. Мне кажется, Полина ваша профессиональная портниха. Скучаешь по театру? Ты знаешь, нет. Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Мои маленькие артисты намного профессиональнее искренне многих взрослых. Вот пришел бы и репетицию, и сам посмотрел. Да, да, да. Я как-нибудь обязательно загляну. Сереж, я тебя слишком хорошо знаю. Что у тебя случилось? Да на самом деле ничего. Просто жду звонка от Корнеева уже второй день. Нервничаю немного. На Корнееве весь город держится. Представляешь, как он занят? Все будет хорошо. Опять ты меня поддерживаешь, Любаша. Квартира Михаловых? Да. Папа, дайте. Давай, давай. Слушаю. Ну, конечно. Конечно. Понял. До свидания. Помощник Корнеева. Завтра меня ждут с чертежами на комиссии горосполкома. Да. Что случилось? Я тебе уже говорил. Идет мощная зачистка старых кадров. Дай водки. Что ты так переживаешь? Пусть моего отца уже нет, но у него остались друзья. И я уверена, что они меня откажут. Давай я завтра смогу. Ты меня не слышишь? Все друзья твоего отца слетят. Если уже не слетели. Водки дай. Раздевайся. Ужин пойду тебе разогри. Не надо. Я сыт. Только водки. Тебе опять духами пахнет. Тебя там накормили? Ставь меня в покое. Миша, я предупреждала, что мое терпение не безграничное. Хватит. Без тебя тошно. Я еще раз повторяю. Не прекратишь таскаться по своим девкам, пеняй на себя. Опять угрожаешь? Не надоело? Да нет, что ты. Сейчас все по-другому будет. Сам же говоришь, идет зачистка. И вот я думаю, проверяющим будет очень интересно узнать, откуда у начальника режимного отдела обычного автозавода столько трофейного добра. Я тебя предупредила. Сука. Приветствую, Виктор Андреевич. Я вас рад слышать, Николай Васильевич. Как здоровье супруги? Да все нормально. Прости, ведь нет времени на реверансы. У меня к тебе очень важное дело. Слушаю. Есть один проект. Дело касается производства спортивных автомобилей. Ого. И что, его хотят поручить нашему заводу? Ну, честно сказать, пока еще нет, но очень бы хотелось. Автор проекта выступает сегодня на комиссии госполкома с докладом. А меня в обком вызывают. Так вот, я хочу, чтобы ты попредседательствовал вместо меня. Послушай, в Ник не понравится проект. Даешь зеленый свет, мы поможем деньгами. А не понравится, сразу руби. Спасибо. Что-то здесь не так. Может, вырез переделать? Нет. Оставь так. Пожалуйста, мне очень нравится. Правда? Хорошо. Хорошо говорила. Послезавтра можешь забрать. Как здорово. Будет повод Сережку куда-нибудь вытащить. Как думаешь, сможет он отказать женщину в таком платье? Ни за что. Скажи, а очень неприлично, если я попрошу тебя взять мою дочку в театральный кружок? Если она тебе подойдет? Ну, приводи, конечно. Мы занимаемся три раза в неделю, а во дворце я вообще практически каждый день. Угу. Особое внимание я прошу обратить на разработанный специалистами нашей лаборатории четырехцилиндровый двигатель. Я прошу прощения. Мощность которого... Мощность которого... Продолжайте, товарищ. Прошу вас. Мощность которого может превышать пятьдесят лошадиных сил, а коробку передач... Мы предлагаем сделать трехступенчатый. И это позволит нашему спортивному автомобилю достигать скорости сто пятьдесят километров в час. Таким образом, при наличии дополнительного финансирования и некотором увеличении штата, наша лаборатория гарантирует создание... Товарищи, я не совсем понимаю, что такое дополнительное финансирование, и по-моему этим занимается Пельцер и... За два года? Да. Мы считаем, что... Уважаемый товарищ Михайлов, насколько нам известно, ряд лабораторий в нашей стране уже получили государственный заказ на производство спортивных автомобилей. А вы хотите сделать это за счет городского финансирования. Мы вас правильно поняли? Да. Своих ресурсов нам не хватит. Ну и у города нет возможности финансировать идеи, которые на сегодняшний день не являются жизненно важными. Тем более, что правительство уже поручило подобные разработки компетентным специалистам. Да, я читал об отделе Гладильевны и Пельцера. И я уверен, что наша лаборатория может предложить более интересное решение по данному вопросу. Вот посмотрите. Товарищ Михайлов, мы не первоклассники. Мы уже все поняли. К тому же, я бы посоветовал вам быть скромнее. О том, какое решение будет интересно, предоставьте судить вышестоящим инстанциям. Но мы ведь просим совсем немного. И в случае успешных… Вот именно. Вот именно. В случае. Мы ведь уже подготовили все расчеты, календарный план. И товарищ Корнеев… Я бы попросил вас не горячиться. Товарищ Михайлов, мы вас выслушаем. Теперь нам нужно посоветоваться, и мы примем какое-то решение. Возможно, кстати, имеет смысл отправить вас в столичную лабораторию. К товарищу Пельцеру. Будем думать. Хорошо. Спасибо за уделенное время, товарищи. То есть точную дату своей Сузволинской операции они не назвали. Насколько я понял, это зависит от вашей жены. В смысле? Ограбление Угаров с подельником наметили на ночь, когда ваша жена будет дежурить в больнице. Благородные они. Женщин не трогают. Я знаю, что дежурить редко. И расписание ее я не знаю. Но, во всяком случае, это точно не сегодня и не завтра. Вова. Если честно, я рассчитывал на поддержку Корнеева. Надеялся, что идей примут, финансово обеспечат. Хотя, с другой стороны, к туристику отказа тоже не прозвучало, что уже хорошо. Ну да, они же должны подумать, все взвесить. А если придется опять переезжать? Новый город, новая лаборатория. Ну так, нам же не привыкать. А ты зато сможешь построить свой автомобиль. Па, а как ты его назовешь? Ты знаешь, я даже пока не думал над этим. А назови АСМ-1. Что значит? А автомобиль С Сергея М Михайлова. Прославишь нашу фамилию Михайловых? Ну да, прославлю нашу фамилию. Дети, рептиция закончена. Собираем реквизит, переодеваемся. Проходите, мои дорогие. Ах ты. Как вас тут красиво. Здравствуйте. Только мне еще немного времени надо. Подруга должна привезти свою дочь, записать в наш театральный кружок. Ну хорошо. Мы с Антохой на улице подожди. А нам опять, наверное, придется переезжать. Чтобы папа мог построить свой спортивный автомобиль. Вот так новость. Когда? Так никто пока никуда не ездит. Это всего лишь предположение. А вы, Любовь Алексеевна, заканчивайте поскорее. У меня есть серьезное намерение угостить у вас пирожные перед началом. Конечно, мои дорогие. Пойдем. Так. Переодеваемся. Так. Миша, перестанешь лениться, сможешь стать великим артистом. Добрый день. Можно? Да, конечно, проходите. И к следующей репетиции, чтобы слова волка от зубов отскакивали. Есть? Да, хорошо. До свидания. Вики. Это наша Надюша. Здравствуй, Надюша. Я Любовь Алексеевна. В спектакли играть хочешь? В чем? Прекрасно. Так мы действительно можем опоздать. Давай я сбегаю, потороплю маму. Антон, здравствуй. Ты куда пропал? Привет. О, ладно. Я сам скажу. Здравствуй, девочки. Да я вроде и не пропал. Как ваши дела? Нормально. А твои? А как танцуют снежинки? Спасибо. Поля, у тебя очень талантливая дочь. Спасибо. Я даже знаю, какой спектакль вы мне поставили. Где мамочка? Будешь говорить? Горький? Мы занимаемся в понедельник, среда, пятница. На второй половине дня. Сейчас пойдем. Здравствуйте, Сергей. Подглядываете? Здравствуйте, Алла Анатольевна. Что сказали? Я говорю, за женой своей подглядываете. А это у нас в дворце будет происходить показ мод. Директор отелье Яковлев решил сделать женщинам нашего города праздник. Хорошо. Я вернусь. Эх вы, мужчины, и вам нас не понять. Что же мы стараемся? Да, кстати. Только что лучшая партниха этого отелье привела свою дочь в кружок к вашей жене. Так что вы подскажите Любе, пусть она у Полины себе платье сошьет. Ну, так сказать, в порядке взаимовыгодного сотрудничества. Хорошо. Нет, нет, правда, правда, Сергей, Полина хоть и является женой не последнего человека в нашем... Все она жена. Директора нашего автозавода Виктора Артемьева. Но при этом она очень милая, доброжелательная и отзывчивая. Где, вам сказали, находится это отелье? Здесь недалеко, на Ильинской. Сергей, с вами все в порядке? Да, хорошо, да. Я Любе на улице подожду. Пап, а что мы делаем? От кого прячемся? От кого прячемся? Ну, сынок, надо мы сейчас подшутим. Ого, хорошая идея. Ну, пойдемте, а то опасно. Ты испугалась? Нет. Ну что, есть новости? Да. Грабить они вас будут через три дня, где-то около двух часов ночи. Ах, сволочь. О том, что ТНС дежурит, я узнал всего полчаса назад. Им, получается, это стало известно еще раньше? То-то и оно. Нужную информацию они получили в больнице, скорее всего, за деньги. Вот-вот. Надо будет слистнуть коллегам. Пусть разберутся, кто там дешефты свои проворачивает. Михаил Яковлевич, наш договор остается в силе. Да, именно так. Поймаем бандита, получишь свои погоны обратно. Ну, не поймаем, пеняй на самого себя. Идем, я обрисую свой план. Так. Что происходит, Сереж? Ну, подожди, закуска сейчас будет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извини. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Но все-таки, что случилось? Ты сегодня весь вечер сам не свозь. Я уверена, что даже название фильма, на который мы ходили, не помнишь. За витриной магазина. Универмага. За витриной универмага. Что случилось? Встретил призрака. Привидение. Ты можешь по-человечески объяснить? Человек встретил с прошлого. С своего прошлого, понимаешь? Из жизни Сергея Проскурина. О, Господи. И что теперь? Он пойдет в милицию и все расскажет? Что? Нет. Поешь. Ну, спасибо. Я там у гостиной лягу. Иди на арест, почему? Дорога. Садитесь. Виктор Андреевич. Здравствуйте. Добрый день, Полина. Садись, Полин. Вот не поверите, мимо проезжал. Смотрю вы. Возьму. Так уж прямо мимо и проезжаю. Не верите? Не верю. Правильно. Я положу душу. Нужно что-то решать с моим Михайловым и его проектом. Так ведь не я решаю, товарищ Алексеев. Решает комиссия горосполкома. И потом, если его направят работать в столичный институт, неужели вы будете против? Мне бы очень и очень не хотелось его отпускать, хотя я понимаю, что и для Сергея, и для дела так лучше. А насчет двигателя к нашему спортивному автомобилю что скажете? Может ваш завод помочь лаборатории с деталями? С деталями? Для вашего двигателя. Наш завод. Кому нам еще обратиться? Финансирование у нас, сами понимаете какое. Хорошо. Поможем вашей лаборатории, товарищ Алексеев. Всего доброго. Благодарю. Рында! Ух ты, у нас что праздник сегодня? Еще какой? Теща на побывку приехала, помогай. Слушай, Степан, надо уже тещу на неделю. Ни за что. Чтоб жалко стало, да? Вот такой ты друг. Потому не должен, что друг. Ты же со мной потом здороваться не захочешь. Игнать, обед. Давайте без меня, мужики. Дело срочно есть. Добрый день, товарищи конструкторы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и запахи у вас. Присоединяйтесь. Здравствуйте, Роман Яковлевич. Ну что, поговорил с Артемиевым, пообещал помочь с деталями. Что-то он добрый стал в последнее время. Товарищ профессор, автозавод не может утащить наш проект? В каком смысле тащить? В конструктивном. Заберут наши разработки и сами начнут делать автомобиль. А? Вася, Сережа, вы что? Когда вы нас что забирали? Раньше нет, не забирали, а теперь могут. Не совсем понимаю ваш настрой. А это что у вас? Пирожки. Присоединяйтесь. Ага. Ну, на. Проведем волевые испытания. Ага. Ага. Стойте. Спасибо, что подождали. Полина! Любушка, здравствуй. Здравствуй, Полечка. Спасибо, что пришла. Я понимаю, отнимаю обеденное время, но мне просто больше не с кем поговорить. У тебя что-то случилось? Да. Сережа вчера напился. Один бутылку водки, как, как воду хлобыстал. С мужчинами такое бывает. Может, неприятности на работе. Нет. Говорит, встретил призрака. Из прошлого. Да. Прошлое порой не отпускает. У него была одна женщина. Давно. Погибла во время войны. А вдруг она не погибла? А сейчас появилась. Что делать, Полин? Не знаю. Может, спросить его прямо? Я боюсь. Я понимаю. У меня была подобная ситуация. Вдруг она захочет его вернуть. Я однажды мужа тоже заподозрила. И что? А потом узнала, что беременна. И все разрешилось само собой. Ну да. Возможно, это и выход. Может, ты себе сама все напридумала? У вас же все хорошо, Люба. Хорошо. Прости. Наверное, это бабские нюни. Спасибо тебе, Полечка. Да не за что. Кстати, если у тебя есть немного времени, пойдем покажу новые идеи к твоему платью. Пойдем. Как говорила моя тетя Ира, лучшее средство от плохих мыслей – это новое платье. И это правда. Пойдем. Пойдем. Здравствуй, Серега. Что ты здесь делаешь? Пришел навестить погибшую жену. Откуда узнал? Случайно увидел. Говорил с ней. Никто не виноват, что так вышло. Полина считала, что ты погиб. И мы поженились. И у нас все было хорошо, пока ты не появился. Я испугался, что могу ее потерять. Испугался? А я потерял. Понимаешь разницу? Я не понимаю, зачем ворошить прошлое. А если это прошлое меня не отпускает? Я не хотел тебе говорить, чтобы не обидеть, но раз такое дело… Полина знает, что ты жив. Я ей сказал об этом. Недавно. Сразу после твоей встречи с Ксюшей. Она меня и заставила, и правильно сделала, как будто нарыв. Прорвала… Кто Полина? Полина? Ничего. Она меня простила. Почему я должен тебе верить? Потому что мы с Полиной любим друг друга. Потому что у нас двое прекрасных детей. У тебя же у самого есть семья. Жена, сын. Ничего тебе еще не хватает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Вить. Здравствуй. Опять на базар одна ходила. Полин, ну сколько можно? Сколько можно тяжести таскать? Все, решено. С завтрашнего дня я буду сам обвозить тебя на работу. Ну или Васильича, если я не смогу. И потом тебя опять обвинят в злоупотреблении в служебном положении. Ничего. Нет уж. Как-нибудь сама. Сама? Ты ж устаешь, Полин. Есть немного. День сегодня какой-то странный. Тревожный, что ли? А что, если тебе в санаторий съездить? На Кавказ? Я в горосполкоме смогу путевку выбить. Не нужно. Ты когда последний раз отдыхать ездила, Полин? Соглашайся. Ну, соглашайся. Завтра и займусь. Я никуда не поеду. Дети учатся, у меня работы полно. Что за блашь такая? Моя забота о тебе – это блашь, Полин. Вить, я не это хотела сказать. Я никуда не поеду. Здравствуйте, сестрёнка. Игорь. Проходи. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Маша. Маша – моя невеста. И мы на минутку. Вить, это я. Поздравляю. Мой муж ничего не знает и не должен знать. Какие люди. Ну, проходите, чего на пороге-то? Топчетесь. Мы на минутку. Это Маша – моя невеста. Маша – сапкор газеты «Комсомольская правда». Она писала статьи о концлагерях, а я её курировал. Какой неожиданный поворот такой. Виктор, очень приятно. Взаимно. Нам пора. Мы в театр идём. Сестрёнка, я хотел тебя попросить шить платье моей невесте. Хорошо. Приходите завтра в ателье. Я мерки сниму. Хорошо. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Красивая пара. Роман Яковлевич. Виктор Андреевич. Иди с судьбами. Очень хорошо, что успел вас застать. Что-то случилось? Ничего не случилось. Есть решение горосполкома срочно направить вашего Михайлова в столицу. В научно-исследовательский автомобильный институт. А что такая срочность? Мы же говорили, что Михайлов уедет, когда доведёт до ума двигатель. Да чёрт с ним, с двигателем. Как это? Двигатель, это конечно важно. Вот пусть и дорабатывает его в нами. Есть мнение, что Михайлов уже с понедельника должен приступить к работе на новом месте. Постойте, Виктор Андреевич, как в понедельник? С понедельника. Сегодня среда. У Михайлова семья. Как он ж всё просит и уедет. Семья приедет к нему позже. Я уже обо всём договорился. Его ждут в институте. Хорошего вам дня, Роман Яковлевич. Поехали. Я никуда не поеду, товарищ профессор. У меня сын в школу заканчивает. Уже на детский спектакль на выходе. Не могу я их в очередной раз с места сорвать. А Виктор Артемьев, я уверен, просто хочет поскорее спорвать от меня отсюда. А почему? А у нас с ним давние счёты. Счёты? Вы профессиональные? Да. Знаете, наверное, вы правы. У меня его аргументы тоже показались неубедительными. Я на вашей стороне, Серёжа. И мы с ним попробуем бороться его же методами. Спасибо. Здравствуйте, Николай Васильевич. Здравствуйте, у себя? Да. Николай Васильевич, случилось что-нибудь? Случилось. Вот, читай. Здравствуйте. Оленька, здравствуй. Помощь твоя нужна. А чай со мной выпьешь? Прости, не могу на работу бежать. Это старая куртка мужа. Ей уже сто лет в обед. Она расползается в руках. Может быть, ты можешь её как-то обновить или такую же сшить? Я постараюсь. Но уже завтра, хорошо? Да, конечно. Не к спеху. Может быть, хотя бы она ему настроение поднимет. Ходит, как в воду опущенную. Всё призрак из прошлого покоя не даёт. Я не знаю. Вроде больше о нём не вспоминала. Ну, может, неприятности на работе. Знаешь, у моего тоже. Если что-то не заладится на заводе, хоть не подходи. Но это не те проблемы, которые нельзя решить. Это правда. Спасибо тебе. Это полная чушь. Плод больного воображения скандального старика. Не более. И потом, у нас сейчас не тридцать седьмой год, чтобы реагировать на доносы. Это поаккуратнее на поворотах. Это не донос, а сигнал. Директор завода Артемьев препятствует развитию спортивного автомобилестроения из личной неприязни и собственных амбиций. Хотя ты прав, Алексеев. Кто-то ещё фрукт. При чём здесь личная неприязнь? Комиссия в полном составе приняла решение, что не стоит финансировать этот проект из городского бюджета. И что лучше направить товарища Михайлова вместе с его идеями в столичный институт. Разве плохо? Вить, там наверху хрущевские и сталинские. Люди готовы зубами грызть друг друга. Если кто-нибудь из моих врагов узнает, что мой директор завода использует служебное положение для удовлетворения собственных амбиций, ты понимаешь, что если снесут, меня снесут и тебя? Понимаю. Тогда сделай всё у нас Алексееву. Вопрос реши. Виктор Андреевич, если кто-нибудь что-нибудь на тебя ещё напишет, больше на мою поддержку не рассчитывай. Да. До свидания, Николай Васильевич. До свидания. Валентина Кондратьевна. Да, слушаю, Виктор Андреевич. Соедините меня с генералом Ивановым. Одну минутку. Готово. Андрей Иванович, Виктор Артемьев беспокоит. Есть минутка? Очень хорошо. Очень нужна информация об одном человеке. Пап, ну покажи. Сейчас покажу. Имейте терпение, молодой человек. Глядите. Ничего себе. Ух ты. Мам, а папа телевизор купил. Вот такой. Ну это у него коробка такая, а сам телевизор у нас где-то вот такой. Так это мы что, теперь футбол будем смотреть? Ну конечно. Ура! Садитесь в машину. Надеж, поехали. Так, друзья мои. Я вас сейчас домой отвезу, потом смотаюсь по делам, вернусь. И будем смотреть телевизор. Но сначала его нужно настроить. Хорошо. Хорошо. Спасибо тебе. До завтра. Давай, давай. Добрый вечер, Роман Яковлевич. Садитесь в машину, нужно поговорить. Садитесь, не бойтесь. Я свое давно уже отбоялся, Виктор Андреевич. Роман Яковлевич, я знаю про вашу докладную Корнееву. И вы глубоко ошибаетесь, считая, что я настаиваю на переносе проекта в столичный институт из личных побуждений. Уж вам-то, профессор, должно быть очевидно, что перспективные идеи только выиграют от улучшения условий их воплощения. Виктор Андреевич, не слишком ли сложно и витиевато вы пытаетесь не объяснить обыкновенную профессиональную зависть? Хорошо, давайте расставим все точки над «и». Михайлов должен уехать как можно быстрее. Этого не будет. У вас все? Не совсем. Вы знаете, есть еще один человек, которому осуществление нашего плана крайне необходимо. Вы догадываетесь, о ком я говорю? Понятия не имею. Впрочем, меня это совершенно не интересует. А зря ведь речь идет о вашем внуке Савелии. Роман Яковлевич, если Михайлов не уедет, все узнают о том, что Савелий Алексеев – десятиклассник, претендующий на золотую медаль. Внук известного профессора из высшей автодорожной школы поддерживает связь со своими родственниками-белогвардейцами, бежавшими на запад. Если у меня и были какие-то сомнения, то сейчас вы их абсолютно развеяли. До чего вы низкий человек. Остановитесь, остановитесь, Роман Яковлевич. Да, вы правы. Все разговоры бесполезны. И все-таки я считаю, что мы с вами поняли друг друга. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты где был? На работе. Задержаться пришлось. Сереж, Роман Яковлевич в больнице. Что с ним? Подозрение на инсульт. Забрали прямо с улицы. Сережа. Лежите, лежите, Роман Яковлевич. Вам нельзя двигаться. Сережа, я хотел с вами поговорить насчет вашей работы в столице. Роман Яковлевич, я все-таки решил ехать. Правда? А почему вы передумали? Ну, как? Мне предлагают работу в одном из лучших институтов нашей отрасли. И потом, я думаю, так будет лучше для всех. Спасибо вам, Сережа. За что? За то, что избавили меня от необходимости выбирать. Вы только доведите нашу машину до луну. Обещаете? Конечно. Доброе утро. Доброе. А ты когда вчера пришел? Я уснула, ничего не слышала. Вернулся около полуночи. Профессора уже намного лучше. Не пил. Слава Богу, вернулся. Кто вернулся? Ты. Прости меня, Люба. Самое главное, что ты рядом. Завтра я должен уехать. В понедельник уже надо выйти на новую работу. А мы? А Новый год? На Новый год я вырвусь, обещаю. Но вы с Антохой приедете, как только решите все проблемы с его школой, с твоим дворцом пионеров. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо. Муся. Ну что? Давай. Угу. Есть. Есть. Что там, Яковлев, еще не пришел? Нет, еще сами ждем. Так, а что это? Че это? Ой, это же мне вчера подруга принесла. Попросила куртку мужа восстановить. Господи, какое старье. Малахольная. Здравствуйте. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как снег побоел. Антоха, наверное, опять ключи забыл. Открою. Господи, Полина, что случилось? Куртка. А откуда она у твоего мужа? Да... Да... Да будь она неладная, эта куртка. Ты ж заболеть можешь. Любовь, чего так? Скорей. Сереж, это Полина. Полинка, это мой Сережка. Так. Иди скорее чайник ставь. Ты же дрожишь все. Сереж, ну что ты встал? Ноги промокли. Пойдем, пойдем, я тебе шерстяные носки дам. Сереж, чайник, чайник. Пойдем, пойдем, мои дорогие. Пойдем. 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 Недолго. Что у тебя случилось? Куртка. Да я же тебе сказала, не к спеху нам эта куртка. Выпей, согреешься. Может, мужу твоему позвонить? Пусть приедет. Нет, не нужно. Сейчас все будет хорошо. Прости, нагрузила я тебя этой курткой? Да нет. Просто я выкройку такую давно когда-то в журнале видела. Еще до войны. Ну да, Сережа сказала, что она у него еще с тех времен. Купил ее где-то на барахолке. На барахолке? Ну. Так стоит ли спасать то, что давно пришло в негодность? Вот и я говорю, пусть тебе висит в шкафу, пока сам ее не выбросит. Мы сейчас чай будем пить. Сереж, ну что там наш чайник? Как же я давно хотела вас познакомить. Каждый раз что-то мешало. А тут надо же, как получилось. Не было бы счастья, да несчастье помогло бы. Угу. А вы откуда родом, Сергей? Мы же оба из Белоруссии, я тебе рассказывала. Прости, я забыла. Ну, скоро отсюда придется приехать. Сережка будет работать в лучшем автомобильном институте страны. Жаль, придется расстаться. Мне тоже очень жаль, если честно. Ну, руководство автозавода настаивает на срочном переводе Сережи. Артемьев настаивает на срочном переводе в другой город. Да нет, ваш муж ни при чем. Этого требует интереса дела. Пойду я. Ты точно согрелась? Да, Любушка, спасибо тебе. И вам, Сергей. Дети ждут. Муж. Да еще родственник один объявился. Столько лет глаз не казал. И вдруг как снег на голову. А ты, судя по всему, ему и не рада. Одного понять не могу. Почему пропадал столько лет? Ну, всякое бывает. Разберешься, расскажешь. Обязательно. Подожди, я сейчас тебе ботики свои старые найду. Все лучше, чем в туфлях по снегу бегать. А Сережка тебя проводит. Нет, это не нужно. Это даже не обсуждается, Сереж. Конечно. И доктор сказал, что теперь товарищ Алексей быстрее поправится. А профессор очень хороший человек, да? Да, конечно. Почему его спрашивают? Ну, к нему столько людей приходит. Вот вчера, например, допоздна какой-то ученик сидел. Сегодня дочь полдня не отходила. Теперь вот внук. А что за ученик? Не скажете? Сделаю ему выговор, чтобы не утомлял нашего профессора. Ну, зачем? Не надо. Товарищ Алексеев даже как-то повеселел после его прихода. Очень приятный молодой мужчина. Его Сергеем зовут. Помогите! Деду плохо! Помогите! Откроем! Одну доступ. Я мучаю. Деду плохо сделаю. Я добрался. Я отдам. Я отдам. Я отдам. Едам так. Эдам! Я отдам. Весье... Тебе совсем нечего мне сказать. А тебе? Я думала, что ты погиб. Я выплакала все глаза, я чуть с ума не сошла. Это оказывается, жив-старом. И очень даже счастливой другой женщиной. А тебе было спокойнее считать меня убитым? Сереж, что ты говоришь такое? Ты тоже счастлива? Я понимаю, ты мог разлюбить меня, забыть. Но почему ты просто не написал, что жив? Мне сказали, что тебя убили фашисты. Кто сказал? Ты не знаешь, кто? Сережа! Роман Яковлевич умер. Дочь только что звонила. Потерянусь. Я знаю, что там подожди нет. Я знаю, что там подожди. Потерянусь я тебя и не думаю. Я пошел. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Брось нос! Брось нос! Снеги! Руки за голову! Руки за голову! Кончу из твоей гастроли! Зачем? Мы же собираемся живьё мрать. Не сдержался. У меня рефлекс на эту мразь. Мы его пристрелили в порядке самообороны. Тварь! Я к соседям милиции вызвал. Я не знаю, кто ты, но ты дурак. Он тебя тоже использует и выбросит, как меня. Он за это оборванное трофейное добро любого. Милиция приедет с минуты на минуту. Тебе лучше уйти. Почему вдруг? Ну, как ты объяснишь наличие у тебя оружия? У тебя есть разрешение на его ношение? Ну вот, уходи. Я расскажу кому надо о твоём участии в операции. И считай, ты вновь при погонах. Хорошо. Кстати, там его подельник во дворе без сознания валяется. Не забудьте его сдать милиции. А-а-а! 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 А-а! 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 КОНЕЦ Маленька, я дома. Слушай, ты прости, что я задержался. Пришлось брать организацию похорон Алексеева на себя. А ты чего в темноте сидишь? Ну, 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 ты что, Полинка? Ты чего? Успокойся. Умер пожилой человек, к тому же не очень здоровый. Нельзя так все близко к сердцу при него, Полюшка. Ну, успокойся. Ну, что ты будешь делать? Он не только на высоких оборотах не хочет работать, он вообще не хочет работать. А Роман Яковлевич хотел какую-то свою идею проверить. Не успел. Сейчас еще Серега уедет, так вообще лаборатория загнется. Лаборатория. Добрый день. А можно Сергея Михайлова? А его нет, его к институтскому начальству вызвали. А когда он будет? А кто же его знает? Может, что-то передать? Ну, что, не хочешь наживать? Ну, тогда обратно, к чертежам. Да, кстати, Сережа, тебе звонили женщины. Ну, жена, наверное. Да нет, я бы твою Любу узнал. Ее голос ни с кем не спутаешь. Артистка. Спасибо. Девочки мои, все сюда. Очень красиво. Спасибо. Милые мои, к нам на показ собирается все руководство города. Со своими женами, естественно. Но и это еще не все. К нам приедут гости из далекой Америки. Ого! Правда, что ли? Вы шутите, Николай Альбердович? Отнюдь, отнюдь. В Москву на гастроли приезжает народная опера и Сан-Франциско. А откуда они о нас узнали? Ну, кто-то из оперной труппы увидел в летнем журнале «Мод нашей модели». Они понравились. А когда узнали, что мы готовим показ, захотели на нем присутствовать. Так что столичное культурное начальство перевезет нам американских солистов. Ура! Даже подумать не мог, что к этим похоронам будет столько внимания. Мне прям телефон с утра оборвали. Ну, у профессора Алексеева много учеников, столько лет преподавал. А ты знаешь, сколько за ним разных изобретений для автомобиля числится? Нет. Тот-то и оно. Не умеем мы ценить свои таланты. Сергей Михайлов! Здравствуйте, товарищ Корнеев. Здравствуй. Товарищ Артемеев. Все хотел лично поговорить. Да со временем никак. С твоим отъездом в столицу придется повременить. Мы сейчас никак не можем оголять лабораторию и в память о профессоре. Ты просто обязан завершить работу над созданием спортивного автомобиля именно здесь. Хорошо. А завод в вашей лаборатории помогает? Помогаем, Николай Васильевич. И деталями для двигателя, и советами помогаем. Это хорошо. Ну что, товарищи, пойдемте помянем Романа Яковлевича. Пусть его душа покоится с миром. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида в отчаянии он написал. Стоп, Толик. Я тебе не верю. Не понял. Конечно, потому что он не в Лиду влюблен, а в Зимку. Что? Что слышал? Успокоились. Иначе сейчас получу моталу Антона на орехи. Продолжаем. Как у вас дела? Работаем, репетируем, вживаемся в образ. Ага. Только непонятно зачем, если Любовь Алексеевна все равно скоро уезжает. Толик, не бурчи, пока никто никуда не едет. То есть? Любовь Алексеевна звонил муж, просил передать, чтобы вы не увольнялись. Переезд откладывается. Ура! Стоп! Как? А я уже договорилась в двух столичных театрах о прослушивании. Ну, да и бог с ними. Вот и замечательно. Продолжайте репетировать. Значит, вы полностью зависите от своего мужа и ваше призвание. Ваш талант ничего не значит. Значит, Верочка, значит. Но муж для меня гораздо важнее. Верочка, значит. Как ты узнала, что я пришел? Не знаю. Почувствовала, наверное. Я вчера чуть не умер, когда ты пришла. А я потом дома сходила с ума. Пыталась храниться от воспоминаний. Не получилось. Я тоже всю ночь провел в прошлом. Сережа, я не знаю, что делать. Как жить-то лишил. Главное, что мы встретились. Сережа, а кто тебе сказал, что я погибла? В Кременчике многие так думали. Окончательно меня в этом убедил Виктор. Ай! Десять лет назад. Я гнала от себя эти мысли. Как же он мог? Столько лет. Он любит тебя и не хотел терять. Ты оправдываешь его? Нет, ты что. Я просто пытаюсь его понять. А разве можно ложь оправдать любовью? Раньше бы я точно сказал, что нет, а теперь я. Я не знаю. Я ничего не знаю. Оль, я не могу тебя терять. Знать, что ты жива, что ты рядом. И не быть с тобой, я... Я не могу. Я не хочу так больше жить. Сережка, представляю, как обрадуется Игорь, когда я ему скажу о тебе. Ты знаешь, а ведь он считал тебя лучшим другом. Надеюсь, он и теперь так считает. Ты хочешь сказать? Это невозможно. Кругом все врут. Игорь меня спасал. Да. Я ведь ничего о тебе не знаю. Поля. Сережка. Игореш, а ты уверена, что Полина будет рада меня видеть? А вдруг она наедине хотела с тобой поговорить? Маш, ты без пяти минут, моя жена. Ну, какие мы любят тайны? Тем более, ты уже давно в курсе наших семейных секретов. Ой, не напоминай. Заодно и свадебное платье примеешь. Ну, конечно, это субъект, что примели. Вот-вот. Оля сейчас не до нас. У нее уже показ через неделю. Кстати, ты знаешь, на дефиле обещали привезти американцев. Мне даже статью про чем написать. Мода не знает границ. Маша, а дефиле, что за зверь такой? Это всего-навсего демонстрация одежды. А-а-а, вот и на что. Знаешь, я на тебя смотрю, и мне кажется, что не было этих четырнадцати лет. А может, их и правда не было? Может, это просто сон? Сашенька, ну что ты? Пойдем. Пойдемте, пожалуйста. Пойдем, пойдем. Больше, когда выбежим, спрятуемся, скроемся. Вместо, где никого, кроме нас, не будет. А разве есть такое место? Мы найдем. – Да рассказывай. – Поехали. Горюш, вон твоя Полина. Так это человек, которого она так долго искала? Они все-таки встретились. То есть ты знал, что этот человек жив? Маша, так случилось. Я все объясню. Ты убеждал меня, что он погиб. Я тебе поверила. Я больше всего на свете ненавижу вранье. Маша. – Мне с тобой больше не о чем говорить. – Да как я могу сказать правду? Это была не только моя тайна. Как я могу жить с человеком, который меня обманул? Как я могу знать, что это не повторится? Как я могу рассчитывать на тебя, доверять? Я не могу. Не хочу. Прощайся, товарищ Харламов. Тут дом Степану остался от деда. Он генералом был. А мы сюда осенью на рыбалку ездили. Тут озеро недалеко, метров сто. Почему ты уверен, что тут никого нет? А я и не уверен. Я не знаю. Мне просто очень хотелось в это верить. Заходи. Я не знаю. я не знаю. Что делать? Я не знаю. Товарищ Яковлев? Да-да-да, это я. Москва вызывает. Здравствуйте, Ник. Я Фил Тернер, импресарио народной оперы Сан-Франциско. Вы знаете, почему я вам звоню? Да, конечно, Фил, я знаю. До свидания. Поль, что-то не так? Сереж, все не так. Мы справимся с этим. Главное, что теперь все позади. Что позади? Все. Война, наша разлука, все. Я прячусь в чужом доме с чужим мужем, а ты говоришь, все позади? Я не чужой, я твой. Кто? Ты мой кто? Мы должны все им рассказать. Поль, они ни в чем не виноваты. Ни Люба, ни Антон. Ни ваши с Виктором дети. Ну, как мне сейчас прийти домой и смотреть ему в глаза? Как? Надо уходить. Поль, я больше тебя никому не отдам. Я очень люблю тебя, Сережа. Поль, верь мне. Я придумал. Я обязательно придумал, как развязать этот узел. Или разрубить. Слушаю вас, товарищ Куршиш. Пара вопросов есть, товарищ Мелькин. Ну? Хочу знать, как дело закончилось. Да нормально все. Ко мне претензий никаких. А бандит этот, Тугаров, оказывается, пристрелил своего подельника из того же револьвера, который угрожал мне. За мной что? Пока ничего. Так быстро такие важные дела не делаются. Еще не успел со всеми нужными людьми переговорить. Бывай. Банька. Банька. Тихо, тихо. Они спят. Да гляди, какая елка. КОНЕЦ Сережка, я тут подумала, а я хочу родить ребенка, твоего. Мы еще с тобой молодые. Ты представляешь, как это? Почему? Ну, у тебя же сердце. Ну, давай вначале к доктору сходим, проконсультируемся. Поймем, что можно, что нельзя. Ну, хорошо, давай проконсультируемся. Но я уверена, что ребенок будет во благо. Я тебя очень люблю, Сереж. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, ну, надо же, мой Мельгин пришел со своей сорокой. Ну, она его жена, как-никак. А почему сорока? Да, так похоже. Разве нет, ты смотришь, Оленька, с премьерой. Здравствуй, Люба. Здравствуйте. Познакомься, это Галина, моя давняя знакомая. Люба, руководитель театрального кружка, в котором мучается моя дочка. Очень приятно. Мне тоже. Полиночка, душа моя, подойди, пожалуйста. Я скоро. Да, конечно. Скажите, вы что у вас? Это Полина Артемьева, мой лучший модельер. У этой милой женщины потрясающее чувство стиля. Она явно опережает время. Приятно познакомиться. Очень приятно. Мы видели ваши платья. Они прекрасны. Мне не терпится увидеть вашу коллекцию. Удачи вам. Мне все нравится, а я тебя хвалю. Николай Альбертович, позади вас стоит мужчина, который глаз с вас не сводит. Я знаю, спасибо. Это очень не кстати. Леди и джентльмены, добро пожаловать в Мир Моды. Дорогие друзья, мы начинаем. Проходите, пожалуйста. Проходите. Здравствуйте. Здравствуй. А Полиночка твоя, молодец. Уважаемые товарищи, дорогие наши иностранные гости. И Антон решил, что станет таким же хорошим инженером, как его отец. Мы с таким восторгом говорите о своем супруге Люба, будто он вас ангел. Простите, но у него и правда нет недостатков. Вот моя семья. А как фамилия вашего мужа? Михайлов. Сергей Михайлов. А что? Да так, лицо показалось знакомым. Чтобы вы успели заказать понравившиеся вам модели. Итак, добро пожаловать в Мир Моды. Добро пожаловать на фэшн планет. Я сейчас приду. Сережа. Я думаю, что не пережила этот день. Как же я заскучилась. Я не могу так больше, Боля. Я думаю, притворяюсь с последних сил. Все, хватит, Вранья. Я сегодня поговорю с Любой. Расскажу все, как есть. Она добрая, мудрая. Она должна понять. И я поговорю с Виктором. После всего я ни в чем перед ним не виновата. Но все, родной. Мне надо бежать. Подождите, Куб. Я тебя очень люблю. Поехали. Это за мной. Что случилось, Николай Альбертович? У меня старшая сестра жила в Америке. Эмигрировала сразу после революции. До сих пор нам приходилось общаться так, что никто об этом не знал. А теперь произошла осечка. Она мне передала фотографии, письма и книгу. Это мастера Маргарита Булгакова. Она у нас запрещена. Кто-то донес опосылки. Теперь они идут брать меня с поличным. И где теперь эта книга? Вот здесь. А если спрятать? Да нет, это бесполезно. Они же видели, что я никуда не выходил. Они все перероют здесь. Давайте мне книгу. Что? Давайте книгу. Гражданин Яковлев. Да. Пройдемте с нами. Ну, если ненадолго и недалеко, я с превеликим удовольствием. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Девочки. Здравствуйте. Браво. Поздравляем. Поздравляем. Браво. 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 Все прошло просто замечательно. Спасибо. Полин, а ты тут никого особенного не видела? Галь, мне кажется, здесь из не особенных только мы с тобой. Ну да. Коля. Да? Ну конечно. Может и мне что-нибудь у Поленьки шить? Ты как? Обязательно. Обязательно. Не подкачай завтра. Перед министром. Все будет хорошо. Николай Васильевич. До встречи тогда. До встречи. Пойдем, дорогая. Всего хорошего. Всего доброго. Добрый вечер, товарищ Артемьев. Добрый вечер. Вы что-то хотели? Вы знаете, что ваша жена путаетесь с чужими мужьями? Что? Я говорю, ваша жена крутит любовь с моим мужем. Можно вас на секундочку? Куда вы меня тащите? Подальше от чужих ушей. Пустите. Вы кто? Любовь Михайлова. Ясно. Значит, они все-таки встретились. Что? Не уберег. Вы что, даже не ревнуете свою жену к чужим мужчинам? Он ее бывший муж. Как? Они поженились еще до войны. Все это время Полина считала Сергея погибшим. Уже не считает. Значит, она и есть. Та самая. Извините, мне нужно на завод. Я никому не отдам. Своего мужа. Вы ей так и передайте. Слышите? Мне бы самому этого очень хотелось. Ты с ума сошла? Ты хочешь, чтобы Инесс опять тебе при всех волосы бы выдергивал? Ну, я же не виновата, что ты не можешь справиться со своей женой. Ты сегодня придешь? Ну, я пока не знаю. Ну, побудь с ним хоть три минутки. Потом дискли. Вот и нашло время тосковать. Подожди. Что? Мне нужно посоветоваться. Ты помнишь, я тебе рассказывала про первого мужа Полины Артемьевны? Да. Ну, который погиб. Только он не погиб и живет в нашем городе. Ты уверен? Абсолютно. Но у него теперь почему-то другая семья и другая фамилия. Он теперь Сергей Михайлов. Очень интересно. Так вот, Мишенька, я посоветоваться хотела. Ты как думаешь мне сказать Поля, что Сергей жив? Ведь у него теперь тоже семья. Ты думаешь, она не знает? Да нет, конечно. Более того, она дружит с его женой. Значит, Агаля. Никому. Ни единого звука. Ты поняла? Да. Добрый вечер. Михаил Яковлевич, на пару слов. Это по делу. Иди и нас. Я сейчас. Угу. Ну, что тебе не имется, Борис Петрович? Я сам к тебе подойду. Когда решу твой вопрос. А может, не нужно ничего решать, товарищ Милькин? Дело ведь сделано. Враг уничтожен. А кто там помнит о своих обещаниях, да? Во-первых, дело сделал я. Да. В протоколе так и записано. Гражданин Милькин, М.Я. Ликвидировал бандита Угарова в процессе самобороны. Так что вы тут, как бы, ни при чем. Ну и гнида ты, Милькин. Я как чувствовал. Надурить меня решил. Не выйдет. Я воробей стреляный. Слышь ты, воробей. Еще раз на пути встречи. Вылетишь с завода. Да еще с волчьим билетом. Выяснил? Вообще спать иди. Тебе завтра ворота открывают. С раннего утра. Это охранник завода. Уточнял план мероприятий на завтра. Выпишь со мной? Нет. Иннас, ну какая муха тебя укусила? Такой хороший вечер. Для кого хороший? Для тебя и для твоей шаламы? Иннас, а не сходи с ума. А ты думаешь, я не видела, как она тебе глазки стронила, да? Или не заметила, как вы потом тискаться пошли? Ну, ну не милый ты чушь. Пойдем. Ты неблагодарная свинья, Миша. Это я тебя спасла от чистки и ты мне обещал. Я помню. Я завтра уезжаю в Кременчуг разбираться, откуда взялся фальшивый Михайлов и какое к этому отношение имеет Виктор Артемьев. Подожди, я ничего не понимаю. Ты можешь толком объяснить? Ты помнишь, из-за кого девять лет назад тебе пришлось писать объяснительную в партконтроль? Ну, конечно, помню. Из-за жены твоего начальника Полины Артемьевой. А кто тебя заставил это сделать? Ее брат, следователь. Так вот, я выяснил, что Полина Артемьева до войны уже была замужем. И муж ее якобы погиб в начале войны. Что значит якобы? А то, что он жив и здоров. Даже проживает в нашем городе. Но под другой фамилией. Понимаешь, что за всем этим может крыться? Так ты что, думаешь, что он шпион? Вполне возможно. Более того, я думаю, что вся семья Артемьевых причастна к его гнусным делам. Если мне удастся их разоблачить, у нас с тобой начнется совсем другая жизнь. Это тебе твоя кременчугская шалава сказала? Ну, не о том ты сейчас думаешь, Инна Сычка, не о том. Чтобы духу ее в этом городе не было. Хорошо. Еще. Ни ее, ни кого-то другого я больше терпеть не буду. Я тебя обожаю. Я приду в нем на днях, ты увидишь. Ты их коллекционируешь, что ли? Маша. Ты что, обижаешься ними? Что за детский сад? Не бойся за орудой какой-то. Ну, не говори о том, чего не знаешь. Хорошо? Маша. Зато я хорошо знаю тебя. Маша. Что ты знаешь? Я знаю, что ты тайно встречаешься с Сергеем Проскуриной. То бишь с Михайлова. Это все, что ты можешь сказать мне после стольких лет бессовестного вранья? Полина, у меня завтра очень тяжелый день. Демонстрация нового двигателя. От результата встречи с министром зависит очень много. И давай мы обо всем поговорим завтра, когда все закончится. Нет, Витя, нет. Мы поговорим сегодня. Завтра. Все будет завтра. Постели мне костюм. Мам, смотри, какую ей елку принес. А ты чего так поздно? Помогала Алия Антоновне после показа и девочкам наводить в порядок. У них завтра занятие во дворце с утра. Как показ прошел? Замечательно. Жалко, что ты не захотел пойти. Так не мужское это дело на платье глазеть. А у нас с отцом и более важных дел полно. Да? Ты не прав, сынок. Там было очень груще. Даже директор автозавода пришел. Но, что вы? Снова сердце? Я скорую вызову. Я перелегу, пройдет. Пойдем, пойдем, пойдем. Все нормально, плохо. Сережечка, прости меня, что я расклею. Ничего ты. Ты сейчас выпьешься лекарством. Сразу станет легче. Я бы все-таки скорую вызвал, Любовь. Не надо. Ты мне лучше всяких докторов. Я сейчас твои капли принесу. Господи, как же стыдно. Понял, спасибо. Борис Петрович. Какими судьбами. А я думал, дежурный ошибся. Да нет, не ошибся. Дело у меня к тебе, Саня. Проходите. Извини, Александр Данилович. Ой, да ладно. Я для вас как был Саней, так с Саней и остался. Ну, рассказывайте. Если мы решим с тобой одну задачку, и ты звездочку получишь, и у меня шанс вернуть себе погон и появится. Какие вопросы, Борис Петрович? Что делать нужно? Нужно выяснить, нет ли послевоенных висяков, связанных с пропажей трофейного антиквариата, и не фигурирует ли среди тех, кто занимался отправкой эшелонов из Германии в Советский Союз, некто Милькин, Михаил Яковлевич. Таким образом, мы продолжили разработки двигателя для парамобиля, то есть двигателя внешнего сгорания. Так как мы понимаем, насколько подобные машины нужны для работы в условиях, ну, скажем, крайнего севера, где температура иногда может опускаться до минус сорока. А на результат нашей работы вы, собственно, и можете посмотреть. Давайте, товарищ Артемьев, не томите. Ну, так может, вы и запустите, Иван Алексеевич? Э, нет, батенька, ваше детище, вам и отвечать. Виктор Андреич, я Юрий Ползов, инженер, помните меня? Вы с ребятами хотели бы вам изложить некоторые идеи по усовершенствованию наших... Павел! 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 Я не знаю, где его искать. Оля, у тебя же брат-следователь. Может, он что-то знает. Но он совсем другими делами занимается. Но можно попробовать. Здравствуйте, мои самые любимые и талантливые! Павел! Мы весь день трубку не брали, я уже не знала, куда звонить. Да, это я телефон пледом накрыл, чтобы дать возможность себе поспать. Отпустили меня только утром. Николай Альбертович, а за что вас задержали? Просто хотели узнать, о чем мы беседовали с нашими американскими гостями. А? Так там же были люди из Минкульта с переводчиком. Они что, не могли с ними поговорить? Значит, так надо было. Люсенька, деточки, все хорошо. Мы просто побеседовали и разошлись вполне довольны друг другом. У нас такое количество новых заказов, я вам сейчас все покажу. Вы все у меня молодцы, а тебе, душа моя, отдельная огромная благодарность. Ваша книга в коробке с драпировочными тканями. Я думаю, меня ждала Лида. Она однажды слышала часть моего телефонного разговора. Будь с ней осторожнее. И всех вас благодарю за прекрасную работу, прекрасную. Отелье МОД, слушаю вас. Секундочку. Полина, тебя. Меня? Я слушаю. Полина Васильевна. Добрый вечер. Это Валентина Кондратьевна, секретарь вашего мужа. У нас на заводе ЧП. Разорвался новый двигатель. Что с Виктором? С Виктором Андреевичем все хорошо. Вернее, не совсем. Его арестовали. Оля. Полина. Сережа. Прости меня. У Любы вчера был сердечный прист. Я не смог с ней поговорить. Я тоже не поговорила. Теперь это не имеет смысла. Зачем ты так? Витю арестовали. Как арестовали? За что? Взорвался их новый двигатель. Его обвиняют в покушении на министра. Бред какой ты. Виктор не диверсант. Это точно. Я знаю. Ты извини, мне на завод надо узнать, куда его повезли. Да, конечно. Не судьба нам, Сережка. Быть вместе. Прощай. Ну что, ты его видела? Не разрешили. Ну его же скоро выпустят, правда? Он же ни в чем не виноват. Конечно. Красиво. Это мы с Натикой наряжали. Молодцы. Надюша спит? Да, я ее ложу. Ты тоже ложусь. Спокойной ночи, мам. Все будет хорошо. Да, я знаю. Чего-то у вас дверь открыта. Ну слава богу. Целый день теперь не могу дозвониться. Прости, я был на выезде. Мои все знают. Да нет, я на минутку. Племянникам передавай, пожалуйста, с наступающим Новым годом. Я обязательно выясню, кто идет дело, что ему произошло, и постараюсь помочь. Ну, если, конечно... Ты же не думаешь, что Виктор мог совершить диверсию? Ну, конечно, нет, сестренка. Ты хотела со мной еще о чем-то поговорить? Я знаю, что Сережа жив. Я видел вас вместе. Ты прости меня, я был уверен, что так будет лучше для вас обоих. Теперь это не имеет значения. Я нужна Виктору. Уютно у вас? Просторно? Эта квартира нам от тете досталась. У нее муж был профессором медицины. Сразу чувствуется, когда в доме есть душа. А как тебе мое новое платье? Я сразу заметила. Красивое. И очень вам идет. Полина Артемьева сшила. Вот наградил бог и красотой, талантом, да? Да. А ты, кстати, слышала, ее мужа арестовали? Нет. А за что? Ой, я не знаю. Там взрыв какой-то был. Министр. Ну, в общем, Артемьева обвиняют в покушении. Значит, она теперь свободна. Любаш, вот ей бестолково тебе же волноваться нельзя. Где твои лекарства, а? Аланда, ну, уже все хорошо. Вы присаживайтесь. Сейчас чай пить будем. Серег, ты еще не идешь? Серег. Что? Домой, говорю, идешь? Да нет пока. Вот думаю, почему у нас двигатель работать не хочет? На лучшем он вообще не работал, чем так, как у Артемьева на заводе. Согласен, плохая шутка. Ладно, я пошел. Давай. Все, до завтра. Надюша, Ваня, идите ужинать. Мам, а я сегодня был на занятии автомобильного кружка. Так ты же говорил, туда только с 14 лет берут. Ну да, но Петр Максимович это руководитель кружка. Сегодня подошел ко мне в школе и спрашивает, ты сын директора Артемьева? Я говорю, да. И он говорит мне, тогда ты можешь посещать наши занятия. Представляешь? Представляю. Понравилось? Еще бы. Мы сегодня на автодроме разбирали старую машину. Ну и смотрели, что там да как. Надю, что случилось? Мне Юрка, Тимофеев, сказал, что наш папа вредитель. Дура ты, Надька, хоть и моя сестра. Понимаешь, наш папа работает директором автозавода. И они разрабатывают новые двигатели. Эта задача нелегкая, ну и время от времени бывают неудачи, понимаешь? Вот так вот и будешь говорить своим Тимофеевым, лады? Какие же вы у меня уже взрослые. Квартира Артемьевых, я вас слушаю. Алло. Алло, я вас не слышу. Алло. Алло, я вас не слышу. Алло. Алло. Слушаю. Сереж, привет, это я. Ты домой скоро придешь? Люба, я не знаю, тут работа не в проворот. Ты, наверное, меня не жди. Ложись спать. Хорошо. Знаешь, я тебе хотела сказать, я очень счастлива. У меня самая лучшая на свете семья. И рядом со мной человек, которого я люблю и который меня любит. Я тебя обнимаю, мой родной. Вот я тебе шум. Я тебе уважаю, мой родной. И я тебе не вижу, мой детский федеральный... Федеральный. О, я тебе не верю. У меня всё готово. Это что? Наливочка. Возьми бутылку коньяка. У меня в портфеле. Пойду умоюсь. Садись. Надо поговорить. Значит… Тебе надо уехать. Куда? Возвращайся в Кременчуг. Зачем? Ну, тут такое дело… Я иду на повышение. А там нужна безопречная репутация. В общем, у нас с тобой всё. В повышение, говоришь? Безопречная репутация тебе нужна? Так ты же меня сам сюда притащил. Обещал, что бросишь свою сороку и мы поженимся. Трус ты, Мишенька. Он всегда был трусом. Ты думаешь, я не знаю, что это из-за тебя? В высоту сорок третьего года наша диверсионная группа чуть было не погибла. Ты что? Советуй не распускать язык. Иначе пожалеешь. Чтобы завтра духа твоего здесь не было. Полина? Серёжа. Здравствуй. Здравствуй. А я тут случайно оказался. И я здесь редко хожу. А сегодня ноги сами повели. Как ты? Скверно. К Виктору не пускают. Как ведётся следствие, да и ведётся ли вообще неизвестно. Я не знаю, что делать. А как Люба себя чувствует? Уже лучше. Собирается на работу выходить. Полин, я подумаю, как Виктору помочь. Спасибо, Серёжа. Чем ты ему можешь помочь? Пока не знаю. Покопаю в чертежах этого двигателя. Придумаю что-нибудь. Ты прости, Серёж, мне за Надей в школу. И у Вани автокружок. Конечно. Полин, всё образуется. Надеюсь. До свидания, Серёж. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Играет музыка Ох и крупную рыбу мы с вами изловили, Борис Петрович. Все факты на лицо. Все-таки вы отличный спец, товарищ Кош. Ну, везение тоже не стоит сбрасывать со счетов. Саня, Александр Данилович, можно я с вами на задержание Мелькина? Ладно. Надо подумать, как это оформить. Антоша, открой, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуй, а мама дома? Добрый день, да. Мама, это к тебе. Люба, добрый день. Здравствуйте, Галя. Сергей нет? Нет, он на работе. Значит так, твой муж никакой не Михайлов. Он проскурен. Мы с ним были знакомы еще до войны. Я не знаю, зачем им понадобилось тебя обманывать, но… Меня не обманывало, я все про него знаю. А вот что тебе нужно от нас? Люба, успокойся. Я ничего против него не имею. Наоборот, хочу помочь. Что еще случилось? Пока не случилось, но может. О превращении Проскурина и Михайлова знает Особисов до завода Мелькин. Я видела у него документы. Он что-то задумал. А нельзя от него как-нибудь откупиться? Заплатить, чтобы он оставил нас в покое? Да нет. Денег у него хватает. А вот антиквариат он любит. Драгоценности всякие. Это все, что у нас есть. Так. Мам, а что здесь происходит? Антош, это Галя, моя знакомая. Одному очень хорошему человеку нужны деньги, и мы собираем кто что может. Ясно. Этого не хватит. Галечка, что делать? Может, этот тоже подойдет? Откуда он у тебя? Ты когда-то его выбросил, а я поднял ее и спрятал. Антон, не надо было этого делать. Старая история. Оно стоило всего лишь триста рублей, правда. Куплено было до войны. Похоже на редкий металл. Платино называется. И камень довольно редкий. Похоже, кольцо ценное. Можно попробовать. Проскорин Сергей Кузьмич. Токарь пятого разряда. Погиб в июле сорок первого. Михайлов Сергей Геннадьевич. А вам кого? Я к вам, Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Проходите, проходите. Слушаю вас. Я Любовь Михайлова. Жена Сергея Михайлова. И что? Вот. Возьмите. Это сережки и кольцо Платинова. Это все, что у нас есть. Я вас очень прошу, оставьте в покое моего мужа. Женщина, вы в своем уме? Вы мне взятку предлагаете? Убирайтесь отсюда, пока я не вызвал милицию. Товарищ Мелькин. Я тебе не товарищ. Вон отсюда. Вон пошла. Пошла, пошла. Вот. Вас все черные уже, уже это терпит. Ах. Пойди, пайди, пайди, пайди. Пайди, пайди. Пайди. Пайди, пайди. Пайди. Гражданин Мелькин? Да, с чем дело? Капитан Котов. Проходите, товарищи. А это гражданин Мелькин. Ордер на обыск вашей квартиры. Я не понимаю, что и где можно делать пять часов. Может быть, она тебе что-то важное еще говорила про эту Галину? А ты забыл? Пап, я тебе уже три раза все пересказал. Ну, наконец-то. Ну что, мама уже вернулась? Нет. Пап, это та самая Галина. Здравствуй, Сережа. Галя, ты что здесь делаешь? Где Люба? Пойдем. Я знаю, куда она пошла. По дороге расскажу. Папа, я? Дома будь. Может, она раньше у нас вернется. Часы Моззер. Германия. Девятнадцатый век. Есть. Ваза. Китайский фарфор, скорее всего, середина восемнадцатого века. Имеется ваза. Да, гражданин Мелькин, наворовали вы на приличный срок. Зачем вам все это? Статуэтка «Мальчик со скрипкой». Мейсинский фарфор. Начало девятнадцатого века, похоже. Нет, у меня… А, есть. Только здесь указано, что это восемнадцатый. Ну, возможно. Товарищ капитан, посмотрите, тут какие-то ценности валяются. И колечко-то в тайнику привело. Теперь, гражданин Мелькин, учитывая все эти драгоценности, имеем хищение в особо крупных размерах. А это уже расстрельная статья. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А вы здесь девушку не видели молодую? Тут много всяких ходит. Ты молодых и не очень. Но она такая высокая, светлая. Лет тридцати пяти. Может, это та барышня, которую скорая забрала. Ей тут прямо стало сердцем плохо. Это Люба. У нее сердце нездоровое. Да? А в какую больницу повезли? Ну, знаю мы куда. В Соловьевскую. Ага. Спасибо. Пошел. Нет! Зачем? Вновь. Забирай. Пошли. 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 Анализы очень плохие. Срочно нужно… Занесите ординаторскую. Пройдем. Ситуация очень серьезная. С каждым часом состояние вашей жены ухудшается. Нужна срочная операция. Так ведь, такие операции, если и делаются, то, наверное, только в столице. Нет, вы ошибаетесь. Шесть лет назад, товарищ Михайлов, именно в нашей больнице под руководством профессора Перельмана была сделана, считай, первая операция по завращению баталового протока. Ну, это один из видов рожденного порока сердца, который мы и диагностировали у вашей жены. Так, значит, ваш профессор сможет прооперировать Любу? Нет. К сожалению, Израиль Моисеевич умер полтора года назад. Ничего сделать нельзя? Ну, я же этого не говорил. Во время операции профессора ассистировало три человека. Один из них я. Доктор, вы спасете Любу? Ну, я сделаю для этого все возможное. Ну, я не знаю, стоит ли, месяц, только. Я не знаю, вот это не знаю. Это не только автобус, ну и как так聞ится. Усер, еще совсем нет. Уследовала два раза. Уследования, что-то не дайте. Усер. 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 Товарищ. Товарищ Михайлович, все хорошо с вашей женой. Операция прошла успешно. А где Люба? Спит ваша Люба в реанимации с Владким сном. Сестеричка Мелька, а можно мне к Жене? Нет, нет, не положено. Вы отправляйтесь сейчас домой, придёте после обеда. Может, доктор разрешит посещение. Спасибо. Лаборатория, слушаю вас. Добрый день. Я могу попросить Сергея Михайловна? А, его нет. Он к Жене в больницу убежал. А вы кто? Что ему? Палёна, иди-ка ты домой. Отлежишься, отоспишься. Поплачь, если можно. Почему нельзя? Игорь Александрович, здравствуйте. Ну, меня не пускать к Жене. Идите, я разберусь. Идите, идите. Пока мне нельзя. Почему же нельзя? Операция ведь прошла успешно. Да. Операция прошла успешно, да, но мы сделали анализ крови вашей жены. И обнаружили там вирус герпеса. Что это значит? Я боюсь, что это самое плохое. Этот вирус провоцирует развитие таких заболеваний, как менингитенцефалит. Конечно, мы пытаемся бороться, но... Надежды практически нет. Никакой. И можете гордиться быть, солдат, гордиться и работать на немецкий Великий Рейх. Ваша кровь помогает немецкий солдат, не умирает от смертельных болезней, инфекций. Кут, Сегу... Товарищ Михайлов, вы меня слышите? Товарищ Михайлов, вы слышите то, что я говорю? Товарищ Исков, я должен вам кое-что рассказать. Товарищ Михайлов, вы слышите? Товарищ Михайлов. И тогда я стал Михайловым. Вы рассказали мне потрясающую историю. Я верю в вам. Хотя все, что касается медицинской стороны вашего рассказа, это сказка… Подождите, доктор. Я ведь правда никогда ничем не болею. Возьмите мой кровь, изучите, разберитесь. Ну, это можно сделать, только без относительной ситуации с вашей женой. Подобные исследования требуют времени. Но ведь у Любы его нет, так? Я не понимаю, почему если надежды практически нет, нельзя дать моей жене шанс? Почему нельзя перелить ей мою кровь? У нас группы Резу совпадают, я знаю. Слушай, я не могу на это пойти. Но ведь когда ваш профессор Перельман проводил свою первую операцию на сердце, наверняка тоже были люди, которые не верили в успех. Были. Были. Но это совсем другое. Нет, Сергей, я не стану переливать своей пациентке вашу кровь. Нет. А у вас нет другого выхода? Нет. 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 Ваша жена идёт на поправку семимельными шагами. Если мне кто-то сказал, что такое возможно, я бы не поверил. Сергей, а вы помните о своём обещании? Да, конечно, доктор. И вся моя кровь в вашем распоряжении. Я много думал о вашей истории, и я хочу выразить вам своё восхищение. Ради жены вы пошли на колоссальный риск. Вы поделились со мной своей тайной, даже не предупредив меня, а молча. Я тогда об этом не думал. Но я это понял. Вас интересовало лишь спасение родного человека. И от меня потрясло. Я никогда не встречал подобной любви. А любовь, она, доктор, разная бывает. Вот ты живёшь с человеком. Тебе хорошо, спокойно, уютно. И ты думаешь, что так будет всегда. А потом появляется вдруг. Та самая из прошлого. И тебя несёт. И ты ничего сделать не можешь. Остановиться не можешь. Я думаю, нет ничего хуже необходимости делать выбор. Пап, из лаборатории звонили. У вас там двигатель взорвался. Не волнуйтесь. Вы идите, идите. А я сейчас пришлю медсестру. Она подежурит около вашей жены. Спасибо, доктор. И не волнуйтесь. Я умею хранить чужие тайны. Спасибо. И мы с Макаром уже собрались его выключать. И тут он как рванёт. А Васька на меня как кинется и на пол меня завалил. Чуть плечо меня не сломал. Ну, прости, брат. Сработал фронтовый инстинкт. Хорошо, что никто не пострадал. Так, мужики. Нужно разобраться с причиной взрыва. Вначале на автозаводе рванул, а теперь у нас не верьё в такие совпадения. Думаете, у нас диверсант поработал? Да при чём тут диверсант? Нужно найти общую техническую проблему. Ну, а что у нас общего? Они машины для народного хозяйства делают, а мы для спорта. Ну, да. Так, а шестерни для понижающего редуктора нам на автозаводе делают? Да, Матвеевич делал. То есть, товарищ Суслов Егор Матвеевич, токарь. Помню его. У нас ещё такие остались? Да, вот они. Шестерни как шестерни. Пап, а разве это шаг восемь миллиметров? Конечно, нет. Ровно три миллиметра. Так, Степан, тащи сюда Матвеевича и пусть захватит чертежи, по которым детали точил. Матвеевич? Что ж ты, Матвеевич? А то, выходит, я всё напудал. Восьмёрку принял за тройку. Очки тебе порами не одет. Простите. Простите. На пенсию пора. Хорошо, что хоть не пострадал никто. Да как это никто не пострадал? Это выходит, Виктору Андреевичу из-за меня арестовали? Степан, пойдём со мной в милицию. Хороший человек из-за меня сидит. Егор Матвеевич, мы все пойдём. Так, боец, ты домой дуй. А завтра в школу. Ну, пап, кто вам всю историю-то развязал? Сын, ты большой молодец и я тобой горжусь. Но сейчас отправляйся спать, хорошо? Хорошо. И Светлой Борисович. Вы точно уверены, что его отпустили? Какая же вы, гражданка, сомневающаяся? Я же вам дважды повторил. Отпустили. Ну, давай по рюмашке. За твоё освобождение. А Михайлов-то какой молодец, а. Как он легко с этими шестернями сообразил. Ну да, ну да. Молодец. А вы, Василич, что со мной будет? Понимаешь, сразу же после взрыва товарищ Лихачёв директором своего человека назначил. И тут же указ подписал. Ясно. Ладно, пойду я. Сядь. Сядь, говорю. Пойдёт он, видите ли. У меня тут идейка сформировалась. Хочу, чтобы ты поехал в Кременчуг директором КРАЗа. Вы сейчас шутите? Ничуть. В ближайшие пару лет наш завод хочет полностью передать в Кременчуг производство трехостных автомобилей. Вот ты и займёшься наладкой производства и подготовкой базы с твоим-то опытом. Ну что скажешь? Или думаешь, Полинка будет против переезда? Николай Васильевич, я поеду в Кременчуг. Поеду прямо сегодня. Ты не шутишь? Отнюдь. Тогда ещё по рюмке. А я стою, тебя там высматриваю. Пропустила. Слава Богу, всё выяснилось. Да, благодаря Серёге. Михайлову. Разобрался. Голодный? А я уже всё приготовила. Поль, ты хотела о чём-то поговорить? Хотела, но это было тогда. А сейчас что-то изменилось? Полин, я уезжаю. У меня поезд через три часа. Мне предложили возглавить завод в Кременчуге. Так что вернусь туда, с чего начинал. Ты ведь для Надюшки придумай, что у меня будет, ладно? А Ваня потом я напишу, всё объясню. Прости меня, Полин. Я лгал только потому, что очень любил тебя. И очень боялся потерять. И ты прости меня, Витя. Тебя-то за что? За то, что так и не смогла тебе стать хорошей женой. За то, что рядом со мной ты не чувствовал тепла. Это не правда, Полин. Рядом с тобой я был счастлив. Был. Значит, ты уже всё решил. Но ведь и ты уже всё решил. Я желаю тебе счастья, Полина. Серёга всегда был лучше меня. Достойнее. Частнее. Пора уже себе в этом признаться. Ну что, так ты будешь меня кормить? Или ты передумала уже? Идём. Стёп. Да. Что там с Матвеичем ты решился? Пока домой отпустили под подписку. Как думаешь, Серёга, большой срок старику светит? Да вряд ли. Времена-то меняются. Лаборатория. Пап, ты на обед обещал прийти. Тебя ждать? Антоха, я тут за одну идею ухватился. Ты, наверное, обедай без меня. Ладно. Ну ты хоть к ужину не опаздывай. Я картошки нажарю. Хорошо. Давай. Добрый день, товарищ Михайлов. Здравствуйте. А вы, собственно, товарищ Корж? Признали? Значит, не сильно постарел. Да и вы отлично выглядите. Впрочем, не удивительно. Ведь это Сергею Михайлову было бы сорок лет. А Сергею Проскурину только тридцать пять. Думаю, быльём поросло? А нет. Сколь верёвочки не явиться. Короче, Проскурин, ты задержан. Мам, а папа дома? Папа уехал. Где Надя? Как уехал? Куда? Где Надя, Вань? Надя-ка во дворе снежную бабу лепит. А куда он уехал? В Кременчуг. Надолго? Да. Даже не попрощалась. Не успел. Спешил на поезд. Напросил тебе передать, что обо всём напишет. О чём обо всём? Он из-за тебя уехал, да? Всё не так просто, сыночек. Да я видеть тебя не хочу! Ваня! И мне иногда кажется, что всё происходило помимо моей воли. Будто судьба сама мне подсказывала, как поступать. Складно у тебя всё получается. Только не надо свои проступки на судьбу перекладывать. Ладно, собирайся. Поедем в отделение, там и будем разбираться, где правда, а где враньё. Гражданин оперуполномоченный, я вас прошу, пожалуйста, давайте отложим арест хотя бы на пару дней. У меня жена в больнице, после тяжёлой операции. Ей сейчас как никогда нужна моя поддержка. Я потом сам приду. В какой горе жена в больнице? Соловьёвский. Вот номер. Здравствуйте. Оперуполномоченный Корж беспокоит. Скажите, как чувствует себя больная Михайлова? Спасибо. Жду через два дня. С чистосердечным признанием. Спасибо. Внимание! Пассажирский поезд номер сорок шесть. Ярослава Кременчук. Бабочка! Ванька! Ванька! Так мне честно, почему ты уезжаешь? Так надо, сынок. Для дела. В Кременчуге на заводе скоро будут выпускать. Да ты врёшь! Это всё из-за мамы, да? А как же мы с Надькой? Тебе что вообще на нас плобы? Куда? Не говори ерунды. Ты и Надюшка мои самые родные. И мама у нас замечательная. Просто... Просто жизнь так повернулась, Ванька. Я уверен, что когда-нибудь ты меня поймёшь. Товарищ, проходите в вагон. Отправляемся. Я тебя очень люблю. Очень. Тебя и Надюшку. И я буду вам писать. Верь мне. Провожающий, выходит. Поезд отправляется. Нашла? Нет. Будь бессовестный. Играет, наверное, сейчас у кого-то. А мы нервничаем. Иди спать, Надюша. Я думаю, он скоро придёт. Хорошо, мама. Спокойной ночи. Лаборатория. Серёжа, у меня сын пропал. Витя уехал. И мне больше не к кому обратиться. Да, конечно, ты где? В начале Нагорной. Хорошо, сейчас будет. Я всех его друзей вошла. Никто ничего не знает. Оленька, мы его обязательно найдём. Подумай, где он ещё может быть. Может, у него есть любимые места. Не знаю. Хотя в последнее время он много на автокружке проводил. Они там на автодроме какой-то старый грузовик разбивали. Так. Ваня! Ваня! Вань! Ты что, что делаешь со мной? Разве так можно? Ну, что ж ты делаешь ты, парень? Мать вон избилась вся. Мам, это кто? Я все понял. То есть, из-за этого чужого дядьки ты выгнала нашего папу, да? Нет. Какая же ты… Так-так-так, парень, ты давай полегче на поворотах. А то что? Ваня… Ваня! Это не чужой дядька. Это твой родной отец. Что? Да. Ваня… Я… Я вас ненавижу! Вань! Ваня! Ваня! Я верну его. Обещаю. Ванька! Поля, ты правда? Виктор сказал правду? Да. Папочка, ты вернулся! Надюшка! Надюш, я завтра поеду. Я на сегодняшний поезд опоздал. Ура! Ура! Ой, если бы ты знала, как мы тебя искали, это… Это целый приключенческий роман. А тут еще девица такая строгая у вас. Сегодня хотела нас пускать к тебе. Да, это Дуся, а она может. Ну, рассказывайте, какие спектакли вы привезли. Рассказываем. Репертуар у нас очень серьезно обновился. Есть современные пьесы. Ну, и Шекспира с Шиллером играем. Ты обязательно должна посмотреть нашего Магвета. Ой! Какой удивительный спектакль Михаил Антонович поставил. Ну, вы скажете, Рейзер, Люба. Ну, расскажи, как ты? Чем занимаешься? Я прекрасна. У меня замечательная работа. Я во Дворце пионеров веду театральный кружок. И ребята все такие талантливые. Мы тоже мечтаем Шекспира поставить. Любушка, ты кого хочешь обмануть? Нас или себя? Ты ведь актриса от Бога. А ведь права же. Ну, права, Раиса Сергеевна. На сцене твое место. Так, выздоравливай. Возвращайся к нам. Мы для тебя специально что-нибудь поставим. Что хочешь, поставим. Это очень заманчивое предложение, Михаил Антонович. Ну, тогда я предлагаю выпить за твое возвращение в театр. Ура! Михаил Антонович! Ничего себе компания. Здравствуйте, товарищи артисты. Серега, привет. Здравствуйте. Голубчик, мы сейчас уходим. Сережа, ты совсем не изменился. Вот что значит любящая жена. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, что пришли. Это так неожиданно. Любаша, мы тебя ждем. Сережа, счастливо. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Ну, отлично. А скоро тебя выпишут. Мы с Антохой такой пиры закатим. Ты так и не научился врать, Сереженька. Я видела вас с Полиной. Я все поняла. Люба, все не так просто. Я не собираюсь. Все до смешного просто, Сереж. Либо любовь есть, либо ее нет. Может? Не надо, Сереж. Я же актриса. Я фальшь заверстучую. Ты о чем? Почему? Я ухожу от тебя, Сереж. Как только меня выпишут, уеду в Горький. Меня в театр зовут. Обещают любые роли. Прости меня, Люба. Мне не надо, что тебя прощать. Наоборот, я тебе благодарна. И за себя. И за своего сына. Антоха, и мой сын тоже? Конечно. У меня только одна просьба к тебе. Поговори с Антошей сам. У меня не хватит на это сил. Харламов. Да, конечно, пусть пройдет. Войдите. Товарищ Харламов, я пришла попрощаться. Я уезжаю в командировку на месяц в Казахстан. Может быть, когда я вернусь, вы уже уедете. Вот и не увидимся больше. Машенька. Вижу, мой колючий. Ты права. Невозможно жить во лжи и делать вид, что все нормально. Такого больше не будет. Прости меня. Родной мой, я давно тебя простила. Я очень люблю тебя. Много всего. Много всего. У меня появился еще один сын. Мой сын. Мой сын. Мой сын. Потому что мы лишились наших иллюзий, Сереж. Мы жили ими много лет. Мы были уверены, что нет ничего важнее нашей любви. Но, оказывается, это не так. Есть кое-что более значительное. Наши близкие. Которым без нас плохо. И без которых нам самим не жить. Так что же нам делать? У нас будет время подумать. Поля, я иду в милицию. Я должен признаться в том, что десять лет жил по чужим документам. Чужой жизнью. Ну, тебя посадят, Сережа. Тогда зачем? Столько лет прошло. А скрывать больше все равно не получится. Обо всех моих тайнах знает оперуполномоченный Корж. Да и к тому же я… Я устал. Хочу начать честно смотреть людям в глаза. Я люблю тебя. Я тебя. Следователь Харламов слушает. Игорь, Сережа пошел в милицию. В каком-то Коржу. Признаваться. Оль, успокойся. Жди меня в райотдела милиции. Написал? Да. Готово. Да. Здравия желаю, товарищ капитан. Разрешите представиться следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Харламов. Товарищ капитан, в военном архиве находятся документы, которые освобождают товарища Проскурину от ответственности за проживание по чужим именям. Вы можете сделать официальный запрос и получить копии этих документов. А здесь я изложил суть моих действий по подготовке материалов для судебных процессов над нацистскими преступниками. А теперь опиши все, что произошло с тобой в немецком поле. Подробно. Зачем? Так нужно. В конце подпишись Проскурину. Последний раз. После этого свою фамилию можешь забыть. И чтобы избежать возможной мести недобитых фашистов, я спрятал его по чужой фамилии. То есть вы утверждаете, что гражданин Проскурин является важным свидетелем в деле об обвинении нацистских преступников? Так точно. Хорошо. Проверим. Надеюсь, это правда, товарищ Харламов. А пока не смею вас задерживать. Всего доброго. А пока, товарищ, Сергей, ты должен сам выбрать свою дальнейшую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, давай. Может, не надо, Вань? Маме это не понравится. Мы едем на вокзал. Провожать папу. Если я тебя попрошу, если ты, конечно, не против, я прошу тебя, останься. Я пляники купила. Твои любимые. Чай будем пить. Пошли. Поль, ты уверена? Пошли, пошли. Да. Люба! Я боялся опоздать. Серёж, мы с Антоши. Не надо, пожалуйста. Не говори ничего. Может, хватит целоваться? Ах так! Ах так! Ну, смотри, а! Ах! 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 Ну, смотри, а! Расписывайся! Расписывайся! Следующий! Сидор на стол! Расписывайся! Расписывайся! Следующий! Сидор на стол! Расписывайся! Следующий! Подходящий! Расписывайся! 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 Субтитры создавал DimaTorzok